Проект СВИД «Сказки для взрослых и детей» представляет Сергей Пирог по прозвищу Стрелка. Читает Олег Шубин. Пролог Хозяин кабинета положил на стол фотографию. Именно эту проекцию о сознании передало нам через свои каналы. Они видят это как вероятное будущее и смоделировали через компьютер своей психической энергией. Объяснил он. Но они затрудняются сказать, когда именно и что произойдет. И какое отношение к этому имеет объект их интереса. А теперь и нашего. Любопытно. Пробормотал гость, поднимая снимок и рассматривая его. На фотографии была запечатлена девушка с короткими черными волосами, одетая в разорванный и местами окровавленный тельник и штаны группировки «Монолит». На лице и плечах незнакомки были отталкивающего вида ссадины, а прямо над головой девушки возвышалась мрачная громада четвертого энергоблока с устремленной в серое небо трубой. Но самое главное было то, что на девушке не имелось защитного скафандра. «Что это?» – изумился гость. «Они не дали никаких комментариев? Это будущее или это происходит сейчас?» «Они сами обеспокоены этим. То есть тем, чтобы мы не мешали этой девушке. Именно такую просьбу я получил вместе со снимком». «И что они сказали?» – гость удивленно повертел фотографию в руках, как будто бы искал незамеченные с первого раза детали. «Чтобы все шло как обычно. И что все это началось уже давно». Глава первая. Лечебный артефакт. Год назад. Сергей Анатольевич склонился над больным и осторожно опустил артефакт ему на живот. Субстанция зашевелилась, растеклась по телу раненого, не разрывая свою сущность, но дотягиваясь и прикрывая все пораженные места. Артефакт начал что-то делать, и кровотечение прекратилось. Это было поразительное зрелище. Сергей Анатольевич присел рядом и стал тампоном собирать засохшую и свернувшуюся прямо на глазах кровь. Через несколько минут тело парня было совершенно гладким, и лишь набухшие входные отверстия от пуль и широкая рваная царапина на голове говорили о том, что пока еще не все. «Теперь надо вытащить из него все посторонние предметы», – неловко улыбнулся Сергей Анатольевич. «Вот здесь ты мне и поможешь». «Что надо делать?» – с готовностью отозвалась Яна, однако все же взволновалась и потянулась к своему талисману – маленькому кулону из какого-то темного камешка. Девушка с ним никогда не расставалась, потому что он являлся ее единственной личной вещью. Воспитатель в детдоме рассказывал, что именно с этим кулоном на обычном шнурке маленькую Яну Волкову доставили милиционеры, когда ее мать умерла в реанимации от ножевого ранения. С тех пор этот кулон являлся талисманом Яны, и порой девушке даже казалось, что он подсказывает, как поступить, и слегка вибрирует, предупреждая об опасности. «Что выберешь? Вот этой штукой держать раскрытыми края раны или вытаскивать пинцетом пули?» «Да мне как-то все равно», – ответила Волкова, нерешительно глядя на пузыряющуюся субстанцию на груди незнакомца. «Наверное, лучше буду вытаскивать». Ей вдруг захотелось по старой привычке засунуть кулон в рот и катать там на языке. Она всегда так делала, когда была в чем-то неуверена, опасалась или чего-то очень хотела. И кулон-талисман всегда помогал. «Только все надо делать быстро», – Сергей Анатольевич протянул ей странного вида пинцет. «Когда артефакт начал действовать, он был без сознания, и поэтому наркоз не понадобится». «Почему?» – удивилась Яна. «Артефакт сам, как наркоз, и вдобавок очищает от инфекций, в том числе от мелких инородных тел, песка, грязи и прочее». «Он лечебный, этот артефакт?» Яне стало жутко интересно. «Нет, он просто останавливает кровотечение, увеличивает свертываемость крови на 267%. Ого! Здорово!» – восхитилась девушка. «Так, давай сначала здесь». Пинцетом он приподнял пленку артефакта над грудью пациента и вставил в сразу начавшую кровоточить рану блестящий инструмент, отдаленно напоминающий клещи зубного врача. «Нащупывай!» Волкова потыкала пинцетом, и действительно, что-то твердое двигалось под его стальными кончиками. «Ну, нащупала!» – нетерпеливо вскричал Сергей Анатольевич. Артефакт вырывался из-под щипцов, стараясь лечь на место. «Есть!» – возбуждение доктора передалось Волковой. «Схватила!» «Тащи!» Вытянуть пулю ей удалось с первого раза. Доктор с облегчением вздохнул, с интересом посмотрел на помощницу. Пленка артефакта легла на место, продолжая делать свое дело. Теперь следующий. Минут через двадцать пациент уже не производил впечатления умирающего. Он был обнят слезняком, привит каким-то антибиотиком и накрыт теплым одеялом, отчего выглядел спящим абсолютно спокойно. Рядом с ним в изогнутой миске лежало четыре пули, и Сергей Анатольевич с удовольствием оглядывал свою работу. «Будет жить этот твой знакомый, точно говорю. Он сильный». «Благодарю, Сергей Анатольевич». Поблагодарила Волкова, не глядя на него. «Это он будет говорить. И причем сперва тебе, а уж только потом мне», – кивнул напарня доктор. «Я понимаю, во сколько мне, нам, ему вот во сколько обойдется эта благодарность», – серьезно поинтересовалась Яна. «Ну, я так думаю, четыре тысячи долларов меня вполне устроит. Сама понимаешь, ситуация неординарная, да и артефакт потом восстанавливается какое-то время». Волкова, понимающий, моргнула. Они стояли над незнакомцем, уже отмывшиеся от крови и переодетые в чистые халаты. «Что теперь?» – нарушило молчание Яна. «Сегодня ты должна будешь остаться здесь», – ответил доктор и, увидев, как резко изменилось лицо девушки, поспешил объяснить. «Он завтра очнется, и ты расскажешь ему обо всем». «Ладно, я поняла. Все равно моя одежда еще не высохла», – согласилась Волкова. «Вы уверены, что кровь отмоется? Мне же по городу ехать». «Не волнуйся. Спокойной ночи». Глава вторая. Покушение. Год назад. «И вам, спокойной», – пробормотала Яна, отправляясь в комнату, которую доктор определил для нее. Легла, но сон пока не шел. День оказался слишком насыщенным событиями. Яна вновь прокрутила его в памяти, поражаясь тому, какие неожиданные повороты случаются в жизни, совершенно без предупреждения. «Все происходило по обычному для Волковой сценарию. Дискоклуб, чья-то робкая или наглая попытка познакомиться, не всегда вежливый ответ со стороны девушки и последующие разборки с повышением голоса и иногда мордобитьем. Причем последнее было для Яны как раз более привычным и естественным, чем какие-то угрозы о последующей мести. Она всегда была готова к драке, потому что считала себя правой, когда дело касалось ее личной безопасности и спокойствия. Этот вечер мало отличался от других. В туалете дискоклуба две наркоманки толкнули ее и не извинились. Волковой это не понравилось, и она сделала им замечание в привычной для нее форме, на что девицы решили ответить Яне газом из баллончика. Вследствие этого была сломана одна раковина, один нос и одна рука. Со стороны Яны тоже имелись потери. Она порезала ладонь об осколке сантехники. Замотав ладонь разорванной блузкой какой-то из наркоманок, Волкова быстро покинула разгромленный туалет, потому что подумала, что вряд ли все это понравится охране. Так было в большинстве случаев. Обоюдные понты и наезды, драка и зализывание ран. По-другому Яна развлекаться не умела. Ее не привлекали алкогольные коктейли и колеса. Она с детства ненавидела пьяниц и наркоманов, а также тех, кто вел себя слишком вызывающе и ставил других людей ниже себя. Яна не стеснялась доказывать это кулаками. Тем более, что многолетние занятия караты помогали отстаивать точку зрения более доходчиво, чем обыкновенные слова, даже усиленные уголовным жаргоном. Обращаться с таким несерьезным ранением в травмпункт было не по правилам Яны. И ей помог один из знакомых таксистов. Подвез девушку к врачу, которого она знала уже давно и обращалась в подобных ситуациях. Имя подпольного фельдшера было Сергей Анатольевич Безруков. Увидев Яну, Сергей Анатольевич вздохнул и покачал головой. «Опять консервы открывала», — кивнул он на повязку. «Картошку чистила», — бортнула Яна. «Ну-ну», — Сергей Анатольевич дал ей пройти, выглянул на улицу и плотно закрыл за собой ворота. Через некоторое время Яна была заштопана, уколота чем-то более утоляющим и напоена зеленым чаем. Чувствовала она себя теперь лучше, чем до драки. А через четверть часа села в маршрутку, решив, что на сегодня приключений будет достаточно. Однако все получилось совсем не так, как планировала девушка. Поднявшись на бугор, автобус вдруг закашлял, затарахтел и остановился. Сообразив, что ремонт может затянуться, Яна решила пройтись до дома пешком. Тем более, что автобус сломался недалеко от парка Скомарохова, где проходил любимой девушкой маршрут для утренних пробежек. Правда, тренировалась Яна не в самом парке, где все было загажено собачниками, а по другой его стороне. Там стояли одноэтажные дома и росло много зелени. Именно туда двигалась Яна, повинуясь подсознанию. Настроения подраться больше не было, поэтому Волкова специально обогнула танцплощадку, чья мощная акустика заливала кислотой территорию почти всего парка. Она подходила к частному сектору и вдруг совершенно отчетливо услышала характерные звуки. Стреляли из Макаровых. Ошибиться девушка не могла, потому что с ПМ была знакома не понаслышке. Она любила оружие всех видов, и у нее даже имелся один знакомый, который раз в месяц позволял ей стрелять в милицейском тире с писанными патронами. После того, как выстрелы прозвучали из арки высотного дома, что был через дорогу от частного сектора, выбежали два подростка лет 15, из-за странных причесок пола совершенно неопределяемого. Выглядели они очень испуганными, что было вполне обоснованно. Яна остановилась. Инстинкт подсказывал ей, что надо последовать их примеру, однако что-то не позволило ей это сделать. В итоге девушка рванула вперед, повинуясь мимолетному импульсу, и едва не оказалась под колесами серебристой Нивы, вылетевшей из соседней арки. В следующие секунды Яна Волкова лежала на газоне. Сработали рефлексы. В последний момент она избежала удара о мощный капот. Нива скрылась в направлении бывшего завода пусковых двигателей, а девушка, вскочив на ноги, выбежала в арку. То, что она увидела, ей не понравилось. Посреди двора стоял огромный джип с распахнутыми передними дверцами, а на асфальте, рядом с местом водителя, лежал богатырского телосложения парень, и под ним уже натекла небольшая лужа крови. Он ругался, скрипел зубами и пробовал подняться, но то и дело срывался. Не отдавая себе отчета, Волкова бросилась к нему и, ухватив за плечи, поволокла вокруг машины. «Ты чё, падла, брось! Убью, козёл!» — кряхтил парень. «Замолчи, я помогу тебе!» — процедила Яна, и он дёрнулся от удивления, попытался вывернуть голову, чтобы посмотреть на девушку. Яна доволокла его до второй двери. «Полезай сам, я тебя не подниму!» — уперлась она руками. «Да быстрей же! Сейчас мусора привалят!» Парень взгромоздился на сиденье, отхаркивая кровь. Яна захлопнула за ним дверь и, снова обижав машину, забралась на место водителя. Незнакомец бросил на неё мутный взгляд. «Ты кто?» — прохрепел он. «Где ключи?» — перебила Яна, осматривая салон, и, не находя их, нашла под сиденьем шикарный хромированный пистолет. «Ого! Беретта! Положь! Не трожь!» Она снова открыла дверь. Точно, ключи лежали в луже крови. Торопясь, но не паникуя, Яна вытерла их о его рубашку и вставила в замок зажигания. «Куда?» — взрывел вдруг парень, словно проснувшись, попытался схватить её. Кровавые брызги мелким бисером легли на лицо и грудь девушки. «К врачу!» — она сбросила его руку. «Сиди тихо!» «Не в больницу!» «У меня...» «Есть!» «У меня тоже есть!» «И живёт поближе!» — перебила девушка. «Не разговаривай!» «Ну и здоровяк же он!» — подумала девушка. Вдалеке послышалась сирена. «Или показалось?» «Те милиционеры, что пасут пьяных малолеток на дискотеке, сроду не сунуться в серьёзную разборку без поддержки ОМОНа». «Ничего, успеем!» Вдалеке для себя пробормотала Волкова. «Я слушаю!» «Что это у тебя?» «Да ты вся в крови!» «Это не моё!» «Вот ему требуется помощь!» Девушка едва не выволокла врача за руки. Посмотрев на парня, что был уже без сознания, Сергей Анатольевич почесал в затылке. «Не знаю, что можно сделать». «Сделайте что угодно!» «Сделайте чудо!» Волкова хотела топнуть ногой и вовремя сдержалась. «А кто будет платить?» — нахмурился Сергей Анатольевич. Я наткнула пальцем в машину. «Посмотрите, какая техника! Он и заплатит!» Сергей Анатольевич колебался недолго. Закатав рукава, он деловито ощупал парня, прислушался к его тяжелому дыханию, примерился к габаритам. «Так, я открою ворота, а ты подгоняй к двери с этой стороны. Потом поможешь!» С большими трудностями они протащили незнакомца в дверь и волоком оттранспортировали его в операционную, небольшую комнату с другой стороны дома. Окна там были плотно занавешаны, и оборудована она была не хуже больничной процедурной. Яна вспомнила, что какой-то час назад она сама полулежала на кушетке в этой же комнате. Включив яркую и бестеневую лампу, Сергей Анатольевич снова осмотрел пациента и повернулся к девушке. «Загони машину в гараж, он не закрыт. Потом приходи, может потребоваться твоя помощь». Волкова выполнила поручение и, когда вернулась, увидела, что одежду с парня доктор срезал ножницами и внимательно разглядывал его раны. Всего их было пять. Две в груди, одна в руке, одна в бедре и, самое страшное, на голове. Почувствовав немой вопрос, Сергей Анатольевич лишь качнул головой. «Это самое неопасное. Прошла вскользь. Просто крови много из мелких сосудов. А вот здесь и здесь...» Он снова внимательно посмотрел на нее. «Кто он тебе?» «Я не знаю». Волкова пожала плечами. «Прохожий». «Наверное». «Прохожий?» Скептически усмехнулся Сергей Анатольевич. «А вот если этот твой прохожий умрет?» «Если он у вас под ножом умрет, то продадим его машину на запчасти», — вспыхнула Яна. «Не волнуйтесь, от ментов я ушла. Вы меня знаете». Сергей Анатольевич с усмешкой кивнул. Конечно, он знал и помнил, кто такая эта странная девушка с короткой мальчишеской стрижкой. Волкову к нему направил Вова Славянин, 50-летний рецидивист, весьма известный и уважаемый в криминальных кругах. Именно он развил в девочке неукротимый бойцовский характер и обучил некоторым эффективным приемам нападения и подавления воли противника, наряду с уголовным жаргоном. В данный момент наставник и самый лучший друг Яны в очередной раз получил срок и отдыхал где-то в Мордовии. «Ладно, тут случай тяжелый. Придется...» Он опять почесал в затылке. Волкова подумала, что если он чешет там с такой регулярностью, то, скорее всего, уже имеет проплешину. «Надо потом глянуть», — решила она про себя в каком-то полубреду от возбуждения. «Придется...» — повторил врач. «Я хочу взять с тебя слово...» — Сергей Анатольевич, — перебила девушка. «Ей так уже почти в непонятке оказалось. Да и вы меня знаете...» «Все, молчу». Он вышел в другую комнату. Парень лежал, хрипел и вздрагивал. Волкова зачем-то взяла его за руку. Вернулся Сергей Анатольевич со штуковиной размером чуть больше кулака. Это было нечто круглое, коричневое, колышущееся и довольно мерзкое. От этой опасной на вид штуки исходила какая-то странная, еще ощутимая вибрация, которую Яна уловила больше на подсознательном уровне, чем почувствовала в реальности. Штука была совершенно чужой для окружающего мира, и Волкова сразу догадалась, что это может быть. «Какая гадость!» — на всякий случай напряглась она. «Эта гадость стоит две с половиной тысячи долларов. Только она может остановить кровь в таком состоянии». «Артефакт!» — воскликнула Волкова. «Совершенно верно. Артефакт, название которому — Слизняк. Не запрещенный к вывозу из зоны, но в данный момент контрабандный. Он запрещен к использованию в лечебной практике без соответствующей на ту лицензии. От трех до пяти!» — почти грустно поведал Сергей Анатольевич. Яна кивнула. Она знала об артефактах все, что сообщали СМИ и рассказывали знакомые. О легальном и нелегальном вывозе из Чернобыльской зоны предметов, так или иначе меняющих привычный набор знаний человека о мироздании, как в физическом для него смысле, так и в психическом. Слышала о том, что множество смельчаков отправляются туда за подобными вещами и гибнут там от аномальных явлений, от военных, что охраняют периметр, от мутировавших животных. Ее это привлекало. В зоне пряталась уйма настоящих приключений и ценностей. А самое главное — свобода. Яне не доводилось еще ни разу общаться с настоящим сталкером, и она хотела бы этого. Хотя про зону говорили довольно неприятные, порой отталкивающие вещи. Опасности, преследующие ученых и сталкеров, в первую очередь состояли из мутантов и аномальных зон. Мутантов Яна видела по телевизору. Псевдо-собака, клыкастая лошадь Прожевальского, слепой пес, крабосвин, одичавшая кошка, тушкана размером с пуделя, крысы величиной собаку, которого называли крысиным волком. Их показывали по Discovery или BBC, западные журналисты, которые думали, что без их участия просто невозможно просвещение прогрессивной части человечества. Почему не существовало ни одного отечественного или украинского фильма о зоне, у Яны вопросов не возникало. Россия и бывшие союзные республики к прогрессивным не относились, а следовательно имели право лишь на изучение себя под микроскопом ЕС или НАТО. В интернете же Волкова видела то, что по телевизору никогда не показывали. Любительские съемки нападения мутантов и действия аномалий. В одном ролике было запечатлено, как человека рвут на части облезлые и покрытые язвами псы, похожие на доберманов. У собак не было глаз, одни лишь урдименты. Животные ориентировались на запах жертвы или являлись телепатами. А во втором сюжете группа неизвестных людей в масках бросала связанного человека в некое место под названием мясорубка, которое буквально выкрутило его как тряпку. Даже урезанные качества FLV-картинки позволяло видеть белые кости жертвы, фонтанирующую кровь, разорванное сухожилие и дикая животная боль и паника на его лице. В поисковиках интернета запрос на подобные вещи занимал лидирующие места после детской порнографии и других преступных извращений. Съемок реальной казни, убийств, избиений или изнасилований. Короче говоря, Яна Волкова достаточно знала насчет артефактов, но ей хотелось самой прикоснуться к этой тайне зоны. Артефакты – это удобно. Например, у ее подруги Женьки Смирновой был плеер, который получал питание от Этака – вечной батарейки, и которым Женька очень гордилась. Стоил он безумно дорого, но не был запрещенным и находился в свободной продаже в специализированных магазинах-салонах. Или вот другой артефакт, чуть дешевле первого, которого называли «черные брызги». Он использовался в ювелирных украшениях из-за преломляющегося света или его интенсивности внутри себя. Брошки, серки, кулоны с брызгами обожали в ночных клубах. Парочка таких сережек были и у самой Яны. Правда, их происхождение являлось для нее весьма загадочным. Девушка получила их год назад, в подарок на день рождения, и человек, приславший их в красивой бархатной упаковке, подписался просто и лаконично. Поклонник. О других артефактах Яна не задумывалась. Они ей были глубоко безразличны по тому признаку, что на их покупку просто не хватило бы денег. Другое дело – зона. Там можно было разжиться не только на Цацке, но и настоящее артефактное оружие. Правда, насчет оружия Волкова слышала почти из таких же источников. Созданным из артефактов это оружие не являлось, зато представляло из себя обычное, какое-то время находившееся в определенного типа аномальных зонах и пропитавшееся их энергией и свойствами. Военные и ученые придумывали различные модели, соединяя, дополняя или убирая части этих предметов, и в итоге выходило что-то убойное по силе поражения, скорострельности или проницаемости. Плохим было то, что практически все такие модели функционировали исключительно в пределах зоны, и за ее границей не желали работать даже обычным оружием. Те же, которые получались универсальными, считались огромной редкостью и состояли в собственности спецназа ФСБ или президентской охраны. Из доклада номер 2020-06, прикрепленного к личному делу объекта Яна Волкова, отправлено в центральный офис ИСБ в соответствии с номером. Установлено, что интересующая нас девушка активно сотрудничает с неким криминальным авторитетом Громовым Олегом, с которым познакомилась при покушении на жизнь Громова в июле 2019-го. Именно Громов оплачивал тренировки Волковой по стрельбе у инструктора спецназа ГРУ. Знание Волковой воровского жаргона и поведения, позволяющего создать видимость причастности к так называемому воровскому сообществу при общении с криминальными элементами, может объясняться следствием работы Громова со своим секретарем, кем Волкова является до настоящего момента. Глава третья. Вольная художница. Год назад. Проснулась она от лая собаки в соседнем дворе. Девушка слегка отодвинула занавеску и, увидев, что на улице уже светло, опустила глаза на мобильник. 6.30 утра. Нормально. Обычно она просыпалась в 6, но вчера забыла поставить на телефоне будильник, да и устала. Девушка накинула халат на плечи и вышла из комнаты, отметив, что из операционной доносятся два возбужденных мужских голоса. Один из них принадлежал Сергею Анатольевичу, а второй тому парню, которого они совместными усилиями вытащили с того света. Теперь в нем не чувствовалось усталости. Он не хрипел и не заикался. «Когда увидел эту хреновину у себя на груди», — говорил незнакомец гораздо громче, чем положено. «Он просто закончил лечение и свернулся. Собрался в свой первоначальный вид», — сказал доктор. «Вы все равно уберите его от меня подальше. Я этим штукам не доверяю. Знаете, зона, радиация», — пробормотал парень. Яна вошла без стука. «Он тебе жизнь вчера спас. А то бы ты истек», — произнесла она. Мужчина вскинулся на звук ее голоса. Он сидел на кушетке, а Сергей Анатольевич с пустым шприцом стоял рядом. Выглядел незнакомец всего лишь невыспавшимся, и о проделанной работе говорили только бинты по всему телу. «Вот и ваша спасительница», — обрадовался Сергей Анатольевич. «Именно она притащила вас сюда». «Притащила», — пробормотал парень. «Ну, то есть доставила. На вашем же автомобиле. Он во дворе стоит в гараже. Объяснил доктор. «Ты меня спасла. Но зачем ты это сделала?» Незнакомец внимательно посмотрел на Яну. Взгляд у него был пронзительный, как у хищной птицы. Однако Волкову умела встречать разные взгляды и всего лишь про себя усмехнулась. «Стоп. Прошу прощения», — прервал их Сергей Анатольевич. «Меня это совершенно не касается. Можете побеседовать на улице. Мне здесь прибрать надо». Парень поднялся и, слегка припадая на раненую ногу, двинулся к двери. Яна удивленно изогнула бровь. Сергей Анатольевич развел руками. «Я же говорил, что он сильный». «А может, это действие артефакта?» — усомнилась девушка. «Ради бога, оставьте эту штуку в покое», — вмешался парень. «Спасительница моя, даже не знаю, как тебя зовут. Отведи меня к машине». «Волкова меня зовут». «Даже так. Очень приятно. Олег Громов». Сергей Анатольевич проводил девушку многознатительным взглядом. Она успокаивающе кивнула. «Ну ты волчица!» — восхищенно произнес Олег, останавливаясь возле машины и глядя на девушку с высоты своих двух метров. «Как все это произошло?» — «Да кто ты, черт возьми!» «Волкова». «Ну понятно. Рассказывай». Яна рассказала. Олег с мрачным видом сплюнул. «Вот попал-то! Как последний лох!» Потом посмотрел на нее. «Ну а ты чего? Жить надоело. Чего тебе надо было? Денег?» Не раздумывая долго, девушка левой, непорезанной ладонью, влепила ему пощечину. Именно не ударила, как противника, а чисто по-женски. С обидой хлестнула ему по щеке рукой. Олег среагировал как положено, даже не дернулся в попытке защититься. «Извини, Волкова». «Я все понял. Ты просто любительница экстрима. Имя-то у тебя есть все-таки?» Он потер щеку с каким-то досадливым видом. Девушка посмотрела на него, чуть склонив голову. «Яна меня зовут». «Яна Волкова. А ты ничего. Молодец», — пробормотал он. «Ну а серьезно, зачем впряглась?» «Не знаю». Девушка пожала плечами. «Хреново было на душе. Хотелось кому-нибудь вгрызло сунуть. А тут ты». «Да и эти пидоры меня чуть на бампер не насадили». Олег встрепенулся. «Ты, случайно, номер не запомнила?» «Нет. Не до этого было». Он обхватил ее огромными ручищами. «Но ничего. Я все понимаю», — поморщился он. «Ты моя спасительница. Вот что главное». «Проехали. Пошли машину смотреть. Дырки там есть. Днем заметно будет». «Дырки были. От пуль калибра 9 мм». Олег присвистнул. «Идиоты какие-то. Наркоманы, что ли». «Это точно. Идиоты», — кивнула девушка. «С такого расстояния я бы всю обойму тебе в череп разрядила. Хотя и одной пулей хватило бы. Машинка, кстати, у тебя классная. Сколько стоит?» «Какая?» — не проварил Олег услышанное. «Итальянская и хромированная». До него, наконец, дошло, что она сказала. «Постой-ка. Что ты говоришь про итальянское?» Он навис над ней. «Расслабься», — Яна оттолкнула его. «Я не мусорская. Спроси на гудовке у любого. Меня все знают». «Не сидела?» «Нет. Просто с детства не люблю в куклы играть». «А что любишь? Вот это?» Он вытащил из бардачка беретту, внимательно осмотрел ее, проверил обойму. Яна подумала, что он вгонит патрон в ствол и наставит на нее. Это выглядело бы как дешевое позерство. Он развернул оружие дулом к себе, повернулся к ней и протянул беретту. «Ну-ка». «Что, ну-ка? Пострелять по банкам в центре города?» — ухмыльнулась девушка. «Да ты штучка еще та!» — оценил гром. Он спрятал пистолет обратно, порылся на полу, нашел сотовый телефон. «Ого! Работает!» — пробормотал и стал что-то набирать. «А ты хоть знаешь, кто я?» — не глядя на нее, спросил, ожидая абонента. «Бизнесмен какой-нибудь? Или из братвы? Я права?» «Черт не берет!» — Олег отключил телефон, снова взглянул на нее. «Не права, Яна. Я художник, поэтическая натура. Я люблю сочинять новые комбинации». Яна знала про выражение «великий комбинатор». «Но двенадцать стульев, разумеется, не читала и не могла сравнить собеседника со стапом». Поняв, что про Бендера она не скажет, Олег качнул головой и продолжил. «В первую очередь я твой должник. Сколько, кстати, я лепили должен? Ах, какая разница! Вот так!» Он снова полез в бардачок, вытащил пачку купюр, обернутых в целлофан, надорвал. «Здесь червонец зеленых. Половину костоправу отдашь, половину себе на отсадке оставишь. Хотя я тебе больше должен». Яна взяла деньги. Повертела в руках с задумчивым и отстраненным видом. Потом хитро стрельнула в него глазами. «Вообще-то я не хотела ничего с тебя брать. Развлеклась нормально и так. Но раз ты настаиваешь...» «Ох, бестия!» — Олег расхохотался. «Первый раз такое вижу. Ты, значит, оружие любишь?» «Люблю. Но мало довелось пострелять. И в человека стреляла. Только из травматика». Он снова взглянул на сотовый. «Тридцать пропущенных. И все от этой. Да и пацаны не поверят». «Я отвалю пока. Тебе ведь позвонить надо». Яна кивнула на телефон. В дверях она чуть не врезалась в Сергея Анатольевича. У него были дикие глаза и взъерошенный вид. Он схватил девушку за руку и потащил вглубь дома. «Ты что делаешь?» — зашипел он в его ухо. «Ты хоть знаешь, кто это? Это же настоящий бандит. Я его не знаю, но чую». «Ну и что, что бандит? Такой же человек. Вижу, что крутой. Да цепитесь же вы!» Сергей Анатольевич отошел от нее на пару шагов, смирил взглядом, каким можно смотреть только на ракового больного. «Да что?» — не выдержала Яна. «А вдруг он нас заподозрит в покушении? Он же в беспамятстве был, когда ты его привезла. Может, это вор в законе? Может, он с мэром в гольф играет?» «Да хоть в карты на раздевание». «Хреново, что-то ему мэр помогает», — поморщилась Волкова и, достав сверток, располовинила его. «Вот ваши премиальные». Сергей Анатольевич сразу переключился на сверток и больше не пыхтел. «Здесь пять штук». «Поровну», — он сказал. «Ну да, ну да. Ничего». Девушке почему-то стало противно. Она по-новому посмотрела на врача. Сергей Анатольевич безруков, был высоким, сутулился, носил очки и усы. Плежь на затылке действительно имелась. Вчера Волкова это выяснила. Она, не прощаясь, спустилась с крыльца во двор, сняла свои высохшие вещи, критически осмотрела их. Громов в это время общался с каким-то генком насчет машины. Я набросила взгляд на его широкую спину, на бампер джипа, вспомнила о дорогом пистолете. «Интересная история приключилась, ничего не скажешь». Переодевшись, она вернулась в гараж. Гром сидел на корточках у водительской двери и что-то делал. «Вот такое видала?» Не оборачиваясь, он бросил ей круглый металлический предмет. Яна ловко поймала на смертоносную штуку. «Яблочко. Наступательная граната. По мощности, как эвка. Но если чеку выдерну, уже обратно не вставить», — с усмешкой сказала Волкова. «Не зря вся ее княжная полка была заставлена справочниками по различным типам вооружений и единоборствам». Гром с изумлением уставился на нее. «Охренеть! Ты че, дочь полка?» Яна протянула ему гранату. «Забери, а то домой сувенир отнесу». «Да я тебе таких сувениров...» «Что с рукой?» Он встал, и Волкова снова посмотрела на него снизу вверх. Порезалась. «Ух, волчица! А хочешь работать моим личным секретарем? Увидишь всю Европу. Только тебе надо овладеть компьютером, чтоб писать под диктовку». «А каким калибром надо писать?» Яна вполне серьезно нахмурила брови. «Ох, и красота!» Восхитился он еще раз. «Все, следующая моя картина будет о тебе. Я вылеплю из тебя шедевр. Поехали в кабак. Надо все это отметить». За забором проехала какая-то машина, и телефон Олега запиликал. «Ага, вот и генок подкатил. Ну что, идешь ко мне работать?» «А может, я засланный?» «Не боись, проверю». Яна пожала плечами. «Кто не рискует?» ИСБ. Интернациональная служба безопасности. Отдел Чернобыльской зоны. Забегая вперед. Из доклада номер 2020-06, прикрепленного к личному делу объекта Яна Волкова, отправлена в Центральный офис ИСБ в соответствии с номером. Еще в детстве Волкова отличалась повышенной агрессией и прямолинейностью взглядов, которые не считала нужным скрывать от окружающих, в том числе учителей. Также Волкова находилась на учете в детской комнате милиции. Вышеописанные признаки нервозности и немотивированной жестокости могут объясняться влиянием каких-либо внешних источников, например, неизвестных и запрещенных к использованию на территории РФ артефактов, к которым Волкова вполне могла иметь доступ через своего очень близкого знакомого, вероятно, любовника Владимира Бунина, известного под кличкой «Славянин» и руководителя секции карате «Гражданина Кореи». Глава 4. Секретарь ОПГ Громова. Черноземск, Россия. Подруги сидели в беседке и развлекались тем, что грызли чипсы. Часов в шесть вечера недалеко от их беседки появились трое незнакомых парней. В руках одного была початая пивная баклажка. Двигались они со стороны оптовых баз, где, по всей видимости, трудились грузчиками. Увидев девушек, они остановились и начали ухмыляться. Во всем их виде явно читалось желание познакомиться и сделать это как можно ближе. Идите своей дорогой, мальчики, не глядя на них, сказала Яна. А чего так дерзко? Самый пьяный из них улыбаться перестал. Пойдем домой, Ян, не заводись. Занервничала Женька Смирнова, лучшей подругой Яны. Я сказала, газуйте отсюда, сквозь зубы произнесла Волкова. Ах ты! Пьяный решительно направился к ней и замахнулся с намерением не то отвесить пощечину, не то вообще ударить по глазам девушки. Яна слетела со скамейки и сделала выпад навстречу, перехватывая руку с раскрытой ладонью, летящую ей в лицо. Два пальца незнакомца оказались зажатыми в ее кулаке. И этого было достаточно. Девушка крутанулась всем телом, продолжая движение нападающего и одновременно откручивая его пальцы, как горбушку от батона. Послышался хруст, парень взвизгнул неожиданно тонким голосом, и почти сразу вслед за этим его нос размазался о столб, поддерживающий крышу беседки. Визг сменился хрипом, и нападающий стек по разрисованному божьими коровками столбу, пачкая его кровавыми разводами. Женька запрыгнула на скамейку и завизжала, а дружки пьяного, видя, что произошло с их товарищем, тоже ринулись в бой. Это оказалось ошибочным и для них. Опершись о поверженного грузчика, сидящего на корточках в обнимку со столбом, Волкова выбросила вперед ногу, которая погрузилась в солнечное сплетение ближайшего и заставила его согнуться пополам, бесподобно проведенный Сокуту. Второй натолкнулся на первого, замешкался, и девушка расплющила ему нос красивым Тейсо, а затем, перепрыгнув через красного, как рак хулигана, провела убийственный свинг в левую щеку. Парень сполз на землю в полной отключке. Яна обернулась к первому, что пускал кровавые сопли у столба. — Я же сказала, идите по-своему, — со злостью произнесла она. — Жень, пойдем отсюда, тут мокро. Подружки осторожно обошли незнакомцев. — Что с тобой? — тихо поинтересовалась Женька, когда они оказались в соседнем дворе. — А какого моржового лезут? — искренне изумилась Яна. — Мы их не трогали. Женька с осуждением покачала головой. Яну передернула от этого воспоминания. Она не любила ворожить в памяти прошлое, но в засаде всегда получалось именно это. Мысли приходили в голову самые дурные и отвлекали девушку от работы. Про себя выругавшись на свое же поведение, она опять прильнула глазом к окуляру, рассматривая шефа. Голова Громова находилась в центре семикратного прицела, что был специально разработан для бесшумного снайперского комплекса ВСК-94. Винтовка имела те же боеприпасы и почти такие же характеристики, что и знаменитый винторез. Но от последнего отличалась более удобным пластиковым прикладом и простым эллиптическим дальномером вкупе с коллиматорной точкой. Принадлежала снайперка самому Громову, который когда-то отвалил за нее кучу зелени, но стрелять так толком и не научился, вполне оправданно ругаясь на непривычный прицел. Красная точка плавно передвинулась вправо и поочередно остановилась на двух собеседниках авторитета, парнях примерно такого же вида и телосложения. Один из них яростно жестикулировал, что-то доказывая, второй делал вид, что расслабленно оглядывает окрестности. Происходил разговор на мосту в самом центре города в 11 часов утра. Мост пересекал небольшой канал, ведущий в городской пруд с красивыми фонтанами, живыми утками и пивными баклажками. Свои дорогие машины собеседники оставили по разные его стороны. Гром слушал парня молча, то и дело прикладываясь к банке колы. Одет он был в одну майку и шорты, и это как бы говорило о том, что он не вооружен. Наконец Гром допил колу, что-то сказал и в ожидании уставился на парней. Они посовещались и, видимо, вынеси решение, высказали авторитету свои мысли. Гром выпрямился, удовлетворенно кивнул и достал сигареты. Увидев это, Яна с облегчением вздохнула и слезла со специальной подставки, на которой в одной позе сидела уже более 20 минут. Девушка с наслаждением потянулась и лишь потом посмотрела на Генка. — Сворачиваемся, — сказала Яна. Условный сигнал он подал. Генок вздохнул с облегчением и начал быстрыми отлаженными движениями разбирать подставку, не забыв перед этим свернуть с пола огромный кусок полиэтилена, который Яна сбросила с себя и в котором ей пришлось сидеть все это время. Такая мера безопасности была очень неудобной, но однажды действительно помогла. Следов пороха на одежде не осталось, и секретарю Олега Громова удалось беспрепятственно скрыться с места снайперской засады, не опасаясь быть разоблаченной в случае задержания. Через несколько минут к зданию, в котором находилась Яна Волкова, протиснулась потрепанная газель с пожилым водителем за рулем. Волкова выскользнула из центрального входа, подгадав момент буквально до секунды. Она была одета в обсыпанную звездкой робу, волосы девушки были спрятаны под косынкой, а глаза за темными очками. Позади шел Генок, одетый таким же образом, и нес какие-то банки, кисти и небольшую стремянку, замаранную высохшей краской и имевшую непонятного назначения крючки и ненужные на первый взгляд детали. Генок вскарабкался в гузов грузовика, слишком бережно принял от напарницы бумажный хлам. Яна запрыгнула следом, и газель вырулила на очень оживленную дорогу. В машине, укрытой от посторонних глаз синим тентом, Волкова сбросила косынку и сняла темные очки. Ехали они около десяти минут, удивительно быстро и удачно миновав обычные для этого времени суток пробки и светофоры, и остановились в частном секторе, застроенном двух- и трехэтажными особняками, преимущественно из красного кирпича. Автомобиль въехал во двор одного из них, и строители двинули к большой постройке, что находилась с левой стороны от громады дома. В пристройку зашла одна девушка. Парень направился дальше, к густым зарослям малины, смородины и густорастущим плодовым деревьям, потому что увидел несущегося навстречу им питбуля. — Тише, мацист, свои! — успокоил он собаку, присаживаясь на колени и теребя ей шею и плоскую голову. Мацист довольно заурчал и пустил слюни на туфли парня. Из будки вышел охранник в тельняшке и скобурой на поясном ремне, откуда торчала рукоятка семьдесят первого ижака. — Ну как дела, Генок? — крикнул он оттуда. Генок обернулся и показал пальцами кружок. — Чисто, как в оптике! — сказал он. — Может, не в оптике, а в аптеке? — зевнул охранник. — Неа, именно в оптике! — усмехнулся в полголоса Генок, теребя собаку за щеку. Слюни попали теперь на рукав. Охранник зевнул еще раз, подтянул штаны и скрылся в своей будке. Волкова тем временем скинула рабочий комбинезон и достала другую одежду из полированного коричневого шкафа, что располагался напротив входа. Когда девушка полностью переоделась, раздался звук открываемых автоматических ворот и мерный рокот двигателя Мерседеса. Девушка вытащила из холодильника в углу помещения бутылку минеральной и сделала пару глотков. Почти сразу вслед за этим на пороге возник вольный художник Громов. — Ну, Янка, ты просто супер! Как всегда! — пробасил он. — Ты мое самое лучшее приобретение! — Я не твое приобретение! — отрезала Волкова. — Я вообще ничья! — Неважно! — махнула рукой Громов. — Супер Яна! Как ты вообще с этим прицелом можешь работать? Хейцо куриное! — Супер Яна не ответила, согласившись с ним только в том, что семикратное увеличение без привычки и опыта, по крайней мере, неудобно. Он тоже замолк, разглядывая ее совершенно бесстыдно. Без строительного комбинезона оно того стоило. Изящные сандалии, строгая ей юбка, белоснежная рубашка. И все это в сочетании с изумительной фигурой и лицом, дерзким и привлекательным одновременно. Есть на что полюбоваться. Слюни могут потечь, не хуже, чем у мациста. — Слушай, сестренка, почему ты всегда так стрижешься? — насмотрелся, наконец, Громов, приближаясь к девушке и отпивая из ее бутылки. — Отвали, а! — отрезала Яна, отнимая у него минеральную. — Я тороплюсь. — Не спеши, а то успеешь! — ухмыльнулся Олег в своей же глупой шутке, полез в карман и вытащил оттуда обтянутый резинкой рулончик. — Держи! Твои кровно заработанные! — Разве была кровь? — Яна дернула бровью. — Если бы я хотела, ее было бы много. Она взяла деньги, не глядя, сунула в карман. — Если бы я хотел, — уточнил Гром. — Неважно. Пока, партнер. Салют. Тебя подбросить? Нет, не надо. Девушка вышла к дороге. И влево, и вправо было пусто. Ни одного даже междугороднего автобуса. И почему эти бизнесмены и бандиты так любят дальние районы? На остановке кроме нее было еще двое. Какая-то шпана лет семнадцати. В руках по бутылке пива, вид неряшливый, оба с похмелья. Или наоборот, уже поправили здоровье. — Глянь, какая соска! — один толкнул другого. — Ты зубы умеешь глотать? — резко обернулась Яна. — Не понял, — пробормотал парень, оглядываясь на приятеля. — Чего ты не понял? Вшатать тебя в табло, чтоб понятий заимел! — разъярилась Яна. Парни отпрянули, ошеломленно переглядываясь. Подойти ближе или затеять дальше разговор не решились. Вдалеке показался белый форт. — Невероятно! Такси! — Волкова взмахнула рукой. — Чика бешеная! — но смачная! — услышала она, когда забиралась в салон. И про себя улыбнулась комплименту. Памятка для общего пользования всех подразделений научного сектора отдела охраны и отдела обслуживания. 2007 год. Государственный международный институт исследования зоны. Некоторые артефакты приложений 1.1 имеют свойство создавать кратковременные родительские аномалии, то есть те, от которых, возможно, происходят сами. Катализаторами для этого могут являться другие артефакты — резкое перемещение в пространстве, удар, тепло, холод, повышенное давление и т.п. Имели место случаи, когда артефакты активировались от трения между ладонями — случай описан в приложении 2.4 — и обычного тепла человеческого тела. Нельзя также забывать о том, что внутри зоны существует свое уникальное аномальное поле, природа которого до сих пор не изучена в полной мере. В следствии чего особое внимание обращать на любой артефакт, не указанный в вышестоящем списке, вследствие возможной активации через него родительской аномалии. Памятка актуальна по сей день. Глава пятая. Аномалия. Теракт. Дотрагиваясь до тугой пачки в кармане, Яна совершенно неожиданно подумала, что все это очень плохо. Было что-то неправильно в том, чем она занималась уже почти целый год. Яна неплохо зарабатывала у Громова. У нее был абсолютно свободный график, и она даже была не обязана сидеть в приемной, хотя по документам проходила как секретарь. Однако к Громову девушка была привязана очень крепко и свободной себя не ощущала несколько месяцев. Как раз после одного случая, когда ей пришлось ранить двоих парней. О дальнейшей их судьбе Яна не интересовалась, да и Громов не говорил, но каким-то образом дал понять, что теперь они подельники. Кровные узы были покрепче, чем какие-либо долговые обязательства и запугивания. Поняв, что находится на крючке, Яна серьезно все обдумала и решила, что более выгодного варианта жизнь ей не предоставит. Возвращаться за станок на заводе, где она работала сразу после ПТУ, ей не хотелось. Хватало того, что она ютилась в крохотной однушке в загаженном общежитии. Надо было только копить деньги и мечтать о том, что когда-то все это закончится. И усиленно тренироваться. Тренированные гибкое тело и умение стрелять могли бы реально облегчить жизнь в будущем. Если оно, конечно, будет, усмехнулась Яна про себя. «Куда прешь, дура?» – заругался водитель, чем оторвал ее от этих мыслей. Они стояли на светофоре. Медальон на груди девушки вдруг дернулся, да так сильно, что заставил вздрогнуть саму хозяйку. «Нельзя. Остановись. Не смей. Выйди из машины». «Что?» – встрепенулась Яна. «Вы что-то сказали?» «Я? Ну да, баб. Одни уроды за рулем!» Водитель погрозил кому-то кулаком. Яна обратила внимание, что пальцы у шофера желтые, прокуренные. «Остановите!» – сказала она. «Здесь?» – переспросил он. «Но вы же сказали до гудовки. Возьмите деньги, я выйду сейчас. Мне надо». «Ну ладно, ладно. Фуярать-то!» Она вышла и какое-то время стояла около киоска с газетами. Сердце бешено колотилось. Неприятные ощущения. И главное, не в первый раз. Талисман всегда подсказывал, когда опасность. Но так сильно впервые. Яна огляделась по сторонам. Солнце, толпы людей и лавина разных запахов. Она медленно двинулась вниз по улице, думая о неожиданной подсказке талисмана. А не доверять ему девушка не могла. Талисман был единственным ее слабым местом. Она верила в него так, как будто бы он являлся частичкой покойной матери. Да и как можно было не верить? В прошлый раз, например, если бы не он, ее повязала бы милиция с нелегальным и, возможно, мокрым стволом, который потом Громов с хитрой улыбкой утопил в болоте на глазах у Яны. Со своим своеобразным чувством юмора сделал это, отлично зная, что Волкова найдет возможность ствол вытащить и забрать себе. Так оно и было. Яна не могла позволить оружию пропасть. Ее задушила жаба. И, несмотря на страшный риск, она смогла через несколько дней извлечь автомат из трясины, вычистить его, смазать и закопать в подвале собственного общежития. Девушка улыбнулась, вспомнив, как везло оружие, из которого текла Тина, в большой добротной сумке с надписью «Индезит», как косились на нее в раннем автобусе бабульки, отправляющиеся на сад с ведрами. Незаметно для самой себя, девушка прошла вниз по улице уже довольно далеко, оказавшись на полпути к перекрестку двух широких улиц. Тут и произошло то, что в корне изменило ее жизнь. Мимо проехала темно-синяя газель с двоем мужчинами внутри, и тот, что справа, смотрел на ноги Волковой. На его глазах были темные очки, лица второго разглядеть не успела. Девушка остановилась, потому что все вокруг начало двигаться как-то заторможенно и расплывчато. Яна испугалась, она не употребляла наркотиков, но все выглядело как реальный глюк. Заторможенность мира была такая, что удавалось зафиксировать в памяти любую, даже самую мелкую деталь. Однако все внимание было приковано к темно-синей газели, из приоткрытого окна которой высунулась рука с серебряным лечебным браслетом и богатой порослью. Рука бросила что-то на асфальт, пока машина стояла на светофоре, а затем завеса сонливости и заторможенности пропала. На зеленый свет газель сорвалась с места и ушла вправо. «Там много развилок и очень легко скрыться», отметила про себя Яна, ускорив шаг. «Что-то такое бросили на дорогу». Она это увидела. Над асфальтом вдруг поднялась полоса тумана. Только он был плоским, как простыня, и завис над землей. В диаметре он достигал около 20 метров, приличный такой диаметр, перекрывший всю проезжую часть и пешеходную дорожку напротив здания ФСБ. Все это Яна отметила тоже за какие-то доли секунды. А дальше началось невероятное. Девушка хотела крикнуть «Стойте! Замрите!», но слова не могли вырваться из ее груди. Она застыла посреди улицы от удивления, а другие люди впереди нее. Они словно ничего не замечали и двигались прямо на эту страшную полоску газа. Пешеходы шли, а машины въезжали, будто такой странный туман был привычным зрелищем. Первыми закричали и остановились пешеходы. Взволнованно закричав, они начинали шарить вокруг себя руками, бросаться из стороны в сторону, стараясь кого-то ухватить. Потом дошла очередь до машин. Первый автомобиль, кажется, москвич, резко затормозил. В него врезалась «Волга», потом что-то еще. На встречной полосе происходило то же самое. Некоторые автомобили, попавшие в этот туман, вылетели на обочину. Вот уже сбит первый прохожий, вот второй. Сразу за ним придавили женщину, причем с ребенком. Те, кто не доехал до странного облака, останавливались и в недоумении смотрели на происходящее. А это было практически бойней. Водители пострадавших машин выскакивали из салонов, крича и держась за глаза. Некоторые попадали под колеса, некоторые, спотыкаясь, не могли устоять на ногах, натыкались друг на друга. А в какой-то паре метров от державшегося на одном месте тумана люди в удивлении и страхе наблюдали за творившимся перед их глазами кошмаром. «Это туман! Туман!» закричала Яна. «Вы что, не видите?» Она подбежала к автомобилю скорой помощи, каким-то чудом оказавшимся здесь ударила кулаком по двери. «Это газ! Туман! Смотрите же!» Водитель скорой пришел в себя и повернул к ней голову. «Какой туман! Нам надо туда проехать!» «Вы не видите тумана!» Волкова сделала шаг назад. На этот раз и медсестра с врачом повернулись к ней. Взгляды их были не очень приветливыми. Яна попятилась и побежала. Она должна была вытащить хотя бы детей. Машины перестали биться, больше никто не врезался друг в друга, но на улице организовался очень плотный затор из битого стекла, мятого железа и крови. Яна решила, кого будет спасать первым. Это был ребенок. Мальчик или девочка? Совсем маленький. Плачущий, размазывающий слезы по щекам, он стоял в полметре от сплющенного агранитный бордюр бампера и на марке, в то время как его бабушка пыталась что-то втереть или вытащить из глаз, одновременно с этим шарив внизу руками и непрестанно повторяя. — Саша, Сашулечка, ты где? — Саша, иди сюда, — позвала ребенка Яна, останавливаясь. Тот перестал плакать, посмотрел на нее и побежал к ней, растопырив маленькие ручонки для объятий. Яна едва успела подхватить его, а к ней уже спешили два человека в гражданской одежде, и в них можно было без труда угадать особистов из соседнего здания. — Возьмите ребенка, — закричала Яна. — Граждан, девушка, отойдите отсюда, здесь опасно, бросился к ней один из них. — Сейчас прибудет помощь. Второй ринулся прямо к старушке, через туман. — Стойте! Туда нельзя! — рванула к нему Яна. — Туман! Тот, что торопился к бабке, теперь выглядел не лучше ее. Ему в глаза, очевидно, попала та же дрянь. ФСБшник посмотрел на Яну и не спешил что-либо предпринимать. — Какой туман? О чем вы? — Ну как же! Яна была готова зарыдать, огляделась, почти радостно замахал рукой. — Вон, смотрите! Только что прибывшие на помощь санитары и два милиционера на другой стороне улицы сейчас мало чем отличались от тех, кто находился в ядовитом облаке. Они слепо тыкались по сторонам, что-то выкрикивали. — Ну, видите, они же вошли в туман! ФСБшник видел пораженных чем-то людей, но он не видел тумана. — Будьте здесь, пожалуйста, подержите вот! Он показал Волковой на Сашу. — Не уходите никуда! Сам же направился не на помощь коллеге. Он побежал в здание. — Опа-на! Пора сваливать! Яна наклонилась к ребенку. — Стой здесь! Сейчас бабушка к тебе придет, понятно? Ребенок закивал и даже попробовал улыбнуться. — Молодец, Сашенька! — похвалила Яна. Метрах в семи от себя среди битых машин она увидела Пекинеса. Он ошарашенно тявкал на все вокруг, но не был безумен и не тыкался по сторонам. Как, впрочем, и Сашенька. Они были ниже тумана. Яна скользнула в узкий проход между зданием ФСБ и каким-то рестораном. Выскочив на другую улицу, она оказалась метрах в трехстах от служебного входа на городской стадион. Там в охране работал один ее очень хороший знакомый. — От тебя позвонить как? — поинтересовалась Волкова через полчаса, когда допила чай и обсудила с ним принятые поправки в законе об оружии. Через девятку охранник с готовностью протянул трубку. Яна набрала номер такси. — Как думаешь, улицы не перекрыли? Со стороны Первомайска я смогу уехать? — Если вся эта ерунда случилась на Советской? — Конечно! С какого перепугу они будут все движение перекрывать? Минут через десять Волкова поймала себя на одной очень странной мысли. — Вы не в курсе, что случилось? — спросила она у таксиста, беспечного вида парня примерно ее возраста, в специальных антибликовых очках, в шортах, сланцах, со жвачкой во рту и сигаретой за ухом. — А вы не знаете? — воскликнул тот. — Террористы опять какую-то фигню из зоны взорвали. Прямо напротив ФСБ. Там куча машин побилась и народу. То ли газ, то ли еще что. Сейчас там все перекрыто. Какие-то спецы понаехали в костюмах. Что я в армии это и не видел. — Чего я там видел? Только УЗК и вы можете проехать мимо театра? — перебила я на его. — А? Это разворачиваться надо. — повернулся к ней парень. — Да ладно, развернись. Они проехали в самом низу улицы Советской. Здесь движения перекрыто не было. Но дорога вверх была полностью забита машинами скорой помощи, милиции и странного вида желтыми бычками. — О, радиозащита! — бросил взгляд налево водитель. — Какая радиозащита? — не поняла Яна. — Но эти, дозиметристы, они теперь тоже в МЧС числятся. Только их служба самой серьезной считается. Они на все случаи выезжают, когда есть подозрение, что чего-то из зоны появилось, — сказал водитель. — Элита! Бывшие сталкеры, что ли? — Ничего вы не найдете, — подумала Яна. Белого облака уже не было. Или его не видно с такого расстояния, или оно уже рассосалось. ИСБ. Интернациональная служба безопасности. Отдел Чернобыльской зоны. Худой человек отодвинул ползунок проигрывателя назад и просмотрел ролик еще один раз. Потом поднял глаза на собеседника, мужчину высокого и тучного. — Да, вопрос первостепенной важности. Это и есть девушка с фотографией, присланной о сознании. Сколько вам потребуется времени, чтобы найти ее? Местные оперативники вычисляют ее личность. Для них это не проблема. Черноземск, не Москва. Еще час или два не проблема. А откуда эта запись? Похоже, что снимали со столба. — Обычная камера на всех оживленных улицах, сказал высокий мужчина. Тем более рядом со зданием ФСБ. теракт был рассчитан как раз на это. Камера обладает более высокой чувствительностью и разрешением. Понятно. А девушка, несмотря на осознание, вы хотите использовать ее в зоне? Или она может принести пользу здесь? Если она так хороша, то она будет востребована везде. Вы же сами видите, она без всякого детектора определяет границы аномалий. А осознание сказала, чтобы мы не вмешивались. Без их наказа мы бы постарались использовать ее. Так что как раз все идет своим чередом. На экране монитора Яна Волкова пыталась оттащить людей от тумана. Глава шестая Катана Музыка шибала по мозгам покруче любого наркотика. Яна всегда расслаблялась и отдыхала с помощью именно громкой музыки, а не от травы, колес или спиртного. Рядом порхала Женька, что-то мусоле на языке. Чуть дальше вторая лучшая подруга Вика. В отличие от Женьки, она всегда и везде была со своим приятелем. А Яна в данный момент была заинтригована парнем, что сам подошел к ней со стаканом легкого коктейля в руке и поздоровался. Он не выглядел качком и не пытался выставить себя крутым, чем, собственно, и привлек к себе ее внимание. Яна, давай познакомимся. Просто обратился он к ней и улыбнулся, протягивая напиток. Девушка отметила, что в высоком бокале плещется ее любимый ягодный бриз. Откуда меня знаешь? прокричала она, стараясь перекрыть музыку. Кто и Яна поняла, что запала на его улыбку? Это был не голливудский пижон, а нормальный русский парень, похоже, недавно демобилизовавшийся солдат. Таким во всяком случае он выглядел. А ты кто? Яна засунула в рот трубочку, потянула шипучую сладкую жидкость, единственный алкогольный напиток, что она себе позволяла. Алексей солидно представился он, потом смутился, затем-то посмотрел куда-то в сторону, встряхнул головой и снова улыбнулся. Лешка, это погремуха такая. Погремуха от имени? переспросила Яна и засмеялась. Почему так? Не знаю, просто в армии так прозвали, пожал паренек плечами. А давно пришел-то, от нечего делать и, раздумывая, поинтересовалась Волкова. Да уж два года, ответил он. Ничего себе, ровесника выглядит лет на восемнадцать, отметила про себя девушка. Пойдем танцевать, предложил парень. Пойдем, согласилась девушка, поставив бокал. Лиль, ты здесь будешь? Лиля кивнула. Она была младше Яны на два года, проживала с Женькой в одном подъезде и при любом удобном случае старалась быть полезной. Женька ее открыто помыкала, Вика жалела, Яна относилась безразлично. Ближайшие пятнадцать минут пролетели незаметно благодаря общению с Лешкой. Парень даже умел танцевать, то есть не стеснялся дергаться в стиле транс. А во время медленной композиции так нежно обнял Яну, что она внезапно забыла обо всех утренних ужасах и ощутила какую-то истому. Яна не любила это ощущение, оно расслабляло. Однако именно сегодня ей требовалось расслабиться. И когда этого хотелось, Волкова сама брала требуемое. поэтому Яна схватила Лешку за руки и положила себе на ягодицы. Прикрыла глаза и подставила ему шею. Янка, ты чего? Удивился или испугался парень? Что-то не так? Поехали ко мне? Предложила она. Ну, конечно, поехали, пробормотал он. Вдруг его руки напряглись. Тебя, кажется, зовет твоя подруга. Яна вынырнула из полу кайфа, посмотрела на встревоженное лицо Лешки, посмотрела в сторону заждавшейся Лельки. Вот она, проблема. За столиком нахально располагались трое незнакомых парней, а сама Лелька что-то пыталась им объяснить, показывая в сторону Яны и ничего вокруг незамечающей Женьки. Парни пренебрежительными жестами отмахивались от нее. Один вообще показал на стул, типа надо бы освободить. Что за хрень такая? воскликнула Яна, решительно направляясь к ним. Ян, они... Лелька заикалась. Девушка вообще заикалась, но не так страшно, когда нервничала. Что за ботва, пацаны? Волкова стала над незнакомцами. Столик занят, не ясно, что ли? А ты еще кто такая? Поднял на нее голову ближайший из них, убитанный, даже рыхлый, со сросшимися бровями и густой черной шевелюрой. Павлух, не обращай внимания, скривился второй, ушастый, с маленькими бегающими глазками. У Чиполина день рождения, сорок шесть как-никак. Вот-вот, не глядя ни на кого, подтвердил третий, очевидный именинник. Щуплый, конопатый и какой-то зачуханный из-за замусоленного пиджака с закатанными рукавами. Самый не опасный противник, отметила про себя Волкова. Да мне по пояс, у кого день рождения, столик мой, вот и валите пока по-хорошему. Девушка начала впадать в бешенство. Павлуха снова приподнял голову и посмотрел на нее. Ты шо, чувех, не поняла? Этот столик теперь наш. Все, свободно. Да ладно, сейчас кота она придет и все разрулит, махнул рукой ушастый. Я им говорила, пролепетала Лилька. На нее, кроме Лешки, внимания никто не обратил. Слышь, ты, процедила Яна, даю пять секунд, чтобы освободить столик. Отвали, отмахнулся от нее Павлуха, даже не оборачиваясь и открывая зажигалкой бутылку пива. Крышка с характерным звуком отскочила от бутылки и, покружившись по столу, успокоилась напротив парня. В следующую секунду лоб Павлухи ударил эту крышку, ее зазубренные края пробили кожу и составили с ним единое целое. Стул отлетел в сторону и человек с крышкой во лбу оказался на земле. А через секунду от мощного удара шпилькой по ребрам свизгом исчез под столом. Его ушастый друг вскочил на ноги. Ты чё, шалава, ты чё делаешь? Подсечка, шумное падение, сбившееся дыхание от падения на хребет. Всё, ушастый не рыпнется. Рыжий Чаполина тоже вскочил на ноги, но Волкову помнила и о нем. Она схватила его запоносного цвета пиджак и сдернула вниз, чем спеленала поросшие рыжими волосами руки, а потом, надвинув кепку на глаза, провела красивый крюк в челюсть. Именинник осел на пол без признаков жизни. Финал. Эти трое больше не бойцы. Вот настоящий боец. Волкова поняла сразу, почувствовала это. Катана стояла напротив. Яна подняла глаза и из-под лоби уставилась на девушку, не намного старше её самой. Катана с лёгкой усмешкой двинулась вперёд, кошачьей грацией обходя струящиеся в танце и наркотике парочки. Яна много смотрела японских и китайских боевиков, чтобы безошибочно определять эти два вечно враждующих народа. Приближающаяся к ней Катана была мастером рукопашки. Это ощущалось не только в её снисходительной улыбке, но и в движениях. Она была красива, эта восточная тигрица. Фигура её и лицо будто сошли с гламурного журнала. Только вот откровенно боевая кожаная юбка с широким поясом и блузка с длинными рукавами, удачно скрывающими тело и возможные вооружения, говорили о том, что внешность как эффектна, так и обманчива и коварна. «Янок, пошли домой, ну нахрен всё», пролепетала внезапно появившаяся рядом Женька. «Да, подруга, лучше не связывайся», поддакнула Вика. Катана остановилась с другой стороны столика. Из-под стола охой выпал с чернобровой Паша. «Это шалава», протянул он к Яне трясущуюся руку. «Заткнись, колесо», с небольшим акцентом бросила Катана, оценивающе рассматривая Яну. С другой стороны, подвывая и тяжело дыша, оглядывал всю компанию ушастый. Рыжий Чаполино пока отдыхал в нокауте. «Они заняли столик, их предупреждали», попытался влезть Лёшка, но Волкова поднять им руки остановила его. «Станцуем?» Катана мотнула головой в сторону выхода. Яна кивнула. Девушки зашли за дискоклуб и направились к импровизированному рингу, которым здесь являлся газон, окруженный кустарником и, к счастью, не засратый собачниками. Недалеко находилась автостоянка и будка сторожей. Парни в камуфляже, помимо охраны машин и территории от собачьего кала, частенько становились очевидцами собой. «Так значит ты, волчица?» Пола утвердила Катана, сбрасывая туфельки. «Я! И меня бесит, когда кто-то бычится!» ответила Яна, следуя ее примеру. «Но еще больше я ненавижу жидов, чурбанов и узкоглазых!» Катана не ответила, только усмехнулась и сделала молниеносный выпад. Яна еле успела отпрыгнуть от хорошо поставленного йоку в живот и сразу ответила длинной и нога Волковой описала всего лишь правильный полукруг. Девушки закружились вокруг друг друга, выискивая слабые стороны. Затем Катана начала активно атаковать, проведя пару красивых уро махваших герей. Яна только отскакивала и приседала, пока каким-то образом ей не удалось перехватить ногу Катаны и заломить ее. Девушки упали на траву. Волкова заблокировалась от сильного удара кулаком в лицо, но ее Суто также не достиг цели. Обе противницы тяжело дышали, обе оказались достойны друг друга. Однако японка владела еще чем-то из джиу-джитсу и смогла вывернуться. Из рукава у нее выскользнуло длинное узкое лезвие и уже было нацелено волковой в шею, как вдруг совсем рядом что-то оглушительно бабахнуло. Женька невдалеке вскрикнула, а Катана с змеей скользнула девушке за спину и приставила стилет к горлу. Не балуй, подруга, убери пику, раздался голос. Принадлежал он одному из охранников. Ты стрелял что ли? ухмыльнулась Катана. Деритесь по-честному, сказал охранник и шагнул вперед. В руке его Яна определила служебный револьвер ТКБ. А за патроны как будешь отчитываться? Катана спряталась Вот так лучше. Кончайте тут. Успокоился охранник, пряча револьвер в кабуру. У нас любовь не такая сильная, со смешком ответила Катана, а потом прошипела волковой на ухо. Сдаешься? Яна выбрала момент, когда противница заканчивала вопрос и вышла из-под захвата с очень выгодным для себя преимуществом нанести удар и рукой и ногой. Но вышло так, что Катана оказалась к стилету ближе, а Яна закрывала собой охранника с револьвером. Дело могли решить секунды, но обе девушки решили не пользоваться этим и не продолжать. Что-то словно придерживало их даже от вполне оправданной злости. В другой раз пообещала Катана медленно вытащила клинок из травы и задним ходом отошла к своим приятелям, что до сих пор потирали ушибленные бока. Хочешь реванша? спросила Яна, едва успев восстановить дыхание. Мы еще пересечемся, ответила Катана, а потом улыбнулась. Я тебя уделала. Я тебя тоже, улыбнулась Яна и кивнула на компанию. Держи эти мешки с дерьмом от себя подальше и не так провоняешь. А ты держись подальше от него. Катана кивнула в сторону Лешки. Он не тот, за кого себя выдает. Яна вспыхнула и резко повернулась к Лешке, но тот только развел руками. Мы уходим. До встречи, пообещала Катана. Всегда к твоим услугам, отозвалась Волкова. Охранник с интересом наблюдал за всем происходящим и ее вдруг это страшно разозлило. Чего ты полез? Мы бы сами разобрались, накинулась она на него. Я не хочу проблем на своем участке. Мой брат начальник службы безопасности этого клуба, спокойно ответил охранник. Да и поставил я не на того. А на кого ты ставил? Заинтересовалась Яна, пытаясь надеть туфельку и прыгая на одной ноге. Для того, чтобы обуться, она ухватилась одной рукой за охранника. Учитывая, что тебя волчица, я понаслышке знаю. А, ладно, Яна махнула рукой и двинулась в сторону стоянки такси. Ты идешь со мной? Не оборачиваясь, приказала она Лешке. Глава седьмая. Зуда. Как понимать ее слова? Яна смотрела на Лешку очень строго. Они сидели в другом клубе, поменьше. Молодые люди были вдвоем. Кто ты вообще такой? Я сталкер, просто ответил Лешка. Так, протянула Яна, потирая шею. Что я еще должна знать? То, что ты как-то смогла противостоять Катане. Она исключительно боец. Тебе повезло, сказал Лешка. Это не та информация, которую я хотела бы услышать, поправила его Яна, подумав о том, что он прав. Катана дралась даже не в пол силу. Она зачем-то поддавалась, и это было непонятно. Это злило и настораживало. Хотя, может быть, стилет в рукаве придавал ей уверенности. Хорошо, я скажу сразу, вздохнул Лешка. Мне посоветовали обратиться к тебе. Я хочу предложить тебе работу. В зоне, догадалась Яна. В зоне, кивнул он. Катану ты и раньше знал? Она тоже сталкер? Она не сталкер, она или бандит, подвязанный с военными, или правительственный агент. Но факт, что она курсирует из зоны и обратно очень даже спокойно. А это не по карману даже некоторым барыгам. Кто посоветовал, перебила Волкова. Один человек, который тебя знает и знает, что ты хорошо стреляешь. Какой человек, нажала Яна. Паша афганец. Девушка с раздражением откинулась на спинку стула. Действительно, был у нее такой знакомый, но месяц назад умер от цирроза. Можно верить, в принципе. Паша был достойный человек. Однако с мертвеца потом не спросишь. Чем докажешь? Волкова покосилась на Лешку, все еще раздумывая. Ничем. К сожалению, его больше с нами нет, ответил Лешка и улыбнулся так, что Яне расхотелось в чем-либо его уличать. Она вздохнула и покачала головой. Лешка воспринял это совсем в другом смысле. Нет, Яна, это правда. Ты не смотри, что я молодой. Я уже почти как год зону топтал. По мелочи наскребал, учился, слушал других сталкеров. А за последние две ходки надыбал такого хабара, что он разом перекрыл все, что было раньше, плюс еще процентов пятьсот сверху. Понятно, поморщилась Яна, я тебе нужна как стрелок или просто для понта. Кстати, как ты вообще попал в сталкеры? Она отпила коктейля и посмотрела в сторону бара. За стойкой было приятное синее освещение. Казалось, что задние стенки его сделаны изо льда. Да и сам бармен, упитанный старый хиппи, напоминал северного медведя. Служил там, усныхнулся Лешка, охранял периметр. А когда дембельнулся, подумал, давай я попробую. Чего терять-то? Дома меня не особо ждут, им бы только глаза залить какой-нибудь бормотухой, а в зону кроме спецназа из военных никто рейдов не делает. В каком смысле, перебила Яна. Рейды, зачистки или охрана ученых, все это на спецназе лежит или на военсталах, отмахнулся Лешка. Они там месяц за четыре по квартире отбить могут, взять те же артефакты, что с пола после зачистки поднимут. Они их барыгам и ученым сдают. Из оборудования, из вот и я решил сам пойти. Спецназ в нашем районе не бывает, а мои-то бывшие, неужели меня стрелять станут? Так и пошел, засомневалась Яна. Так и пошел. Взял, конечно, автомат, что с писаным числился. Там у нас много таких было. Три рожка к нему. У козы рожки, перебила Волкова, у автомата магазины. Все так говорят, опешил Лешка. Все будут с крыши прыгать, ты тоже прыгнешь. А в Голландии все говорят, в жопу дуются, тоже равняться будешь. Лешка рассмеялся. Пойдем потанцуем. Хороший вечер. Рассказывай, что дальше, прикрикнула Яна. Мне же интересно, лучшие танцы все равно в кровати бывают. Лешка поперхнулся. Ну, а дальше сходил я первый раз за хабаром, принес по мелочи. На КПП со своими разложили, любуемся. А тут какие-то туристы с Бразилией самой приперлись. Продайте, говорит нам, сувениры с зоны. Как они через передние блокпосты прошли, понять не могу. Может, бумага была какая-нибудь. И продали, заинтересовалась Яна. Она сама не знала, верить или нет. Все было так неожиданно. Продали. И вам ничего за это не было? Не было. А кто знал это? А продали не хило. Это здесь артефакты дорогие, а там копейки. Но на то, что мы с этих бразильцев содрали, мы пили дня четыре. Нормально. Конечно, нормально. Так и начал ходить. Все дальше и дальше. Изучал. И моим корешам нормально, и мне. Тут его лицо помрачнело. Правда, это не сразу после армии было. Сначала месяц где-то по госпиталям возили. Всякими анализами замудохали. Увидев вопросительный взгляд, девушке пояснил. Это делают со всеми, кто у зоны служил. На предмет какого-нибудь заражения. Пойдем потанцуем. Успеется. А артефактное оружие? Такое там было? Сам стрелял? Нет, конечно. Скажу честно, это только у спецназа бывает. И все стволы на специальном учете. Правда, говорят, что в самой зоне у ветеранов их куда больше. И даже купить можно. Но это слишком глубоко. Яна потерла виски. Ей опять начал нравиться этот вечер. Она чувствовала приятные возбуждения. Подумать только. Она сидит рядом с настоящим сталкером. Человеком вне закона. Блин, у меня столько вопросов. Мозги зашкаливают. Ща, погоди. А этаки там можно достать? Или вечные аккумуляторы? Да этой чепухи там навалом. Просто места надо знать. Есть более ценные предметы. Он хитро поглядел на нее. Ладно, пошли помацаем друг друга. Волкова поднялась. Я тебя заставлю всю ночь мне про зону говорить. Никогда таких интересных рассказок не слышала. Это не рассказки, обиделся Лешка. Я знаю. Внезапно вибрация кулона заставила Яну обернуться на вход в бар этого дискоклуба. Облокотившийся стойку, бравастый Павлоха стоял совсем недалеко от двери и при этом перекатывал что-то маленькое в своих толстых пальцах. Что за... Лешка тоже увидел ехидно улыбающегося бравастого и его внимание приковал предмет, что держал Паша. Держал, а потом бросил на середину зала и, оттолкнувшись от стойки, быстро вышел из помещения. Твою мать, зуда, пробормотал Лешка, закидывая в рот какую-то капсулу, что успел вытащить из нагрудного кармана. Надо уходить. Но Яна пока не могла сдвинуться с места от того, что ей приходилось наблюдать второй раз за день. От брошенного по влухой предмета очень быстро распространялось нечто газообразное, фиолетовое. Эта странная субстанция стала заполнять все помещение бара, обволакивать танцующих и приближаться к самой Яне и Лешке. И тут началось. Люди, к которым субстанция прикоснулась, начинали кричать, хвататься за голову, дико смеяться или плакать. Каждый буквально сходил с ума. Некоторые упали и задергались в судорогах, другие блевали, кидались друг на друга, на стойку бара, на столы или на стены. Длинноволосый бармен, забывая, крушил бутылки и бокалы. Назад. Туда нельзя. Яна попятилась от наступающей субстанции. В ту дверь. Они еле успели пробежать мимо фиолетового тумана. Лешка выглядел изумленным. Так ты знаком с зудой? Первым делом спросил он, когда они отдалились от бара на приличное расстояние. Какой зудой? Это фиолетовый газ? Или просто эти люди не увидели его? Уточнила Яна. Лешка застыл как вкопанный. Что ты сказала? Что ты увидела? Ну, этот газ синеватый такой. Он начал расползаться, а люди в него попадать. Зуда это артефакт, и когда его активизируют, он создает аномалию под названием выкрутас, от которого само происходит. Эта штука так действует на мозги, он прислушался к диким воплям, доносящимся из бара. Не смертельно, конечно, но неприятно. Аномалию создает, перебила Яна. Можно самому вызвать аномальные явления? Можно, с помощью некоторых артефактов, но дело не в этом. Он внимательно смотрел на нее. Как ты могла увидеть аномалию? Не все аномалии можно увидеть, только единицы. Выкрутас тем и опасен, что не видим, и что детекторы его не обнаруживают. А я вот вижу, и сегодня утром какую-то штуку видела, на Лешка. Я слышал об этом. Террористы сбросили там ползунка, и он создал белую простыню. Это потом только выяснилось, когда спецы приехали. Ты видела белую простыню? Да. Она была как туман, где-то вот так, по грудь. Люди ее не замечали, машины. Девушка понимала, что чем-то его очень взволновало. Лешка смотрел на нее круглыми глазами. Волковой даже стало неудобно. Она отвернулась, заметила, что к зданию клуба подъехали две милицейские машины и одна скорая помощь. Белая простыня лишает зрения. Когда из нее выходишь, все становится нормальным. Но ее нельзя увидеть, ее только сканер определяет, сказал Лешка. А я видела. Яна снова перевела на него взгляд. Я по ходу дела могу видеть эти ваши аномалии. Да ты просто клад, воскликнул Лешка. Ты понимаешь? Да вся зона будет у наших ног. Ты же супер проводник. Мы пройдем там, где никто не мог пройти. Эх, Васька нет, я бы ему такой магар поставил. А с чего ты взял, что я собралась в зону? Прищурилась Волкова. Там радиация, мутанты, собаки всякие вонючие. Отвали. Да ты представить не можешь и не собираюсь. Кстати, что ты проглотил, когда этот урод Паша бросил? Зуду, вспомнила она. Энергетик, мгновенный энергетик, чтобы реакция была быстрее, отмахнулся Лешка. Да ты подумай, мы всю зону сможем пройти. До реактора доберемся. Там знаешь, каких артефактов можно надыбать? Да мы по зоне как по улице будем ходить. Подумай, лучше как машину свою за стоянки забирать будешь, с усмешкой посоветовала Яна, кивая в сторону дискоклуба, где теперь спецавтомобили и народу кишело, как муравьев. А я пока тут посижу, посмотрю, что твоя зуда вытворяет. По всей улице, в многоэтажках и частных домах разрывались от лая собаки. Весь район не спал до самого утра. Глава восьмая Подстава Утром девушку разбудил звонок мобильного. Ты будешь нужна вечером. Подъезжай, получишь инструкции. Громов, как обычно, по телефону был немногословен. Кто это? зевнул Лешка, проснувшись. Да так, с работы, ухмыльнулась Яна. Девушка посмотрела в окуляр и осталась довольна. Ночник ПКН-03М выдавал идеальную картинку. Яна слегка поводила стволом, рассматривая и изучая местность. Она находилась на одном из верхних этажей огромного полуразрушенного цеха. Подобных зданий здесь оставалось около десятка и все они напоминали декорацию к старому постсоветскому боевику «Крестоносец». Это был заброшенный район ныне почившего завода сельхозтехники. Развалены, вросшие в землю куски арматуры и бетонные плиты, высокий бурьян. Удивляло то, что до сих пор ни москвичи, ни местные олигархи не пристроили к делу эти заброшенные ангары и не открыли очередную оптовую базу или какое-нибудь полулегальное производство. Бетонные и железные скелеты застыли в таком виде еще в конце прошлого века, с момента развала социализма. В них обитал лишь ветер. Почему-то ни собаки, ни бомжи эти развалины не любили. Послышался звук подъезжающего автомобиля и Яна увидела представительный черный Мерседес с номером 001. Машина остановилась возле Громова, из нее вышел мужчина, который производил впечатление крупного чиновника. Гром приветствовал его пожатием руки, незнакомец коротко ответил и сделал знак своему водителю, чтобы тот оставался на месте. Только после этого неспеша появился широкоплечий телохранитель чиновника. Он покинул переднее сидение Мерседеса и с хмурым видом начал коситься в сторону Громова, облокотившись о крышу автомобиля. Казалось, что он очень уверен в своей безопасности и своих силах. Его поза смотрелась вызывающей. Впрочем, не исключалось, что ему бояться действительно нечего. Чиновника Яна где-то видела, хотя и не могла вспомнить, где именно. Кажется, его лицо показывали по телевизору представительный незнакомец и Олег отошли на несколько метров и начали тихо переговариваться. Гром выглядел раздраженным, собеседник же его наоборот, кажется, светился от какого-то превосходства. Разговор внизу шел уже на повышенных тонах, но никакого сигнала Громов не подавал, да и охранник выглядел откровенно равнодушным. Он даже зевнул пару раз, и Яна вдруг подумала, что это ее последняя акция. Что-то было не так. Что-то двигалось вопреки всем планам. Талисман на груди вдруг кольнул Яну. Она вздрогнула, качнула стволом и... наступила долгожданная развязка. Боковое стекло Мерседеса изменилось. В нем появилась аккуратная дырочка, и водитель уткнулся лицом в руль. Резкий звук клаксона разорвал ночь. Телохранитель, дернувшийся к кобуре под пиджаком, получил пулю с другой стороны. Его лицо вдруг исчезло, оказалось расплесканным по крыше Мерседеса. Яна успела это отметить, подумав, что стреляющий успел поменять место дислокации слишком быстро. Она даже успела сообразить, что такого просто не может быть, а следовательно стреляли как минимум двое. Гром и его собеседник вздрогнули и обернулись. Чиновник оскалился, во взгляде его прочиталась дикая ярость. Он тоже полез в карман пиджака, за телефоном или пистолетом, неважно, и голова его тоже разорвалась на куски, подобно арбузу, сброшенному с балкона. Через оптику Яна увидела, как губы Олега выплюнули грязные ругательства, как кровь его собеседника попала на костюм Громова, и как лихорадочно он искал глазами саму Волкову. Девушка развернула винтовку, готовая стрелять во все, что может оказаться на пути и бросилась к выходу. Ей все стало понятно. Подставляют и ее, и Олега. Нисколько не думая о том, что сама может стать мишенью, Яна выскочила из здания и чуть не попала под колеса автомобиля, за рулем которого сидел бледный и испуганный Генок. Громов находился на заднем сидении и, завидев Волкову, распахнул дверь. Залезай скорее! Яна поспешила забраться в салон, винтовку она держала стегнуть магазин. Гром со злостью вырвал оружие. «Дура! С ума зашла! Ты зачем это сделала?» «Я не стреляла! Проверь магазин!» Огрызнулась она. Громов отщелкнул магазин, пересчитал патроны, закашлялся, уронил винтовку себе под ноги. «Хреново! Кому-то выгодно нас обоих!» Яна молчала, прислушиваясь к биению собственного сердца. Они проехали индустриальную зону, небольшой городской район и в данный момент двигались через мост. Но где-то на его середине машина почему-то пошла какими-то рывками, потом и вовсе остановилась. Генок сполз на соседнее сидение. Волкова с ужасом поняла, что он мертв. Место водителя было залито кровью. Лучший друг Олега выехал с места встречи уже смертельно раненым. Яна резко повернулась к Громову. Тот выглядел очень плохо. Пуля вошла ему в грудь, но выпущена была из другого оружия, мелкого калибра. Это было видно по крохотному входному отверстию и небольшому количеству крови на рубашке. Скорее всего, Олег умирал от внутреннего кровоизлияния. «Все кончено», с улыбкой произнес Громов и закашлялся. «У нас была хорошая команда». Яна промолчала. Она была в шоке от происходящего. Мимо проезжали троллейбусы, трамваи, множество других машин, но никто даже и не задерживал взгляда на раскорячившемся посреди дороги черном джипе. Оно и понятно, такие дорогие и агрессивные машины могли позволить себе раскорячиться посреди дороги. «Садись за руль, сворачивай под мост, там небольшой пляж», сказал Громов. «Я знаю», кивнула Волкова и поспешила перебраться на переднее сиденье. Для этого ей пришлось выйти из машины и с огромными усилиями столкнуть тело Генка. Через несколько минут джип стоял под мостом, полностью скрывшись от постороннего взгляда. Гром пребывал в полуобморочном состоянии, но продолжал давать указания, которые девушка безоговорочно выполняла. «Загоняй к тому бугорку, чтобы удобнее было катить. Теперь дай мне ствол». Яна нашарила винтовку под ногами Олега, протянула ему. Громов с некоторым сожалением осмотрел оружие, погладил и, дослав патрон, разрядил в лобовое стекло небольшой очередью. Волкова отпрянула, и он бросил войска на землю. «Вот и все. Искупление», пробормотал Громов трясущейся рукой и указал на бардачок. «Открой». Девушка послушалась. Там были какие-то бумаги и несколько пачек с долларами. «Заберешь себе. Все. Ты уволена», прохрепел Гром, рассматривая бумаги и разрывая некоторые из них. «Раздевайся. Совсем раздевайся». «Раздеваться?» не поняла Яна, и только после этого сообразила, что вся в крови. Кровь просочилась через камуфляж липовой охранной фирмы и даже через Волкова вздрогнула и поспешно начала скидывать себе одежду. «В багажнике сумка. Там спортивный костюм». Девушка осталась в одних трусиках. Ей не было холодно, но знобило. Съежившись, она приблизилась к двери со стороны Олега. Тот посмотрел на нее мутным взглядом. «Всегда хотел тебя, сестренка. Вот ты какая!» улыбнулся он и поманил к себе. «Прощай, волчица. На этот раз я выручу тебя». Яна промолчала, и он откинулся на сиденье, закрыв глаза. «Разбито стекло». «Правильно. Машину загонишь прямо в воду, насколько сможешь. Потом выплывай, одевайся и уходи». «Поняла». «В воду?» переспросила она с ужасом. «Поняла!» прикрикнул он и открыл глаза. «Я все равно не жилец. Прощай. Нет, слушай сюда». Яна приблизилась. Олег как бы проснулся. На мгновение его взгляд прояснился. «Я всегда знал, что это была ты с моими пацанами. Ты уделала их. Я думал, что ты пришла за мной. Оказывается, что нет. Ты единственная женщина, которую я люблю». Голова его безвольно свесилась вниз, и он повалился на Яну. Девушка вскрикнула, ухватила его за плечи и кое-как затолкала обратно. Громов не дышал. Яна осталась в компании двух трупов. Над ее головой ездили машины, в нескольких сотнях метров находился нормальный пляж, где гуляла какая-то компания, а она стояла здесь, полностью голая, возле бандитской машины с убитыми несколько минут назад мужчинами. «Соберись, ты не должна расслабляться». «Прощай, Громов», проговорила Яна шепотом и скользнула за руль, поначавшей густеть крови. ИСБ Интернациональная служба безопасности Отдел Чернобыльской зоны Из доклада номер 2020-06 прикрепленного к личному делу объекта Яна Волкова отправлено в центральный офис ИСБ в соответствии с номером По полученной информации Волкова должна была присутствовать на встрече Громова и главы администрации Черноземска Душкевича О.М. в качестве страхующего Громова лица. Мы внесли свои коррективы, что дало ожидаемые результаты. Информировать о нахождении Волковой в одной из снайперских засад местных оперативников ФСБ и МВД считаю несвоевременной. Если Волкова будет действовать согласно разработанному нами сценарию, то считаю целесообразным вообще придержать информацию о ее присутствии на месте ликвидации Тушкевича и Громова на неопределенный срок. Глава 9. КАТ 2016 Через какое-то время девушка ехала на задней площадке троллейбуса, ловя на себе удивленные взгляды немногочисленных пассажиров. Одежда была велика для нее, а волосы мокрыми. Косметики на ее лице тоже не наблюдалось и в целом выглядела Яна крайне непрезентабельно. Так обычно может выглядеть молодая женщина, хорошо погулявшая в веселой компании. Впрочем, на это Яне было наплевать. Как только троллейбус поднялся с моста и оказался на площади, она пересела в такси. Назвав адрес и даже не поинтересовавшись насчет оплаты, Волкова полностью погрузилась в свои думки. Ситуация складывалась крайне неприятная. Убитый чиновник, скорее всего, был очень важным типом, и те люди, которые решились на такую подставу, ни на минуту не задумаются о ценности жизни самой Яны. Ей удалось уйти только благодаря счастливой случайности. Олег Гром и его верный Генок подарили ей шанс, и этим надо было воспользоваться. Бежать, вот что сказал Олег, и бежать сейчас же, пока ее не вычислили. Можете быстрей, спросила Волкова у водителя, словно погоня за ней уже началась. Таксист, начинающий сидеть мужчина, с интересом покосился на нее и закурил. Можно и быстрее, кивнул он. Думаешь, успеешь? Думаю, да, улыбнулась Яна, приблизительно зная, о чем подразумевал водитель. Он еще с поезда не сошел. Ну-ну, таксист улыбался во весь рост, и это обстоятельство почему-то совсем Яну не раздражало. Как водичка-то? Мокрая, Яна пожала плечами. Мокрая вода и мокрое дело. Я всегда знал, что это была ты. Кошмар всплыл в памяти, как из тумана. Расплывчатым было лицо Андрея Рокера, полутемным было помещение ресторана, не запоминающейся была музыка, еда и напитки. В тот вечер Яна первый и последний раз выпила шампанского, а потом водки. Андрей Рокер притащил ее в эту откровенно бандитскую компанию, потому что сам мечтал стать гангстером и, как мог, выслуживался перед одним из этой пятерки, своим соседом по дому. А поехали на дачу, внес кто-то предложение, и его оценили все без исключения. Яна хотела перекинуться парой слов с Андреем, но их незаметно оттерли друг от друга, и парень только показал девушке большой палец, типа «все нормально». На дачу ехали уже пьяные, и Яну не насторожило то, что кроме нее девушек в компании нет. Да и что плохого может случиться, если это друзья Андрея, а сам Андрей знакомый Вовы славянина? Оказалось, может. Ей налили еще и заставили выпить для храбрости, а когда она отказалась, один из них ударил ее в живот. Девушка упала, ее ногой прокинули на спину, разорвали одежду на груди. Яна не могла поверить, что все это происходит именно с ней, от шока и боли она даже не могла сопротивляться. «Это что за хрень? Ни крестик, ни цепочка?» Кто-то потрогал кулон на ее груди и сорвал его. «Камень на веревке!» «Ты что, топиться собралась с камнем?» захохотала компания. Кулон и разорванная бечевка лежали под сервантом. Яна повернула голову туда и не отрывала взгляда от единственного материнского подарка все время, пока четверо пьяных парней пытались удовлетворить свои потребности. Яна отключила сознание и ощущения и даже не плакала. Она поняла, что это не поможет. Для себя она решила, что будет делать потом. Насытившись ее телом, бандиты удалились на кухню, где продолжили застолье, а гостеприимный хозяин бросил девушке какие-то деньги. «Езжай домой, от тебя толку нет, лежишь как бревно, что только сморчок тебя расхваливал?» Сморчком они звали Андрея, и Яна это знала, как знала и о том, что этого сморчка ждет завтра. Она молча подобрала кулон, надела его на шею, оделась и покинула дачу. До города она добралась далеко за полночь. К этому моменту она едва держалась на ногах, больше от нервного потрясения, чем от полученных травм. К счастью, денег хватило, чтобы таксист отыскал дом Сергея Анатольевича. До этого момента Яна еще ни разу не обращалась к нему лично, это было впервые. «Меня просили передать привет от славянина», смогла прошептать она и упала в обморок. Очнулась девушка в больничной палате. Сергей Анатольевич сидел рядом с задумчивым видом. Увидев, что Яна пришла в себя, встрепенулся и потом сообщил ей, что она получила довольно сильные повреждения. «Об этом я догадалась из ощущений», горько усмехнулась Яна, «они до сих пор очень яркие». «Как я понимаю, Сергей Анатольевич воровато оглянулся на дверь, в милицию заявление вы подавать не станете? Я оформлю вас здесь как свою». «Я все поняла». «Не буду». «Вы это хотели спросить», перебила Яна. «Не совсем», он немного замялся. «Привет от славянина я получил, теперь надеюсь вы сообщите ему, что все хорошо и приветов больше не будет». «Да», согласно кивнула Яна, «когда в следующий раз поеду к нему на свиданку». «Ну да, ну да», промямлил врач, однако вздохнул явно с облегчением. «Еще что-нибудь?» «К вам можно обращаться в частном порядке?» спросила девушка. «Мало ли». «Ничего сложного, по той же схеме», Сергей Анатольевич развел руками. «Понятно. Когда мне можно будет отсюда уйти?» Яна не сводила с него внимательного взгляда. «Вы знаете, лучше полежать здесь хотя бы дня три. Мне сегодня или по крайней мере завтра вечером нужно будет отлучиться. Ненадолго, часа на три», сказала Яна и поморщилась от мысли, затем это нужно будет сделать. «Но вы должны будете вернуться. Я вам вколол одно ценное и очень я поняла. И еще, мне очень жаль, но у вас травма настолько серьезная, что возможно забеременеть в будущем будет трудно. практически невозможно. Я поняла. Все, я хочу поспать. Яна зажмурилась и откинулась на подушку. Врач поспешил покинуть палату. Ближе к обеду Яна почувствовала себя немного лучше и позвонила Андрею, попросив заехать к ней. После пяти часов вечера она покинула территорию больничного комплекса. В хозяйственном магазине она купила узкий изогнутый нож и скотч. Заскочив домой, приняла несколько таблеток анальгина и прилегла на диван. Двадцати минут хватило, чтобы привести мысли в порядок. Она вновь была собрана и решительна. Причем, наверное, как никогда раньше. «Привет, Андрей», весело поздоровалась она, открывая дверь. «Твой сосед сейчас дома?» «Ну да, наверное», он пожал плечами. «А что?» «Да дело есть к нему. Ты извини, сказать не могу», хитро улыбнулась Волкова, ненавидя себя за всю эту игру. «Можешь меня к нему проводить?» «Я тебя прям не узнаю», ухмыльнулся Андрей. «Выходи, моя тачка внизу». Они проехали несколько кварталов. «Останови вон там», попросила Яна, показывая на заросший кустами сквер. «Да вот же дом, там подъезд», возмутился Андрей. «Мне надо в киоск. Давай пешком, никто твою тачку не угонит», успокоила Яна. Купив в киоске какую-то совершенно ненужную мелочь, Волкова зашагала к дому одного из насильников. Его сосед что-то недовольно бурчал за ее спиной, но пока даже не раздражал девушку. Яна была уверена, что все получится, как она задумала. Или наоборот, ее жизнь повернется в совершенно противоположную сторону. Они поднялись на восьмой этаж, и Андрей нажал кнопку звонка. Яна тем временем рассматривала тяжелую бронированную дверь. Хозяин не стал спрашивать или рассматривать посетителей в глазок, а сразу открыл. «Привет, Толик, это вот мы», проблеял Андрей. «О, Биксу вчерашнюю привел. Понравилось что ли?» оскалился бандит и рыгнул луком. «Проходи, детка, а ты погуляй пока». Яна разулась в широченной прихожей и с тела наизумленным видом оглядилась. «Красотища какая!» «А то!» удовлетворенно крякнул Толик. «Вчера он тоже был доволен». «Ух ты! А это китайская ваза!» Яна наклонилась к серванту и почувствовала широкие ладони на своих ягодицах. «Хи-хи! Сама ты китайская! Это настоящая ваза! Из самого этого Пекина вроде!» Толик не смог сообразить, что Пекин столица Китая. Яна захватила пальцы его правой руки и вывернула их так, что верзила самостоятельно влез головой в сервант. Стекло, посуда, какие-то книги посыпались на ошеломленного Толика, а последней оказалась не китайская ваза. Правда, она не упала, а целенаправленно опустилась на голову бандита, ввергнув того в темноту. Толик пришел в себя потому, что кто-то облил его водкой. Он ошалел и затряс головой, дернулся, но не мог ни сдвинуться с места, ни закричать. Его тело плотно держало тяжелые бабкины кресла и тугие мотки скотча. Бутылку держала в руке вчерашняя знакомая, в данный момент рассматривающая горлышко. Толик в бешенстве что-то замычал, девушка лишь покачала головой. «Сначала успокойся», сказала она, «кивнешь, когда будешь готов отвечать на вопросы, но советую сделать это быстрее, потому что иначе я тебе заклею и нос». Время пошло. Бандит с ужасом увидел в ее другой руке уже заготовленный кусок пластика. Толик даже не мог себе представить, что когда-нибудь подвергнется подобному допросу. От страха он вспотел, хотел закричать еще, однако девушка предупредительно помахала скотчем перед носом. Толик энергично затряс головой. «Значит, первый вопрос. Где живут остальные?» начала Яна и медленно освободила Толику рот. Парень взвыл от боли. «Ничего страшного, это эпиляция». «Да ты хоть знаешь, что с тобой теперь будет!» он заскрипел зубами. С носа у него упала капля пота. «Неправильный ответ, а время идет», покачала головой Яна и снова заклеила ему рот. Удалилась на кухню, вернулась с ножом и какой-то тряпкой. Начала медленно вытирать дверь, створки серванта, уничтожать отпечатки пальцев. Толик замычал. «Я тебя сейчас порежу вот этим ножом. Он в отличие от вазы, самый китайский», показала Яна. «Будешь говорить или нет?» Записав ответы на бумажку, девушка опять заклеила бандиту рот. В задумчивости остановилась в двух шагах. Именно он сорвал с нее материнский колон. «Что же с тобой делать?» проговорила она вслух. «Поджечь? Застрелить? Или зарезать?» «Мусора все равно поймут, что это убийство». Толик закивал и замычал. Он понял, что девица это совершенно безумно. «Но ты мне помог, корешей своих сдал. Значит, заслуживаешь легкой смерти», решила наконец Яна, «через инъекцию героина». «Ты же его любишь, правда?» «Чего вы там делали так долго?» Андрей выглядел раздраженным. «Он вмазывался», отмахнулась Волкова. «Кстати, он просил, чтобы ты к Вите по гранцу?» «Это же почти на другом конце города», воскликнул Андрей. «Он очень рассчитывал на тебя», загадочно подмигнула ему девушка. «Это я, ваша вчерашняя знакомая. Привет от Толи», через дверь поздоровалась Волкова. «Чего тебе?» Витек выглядел хуже Толи. «Привет просил передать». Яна протиснулась в проход. «С того света». «Чего?» Больше Витя калибра девять миллиметров пробила ему гортань. Кашляя и захлебываясь, бандит сполз по стене полутемного коридора. «Эй, кто там приперся?» донес из комнаты хриплый голос. Волкова прошла немного вперед и обнаружила парня в темных очках с малайскими косичками и цветастом халате. Парень сидел за круглым стеклянным низеньким столом и набивал косяк. «А ты кто?» Удивленно вылупился он на Яну и рука его дернулась к пистолету, что валялся на полу. Девушка ответила нажатием спускового крючка и у парня образовался третий глаз. «Хорошая машинка», оценила Яна качество конфискованного удоля оружия и тишину, которую она умудрилась не нарушить, расправившись с двумя плохими парнями. Она собрала траву со стола в пакет, выгребла бумажные деньги из выдвинутого ящика в шкафу и подобрала с пола гильзы. «А теперь на дачу», сказала она Андрею, садясь сзади него и обнимая парня. «Вот это Витек дал тебе на бензин, а это надо передать остальным». «Ух, да ты молодец», оценил Андрей, «Ты им понравилась, мы с тобой вольемся в дело». «Конечно, вольемся», усмехнулась Яна, «Уже, можно сказать, влились». «Загоняй во двор и ворота потом закрой», распорядился хозяин дачи. «Все сделаем, Коля, все будет ништяк», пообещал Андрей. «А эту нафига сюда приволок? От нее толку нет вообще». На крыльцо вышел еще один бандит. «Да ладно, Виталь, она нам пожрать готовит, стриптиз покажет», махнул рукой Коля. «Эй, соска, метнись на кухню и сделай закусить». Бандиты расхохотались. Яна натянута улыбнулась, Андрей рассмеялся несколько неуверенно. «Вы чего такие скучные молодежь?» пробосил Виталик. «А ну покажь, чего там привез?» «О, шмаль, ответь-ка!» Яна оперлась о крае кухонного стола, пытаясь унять дрожь. Наверное, снова поднялась температура. Девушку знобило. Однако расслабляться было нельзя. Сюда уже кто-то направлялся. «А чего у тебя тут тоже что-нибудь интересное?» Виталик протянул руку, но Яна успела схватить свою сумочку раньше. «Конечно, я сама. Это сюрприз. Мне вчера понравилось», задыхаясь, проговорила она. «Люблю сюрпризы», ухмыльнулся Виталик. Ухмылялся он и вчера, когда бил ее в живот и когда елозил на ней всем своим стокилограммовым телом. «Развернись и закрой глаза». «Ну-ну», бандит хохотнул, но сделал то, что его попросили. Китайский нож нарисовал ему вторую улыбку, да так, что Яна почувствовала, как сталь кромсает хрящи и шейные позвонки. Она изо всех сил оттолкнула насильника, он упал лицом вниз, однако почему-то не умирал, а правой рукой хватал воздух вокруг себя, левой сжимая фонтанирующее горло. Его заплывшие жиром глаза на мгновение встретились с глазами Яны, и в них девушка не увидела ни ненависти, ни раскаяния, лишь банальную природную панику перед неминуемой смертью. Она усмехнулась и ударила своего самого главного мучителя ногой. Быстро пройдя в комнату со знакомым интерьером, она громко позвала. «Николай, там что-то с Виталиком случилось». Николай нехотя оторвался от телевизора, повернул бычью шею и показал девушке пакет с фисташками. «Хочешь?» «Нет, спасибо». Волкова прыгнула, выставив нож перед собой. Лезвие вошло в левый глаз бандита и застряло там. Он дико закричал, вскочил на ноги и дернулся в сторону телевизора, возле которого суетился Андрей. Споткнувшись об него, мордоворот упал головой прямо на телевизор. Кинескоп взорвался, голову бандита на мгновение окутало черным дымом. Он не переставал кричать и его страх передался Андрею, который, визжа высоким фальцетом, вдруг начал наступать на Яну, размахивая руками, как девчонка. В одной из них был пульт управления и этим пультом он очень болезненно задел девушку по голове. Конечно же, Андрей не был серьезным противником и, отбежав немного назад, Яна подпрыгнула, опираясь о какую-то тумбочку и прямыми ножницами свернула ему челюсть на бок, чем на глушняк вырубила бывшего приятеля. Зато оставался хозяин дачи, который смог отползти от телевизора и даже избавиться от ножа в глазнице. «Но, сука!» повторял он снова и снова. «Но, сука!» Яна поняла, что он ищет. На полу в углу комнаты валялся полет. Она нырнула через спинку дивана и, проехав по полосу на животе, толкнула оружие под сервант. Бандит тем временем успел схватить ее за щиколотку. «Но, сука! Убью!» рычал он, начиная заламывать девушке ногу. Яна оттолкнулась от пола и смогла вывернуться вслед за его движением, чем спасла себя от растяжения или даже перелома. Другой ногой она въехала бандиту по носу, а потом начала долбить его по глазам, ушам, губам, каблуком свободной ноги, пока под ним не образовалась каша. Хозяин дачи был еще жив, но сознание потерял надолго, если не навсегда. Тяжело дыша, Яна поднялась на ноги. С омерзением сбросила с себя грязную от крови одежду. Постояла с полминуты, приводя дыхание в порядок, а потом вернулась на кухню за остатками скотча. Она забрала все наличные, которые нашла в доме, а уходя, зажгла найденную в кладовке свечу и оставила ее на полу в гостиной. Газ из открытой комфорки должен добраться до горящего фитиля не раньше, чем она уберется отсюда. Безруков ждал ее в больнице лично, отпустив или разослав куда-то почти весь персонал своего отделения. Яна проскользнула в палату незамеченной, он сам открыл ей дверь черного хода, когда девушка позвонила ему на сотовой. Увидев Волкову, Сергей Анатольевич всплеснул руками. Что у тебя с головой? Она кровоточит. Ну так сделайте что-нибудь, огрызнулась Яна и в изнеможении плюхнулась на кровать. Не волнуйтесь, хотя с табуретки упала. Ну, а больше мне знать ничего и не надо, обрадовался врач и побежал за бинтами и лекарствами. Такси с визгом притормозила у подъезда, распугивая стайку несовершеннолетних любителей пива, примастившихся на заборе присадника. Яна оторвалась от воспоминаний и улыбнулась водителю. Спасибо. Все будет хорошо, улыбнулся он в ответ. Яна пожелала ему счастливой дороги, захлопнула дверцу и исчезла в тени подъезда. Поднявшись в квартиру на автомате и пройдя в комнату, не разуваясь, она бездумно уставилась на стену с коллекцией оружия. Потом перевела взгляд на небольшую книжную полку, на грушу, подвешенную к потолку, персоналку последней модели. Неужели придется это все покинуть, пусть даже на время? Однако, вспомнив лицо грома, Волкова поняла, что на этот раз произошло нечто неординарное, намного круче, чем показательность стрельба по колесам и банкам, и что ей реально грозит опасность? Действительно, не помешало бы лечь на дно, подышать свежим воздухом и попить деревенского молока. Девушка быстро составила в уме список необходимого, и примерно минут через десять объемная спортивная сумка дожидалась ее в коридоре. Всю наличность и немногочисленные драгоценности Яна взяла с собой, решив на утро сдать их на хранение в банковскую ячейку. Оба телефона зазвонили разом. Яна не подумала, что уже довольно поздно и немного поколебавшись подняла трубку стационарного. Здравствуй, куколка, послышался чей-то искаженный то ли связью, то ли аппаратурой голос. Хорошо стреляешь. Алло, вы куда звоните? Яна почувствовала, что покрывается холодным потом. Мы с тобой увидимся, и уже скоро, а потом ты передашь Громову привет. Что тебе надо, козел? Не выдержал Волкова. Не дождавшись ответа, она бросила трубку. Потом вообще выдернула шнур из розетки. Перевела дыхание. Нет, нельзя давать волю эмоциям. Не выключая в квартире свет, девушка схватила сумку и, пробежав через все здание по длинному коридору, выскочила на улицу из самого дальнего подъезда. Разумеется, в тот момент Яна не думала, что возможные преследователи этот вариант уже просчитали и, как минимум, следят за ее перемещениями. Она обогнула дом под прикрытием кустов и выбежала на дорогу, ведущую к остановке. На полпути девушка передумала и направилась через район совсем на другую улицу. Снова зазвонил мобильник. Яна выругалась. Не известно, что будет дальше, а вот зарядное устройство для него она забыла. Волчонок, что делаешь? услышала она бодрый голос Лешки. Вот это было настоящей удачей. Про него она совсем забыла, больше переживая о том, как бы непрошенные гости не вычислили подругу Женьку. Девушка забежала в ближайший подъезд и, стараясь производить меньше шума, ответила на звонок. За мной надо заехать, только быстро. За тобой приехать? Да не вопрос, скажи куда, я подскочу. Мне с тобой так хорошо. Спустя какое-то время они катили по ночному городу. Я поеду с тобой в зону, после долгого молчания сообщила Яна. Это просто замечательно, воскликнул Лешка. Мы там озолотимся. мы с тобой вольемся в дело, сказал Андрей Рокер. У тебя настроение какое-то неправильное, заметил парень через минуту, когда Яна не разделила с ним его радостных прогнозов. Что-то случилось? Да, Леша, случилось. Я тут такого наворочила. Мне спрятаться надо, Леша, и как можно дальше. Зона лучше всего. А дальше жизнь покажет. Меня не просветишь? По ее тону Леша понял всю серьезность ситуации, закурил и даже стал чаще бросать взгляд в зеркало заднего вида. Яна крутнула головой. Нет, Леша, тебе это ни к чему. А если насчет зоны не получится, выпутайся сама. Это мои проблемы. Леша повернулся к ней и покачал головой. Нет, Яна, ты мне очень нравишься. Я тебя люблю, и это наши проблемы. Я тебя не брошу. Спасибо, кивнула девушка и отвернулась, посмотрела на темную реку. А ведь вода и не такая холодная, подумала она. Глава десятая Дорога Сделав несколько звонков, Яна отключила телефон и вытащила сим-карту. Меня уже ищут. Даже у подруг спрашивали. Вика правда оказалась умнее. Не звони больше с него, посоветовал Алексей, затушив сигарету в круглой пепельнице, куда несколько секунд назад отправилась симка. Лишний раз не подставишь никого. А телефон? А он и не позвонит больше. Я зарядник забыла. нужный аппарат и он утонул в густом ворсе ковра. Девушка вознеможения откинулась на подушку. Назад дороги нет, сказала она. Лешка тактично промолчал. Яна подумала немного и поинтересовалась. Когда мы заколотим там, в зоне бабла, то ты сделаешь мне новый паспорт? Нам! Нам новые паспорта! Глаза Лешки снова загорелись от восторга. Яна была согласна ехать с ним и уже обсуждала детали. У нас будет весь мир, мы уедем из этой страны куда-нибудь на острова, куда-нибудь в Венецию или на Канары. Ты не представляешь, что мы можем сделать с твоим талантом. Я верю тебе, сказала Волкова, и ей почему-то захотелось заплакать. Последний раз она так чувствовала себя, когда не смогла на ринге уложить противника, который был выше ее всего лишь на голову. У меня сейчас нет никого ближе тебя. А для меня ты самая близкая, прошептал Лешка и уткнулся в ложбинку между ее грудей, лизнул их. Я тебя ни за что не прошу. Мы одна команда. Часов до девяти утра они провалялись в постели. Потом Лешка решительно хлопнул ладонью по одеялу. А что нас тут держит? Ничего, поперли прямо сейчас. Согласна, кивнула Яна. Она сама уже давно не спала. Тогда собираемся и вперед. Ты, как я понял, уже все свои вещи приготовила? Да, домой мне возвращаться не стоит. По крайней мере, в ближайшее время ухмыльнулась девушка и начала неторопливо одеваться. Куда сейчас? Девушка бросила свою сумку на заднее сидение. Сначала в магазин за продуктами, потом на заправку. В магазине они задержались надолго, пока не наполнили доверху всю тележку. При этом половину ее объема занимала водка разных сортов. Зачем столько? Удивилась Яна. Валюта. Там она ценится. А в зоне так еще и в качестве антирада. Чего антирадиационные средства? Ну-ну. Время приближалось к полудню, когда они выехали из Черноземска. Лешка не торопился, внимательно при этом осматриваясь. Опасения не подтвердились. Ни погони, ни слежки не было. Яна наконец расслабилась, услышав, что к вечеру они покинут территорию России. Она даже умудрилась несколько раз поспать. Глядя на попутчицу, Лешка только улыбался и открывал очередную банку энергетика. Однако покой Яны Волковой не был таким безмятежным. Девушка прокручивала последние события даже во сне. К утру следующего дня они подъехали к украинской границе. Все, теперь надолго. Лешка кивнул на полукилометровую вереницу машин, берущую начало у массивного пропускного пункта. Затем заглушил двигатель и полез за сигаретами. Это что, таможня? Поинтересовалась Яна. Да, но тут заодно с таможенниками украинские, наши и всякие иностранные спецслужбы сидят. Контроль в сто раз больше, чем до развала Союза. Ты чего, в школе по истории пять имел? скривилась девушка. От людей наслышан, улыбнулся Лешка, стряхивая за окно пепел. А я думала, что ты эти сказки читаешь, что новейшие истории называют. Всю историю власть переписывает как ей угодно, почему-то разозрелась Яна, вспомнив уроки Володи Славянина. — Нифига себе, изумился Лешка. А ты в какой школе училась? Ультраправый? Дурак, отмахнулась от него Волкова. Школа у меня была, будь здоров. И вообще, не дыши на меня дымом. Хорошо. Лешка выбросил бычок в форточку. Мы тут надолго зависнем. Можешь еще подремать. Девушка откинула спинку сидения и, устроившись удобнее, закрыла глаза. Алексей ворочался на соседнем. Что-то доставал, шелестел какими-то бумагами. А ты что, совсем не устал? спросила Яна, не открывая глаз. Привычка, усмехнулся он. А то спаться еще успею. А что ты сейчас делаешь? Не унималась девушка. Изучаю карты и сравниваю их с компьютером одного сталкера. Какие карты? Волкова приподнялась на локте, увидела в руках Лешки персональный компьютер на ладонник. Что это? Это называется ПДА. Такие есть у каждого сталкера. Он служит как навигатор и как записная книжка. Дневник, спутниковая связь и все такое. Незаменимые вещи в зоне. А что за карты? Яна с интересом разглядывала маленький экран. Это что, уже зона? Да, зона. А именно снимок того места, где он погиб. Немного подумав, ответил Лешка. Я нашел его ПДА на месте какой-то движущейся аномалии и скачал оттуда данные. Кстати, если владелец такого компьютера умрет, то данные о том месте, где это произошло, автоматически передаются в общую сеть сталкеров, если, конечно, он включен. Общая сеть? Воскликнула девушка. А по телевизору про это не говорили. Конечно, зачем знать такие подробности? Со спутника GPS навигация идет, а сам ПДА настроен на пульс или температуру тела. Нет пульса или температуры сигнализирует о смерти хозяина. А там уже вольные ходоки сами разберутся, почему он погиб. Мутанты, аномалии или еще что. Иной раз напарник скидывает сообщение, что на новая аномалия или, допустим, банда мародеров. Все в общей базе, как предупреждение остальным. Гляди, перебила девушка. Это кто? Это погранцы. Таможня потом, быстро ответил Лешка. К ним приближалась группа солдат в городском камуфляже. Они останавливались у каждой машины, что-то спрашивали, давали какие-то указания и шли дальше. Вскоре они поравнялись с автомобилем Лешки. Старший или коммерческая? Спросил он, когда Лешка высунул голову в окно. Личная. Сворачивайте в правую колонну, произнес солдат, бросив небрежный взгляд в сторону девушки и двинулся дальше, на ходу прикуривая сигарету. Минут через десять они подъехали к закрытому шлагбаумам переезду, разделяющим дорогу на три разных пути. Два крайних вели в ангары внушительного вида, средний же был укреплен дополнительным ограждением, лежачим полицейским и бетонными блоками. Это полоса правительственная и военная, их не досматривают, кивнул Лешка в сторону лежачего полицейского. Нам туда. А там что? Яна показала на грузовике защитного цвета и многочисленную охрану внутри ангара, наполовину забитого разными машинами. Таможня и визовая служба. Выходите из машины и пройдите в ту дверь. К ним быстрым шагом приблизился молодой солдатик с не совсем чистым подворотничком. Возьми свою сумку, сказал Лешка, покидая джип и передавая ключи от него охраннику. Цель визита таможенник внимательно изучал паспорт парня. К родственникам в Сосновку под Киевом. А это моя невеста, улыбнулся Алексей. Виза дается на три месяца, гражданин Типенко сверкнул очками таможенник, не обращая на Яну ни малейшего внимания. В случае нарушения отмахнуться Лешка. Гражданин Антипенко, прошу меня не перебивать. Таможенник даже не поднимал на них глаза и все так же невозмутимо продолжил. У нас есть предписание применять усиленные методы к нарушителям режима. Понял, молчу, поднял руки и Лешка посмотрел на свою спутницу и улыбнулся. Яна пожала плечами. Подождите вон там. Таможенник наконец снизошел до того, чтобы взглянуть на девушку. Глянь-ка, показал Лешка на один из военных грузовиков, когда они уселись на неудобные пластиковые кресла, привинченные к стене. Вон, где солдаты. Что там, не поняла Яна. Если охрана что-то заподозрит, то сажают в грузовик и вечером везут в спецприемник. Однажды при мне целую бригаду молдаван забрали. Почему, удивилась девушка. У них у всех оказались родственники в Киеве на улице Ленина, Советской или Московской. Это явная лажа. Ясно, что едут или шабашить на стройке, или в зону. А из спецприемника выйти тяжело. Если только действительно родственники найдутся. Или взятку придется давать. Причем неплохую. А если нет? Тогда это расценивается как попытка незаконного проникновения на территорию независимой страны и мелкой нарушении режима. Наказывается исправительными работами без суда и следствия. Причем ни одна международная конвенция этого не осуждает. Из зоны волокут и зараженные радиацией предметы и опасные артефакты террористов все боятся. Яна поежилась. На мгновение вся затея с поездкой показалась ей самой великой глупостью в своей жизни. Появился чиновник, поманил их пальцем, вернул паспорта. До свидания, сказал Лешка. Пока, бросила Яна. Таможенник не ответил, только еще раз сверкнул очками. А худосочный солдатик в руки Лешке ключи сунул не совсем вежливо. Видимо, жаба конкретно его задушила от созерцания Лешкиного джипа и его же весьма эффектной подруги. Проезжайте, не задерживайтесь, буркнул он. Сегодня быстро, как никогда, выдохнул воздух Лешка. Удачно. Обычно, как бывает, поинтересовалась Яна. Полдня можно стоять. Ага, вон и заправка. Там валюту поменять можно. Обменяем на заправочной станции пару сотен евро, они продолжили свой путь. За окном опять замелькали деревья, и Волкову снова потянуло в сон. Лешка свою попутчицу не тревожил и всю дорогу бросал на нее влюбленные взгляды, даже не включая музыку. В итоге полдня для Яны прошли как в тумане, зато чувствовала она себя очень хорошо отдохнувшей. Вот теперь придется еще подождать, но в более приятной обстановке, улыбнулся Лешка, притормаживая. Они остановились возле какого-то очень оживленного населенного пункта. Здесь было шумно, многолюдно, сновали дальнобойщики и пахло очень вкусно. Пойдем в кафе, задал Лешка вопрос, «Мне бы сейчас не повредил горячий кофе». Яна молча согласилась. Придорожное заведение, которое оказалось к ним ближе всех, было полупустым и очень уютным. Лешка, не задумываясь, заказал бульона, шашлыков и салатов, чем заслужил оценивающий взгляд дородные официантки. «И принесите, пожалуйста, новую сим-карту», добавил он. «А какие тут цены на роуминг?» поинтересовалась Яна. «Нормально, лучше, чем у нас. У них по всей Украине одинаково. Покупаешь симку и звонишь куда угодно», ответил Лешка, вытаскивая аккумулятор из мобильного и производя манипуляции с картой. «Сейчас я позвоню нашим, и они скажут, где встречаемся». Волкова кивнула. Лешка уже рассказывала ей про то, что почти все обитатели зоны стараются объединиться в кланы или, по крайней мере, ходить числом не менее трех-пяти человек. Так было легче хотя бы отбиваться от мутантов и агрессивных мародеров, настоящих сухопутных пиратов. И если первых больше становятся ближе к центру зоны, то вторые дальше района свалки изобретать не любили, нападая на маленькие группы сталкеров и одиночек. Оппонент Лешки ответил сразу же и так громко кричал в телефон, что я наслышал о почти все. «Здорово, Антип, мы уж с лебедем думали, что ты завязал», отвечавший, похоже, был навеселе. «А тот телефон где? Я звонил как-то неделю назад». «Не, Володя, тут я поменял», улыбнулся Лешка. «Я не один на этот раз». «А с кем? Ты говорил, что какого-то друга с собой возьмешь. Взял?» «Да, да, мы с ней скоро приедем». Лешка бросил взгляд на Яну и подметнул ей. «С ней?» воскликнул Володя. «Ну ничего себе! Ну ты молодец, Антип! Ты со своей девушкой едешь? Вы где?» Лешка огляделся, словно мог видеть через стены, пожал плечами. «Да хрен его знает. Мы от Курска по Р-01 ехали, а тут первый раз». «Так, короче, если бы шевелишься, то сегодня будешь на месте», деловито сказал Володя. «Прешь по той же трассе до Киева, а потом дуй по Р-02. Через Дымер, Иванков, вверх... Лебедь, да не толкайся ты! Мы тут с Лебедем уже неделю как квасим. Вот, короче, не доезжая до Пироговичей, сворачивай на Русаки, а там уже до Карпиловки рукой подать. Потом сам знаешь куда. Там встретите Рому, и он вас через блокпосты проведет». «Рома сейчас там?» удивился вроде бы Лешка. «Да, он, кажется, автомат потерял. Забухал, и его с детяток перевели. Временно. Короче, в лагере встретимся. Где Сидорыч, торговец? Помнишь такого?» «Сидорыча? Помню, конечно. Просто через тот блокпост ни разу не ходил. Я со стороны Житомира. Ладно, Антип, давай, братуха, ждем, а то у меня заряд на мобиле кончается. Почему-то сотовые тут хреново пашут», перебил Вовчик. «Давай, пока», улыбнулся Лешка и отключил мобильный. Яна покачала головой. «Вы что, совсем не боитесь, что ваши разговоры прослушают? Сейчас через спутник могут даже место вычислить», сказала она. Но Лешка махнул рукой. «Здесь, если все записывать и всех ловить, то территории для тюрем не хватит. Почти вся экономика Украины стоит на зоне. Да и России это выгодно. Мы НАТО и всех этих западных уродов за горло держим. Зону они боятся как огня, хотя сами здесь руки греют. Будь здоров. Миротворцев нагнали». «А у белорусов я слышала свои миротворцы», проявила Яна осведомленность. Лешка только кивнулась задумчивым видом. «В Беларуси вообще за всю историю существования ни одного пиндосского миротворца не было. Они и ЕС к себе не пускают. У них вообще порядок. Молодцы. Всем надо у них поучиться». «А кто такой Рома?» вспомнила Яна. «Прапор, мой старый кореш. Он нас куда хочешь проведет», сказал Лешка. К месту встречи с прапором Ромой они прибыли к вечеру. Уже смеркалось, но и без этого было ясно, что местных жителей остается все меньше. Зона постепенно расширялась, из нее перла всякая нечисть, да и навстречу с Большой Земли к периметру являлись не самые лучшие человеческие экземпляры. По дороге джип Лешки несколько раз останавливали на блокпостах. Помогали какие-то военные корочки, что у Лешки были припасены, а также денежные знаки различного достоинства и производства. А мне говорили, что тут очень строго, даже немного разочаровалась Яна на одном из таких заслонов. Это специально слухи пускают, запугивают. «Тут у военных кормушка, да еще какая!» «На границе самой зоны обстановка неблагоприятная, там и стрелять иногда приходится. А здесь только бери плату за проход и все», объяснил Лешка и тут же добавил. «Правда, не со всеми военными так. Западные миротворцы взяток практически не берут. У них принято стучать друг на друга». А люди куда подевались? Яна смотрела на пустые и темные провалы окон и покосившиеся хижины. Давно уже съехали. Еще когда приграничье образовалось, первое, на пять километров. Страшно было, мало ли. Да и оборона периметра была еще не налажена так, как сейчас. Иной раз даже кто-то из монстров мог со забора перебраться. «Ого! А кто?» изумилась девушка. «Не знаю точно, самому рассказывали». «Я вообще тогда в школе учился», пожал Лешка плечами. «Говорят, изломы в основном и слепые псы». Пару раз даже контролерам удавалось, но вне зоны они подыхают быстро. Однако панику такие случаи посеяли нешуточную. «Ну все, приехали». Они остановились возле высокого металлического забора, покрашенного в яркий синий цвет. Дома, что забором был окружен, видно не было. Скорее всего, такое могучее ограждение воздвигли вокруг обычной одноэтажной хибары. Лешка заглушил двигатель, вылез из машины и со смаком потянулся. Подмигнул Яня и постучал в прямоугольник окна на левой створке громадных ворот. «Эй, Петрович, открывай! Свои!» Прямоугольник окна со скрежетом отъехал в сторону и Лешке в висок уперлись оба ствола внутри курковой вертикалки ТОС-34. «Свои дома сидят!» раздался скрипучий голос. «Чего надо?» «Петрович, ты чего?» Лешка побледнел и невидимый пока хозяин ткнул его стволом. «Это же я, Лешка, Антип!» «Антип, Хрантип!» «Почем мне знать?» урчал дед. «Чего надо?» «Рому надо!» «Эх, так бы и сказал!» «Молодежь!» Петрович убрал ствол и загрохотал за совом. Лешка отерпот с олба покачал головой. «Хорошее начало!» пробормотала Яна и тоже покинула салон. Получилось так, что дед увидел ее первый. «Ох, елки-мочалки! Ты зачем здесь, дочка? Никак в зону собралась!» Дед уставился на нее лукавым взглядом. Выглядел он почти комично в своей шапке-ушанке, шортах и с двустволкой в руках. «Здорово, Петрович!» вынырнул из-за спины Яны Алексей. «Ты что, меня забыл? Я тебе подарок привез!» Он извлек откуда-то пузырь столичный. Петрович не обратил на Лешку никакого внимания, однако бутылка сразу исчезла. Дед подал Волковой грязную руку и, улыбаясь, поклонился. «Заходи, дочка! Как тебя зовут?» «Яна», ответила девушка, протиснувшись в дверь. «А меня, Иван Петрович!» «Но ты можешь звать просто дядя Ваня!» продолжил распинаться дед, одновременно с этим дверь пытаясь закрыть. Из-за этого он чуть не прищемил Лешке ногу. «Где Рома-то?» С небольшой досадой Лешка хлопнул Петровича по плечу. «Да там, в комнате спит!» отмахнулся дед и схватил Яну за локоток. «В звону собрались, да?» «Не ходи туда, дочка!» «Тебе надо дома сидеть, детей воспитывать и суп варить!» «Оставайся у меня!» «Я тебе покажу!» «Тут такие грибы растут!» «Спасибо!» «В другой раз!» улыбнулась Яна, подумав о том, что местность для грибов здесь самая подходящая. «А это Амур!» «Познакомься!» Петрович показал на дворнягу, что лежала возле крыльца и лениво отгоняла хвостом мух. «Амур!» «Поздоровайся!» Дворняга не соизволила даже поднять головы, а только широко зевнула. «Ах! Дармоед!» Петрович махнул рукой и доверительным тоном добавил. «Между прочим, его родители были волки и породистые немецкие овчарки!» «Да ну!» сделала вид Яна. «Амурчик, ты правда волк?» Амур заурчал, еще раз зевнул и потянулся. Потом лег на бок, совсем отвернувшись от людей. Петрович закричал «Васька! Васька! Иди твой налево! Где ты?» «Чего орешь, дядя Вань?» Из-за угла дома вышел худощавый парень в тельняшке. Ему было под тридцать, он имел редкие усы и уже начинающие сидеть волосы. Яна обратила внимание, что джинсы парня почему-то заправлены в потрепанного вида казаки. «Лешка Маскаль приехал, невесту привез, а Рома спит, черт така такой. А ты где-то ходишь, и Амур совсем мышей ловить перестал». Дед замахал руками. «Я на чердаке порядок наводил», ответил Вася и улыбнулся Яне. «Здравствуйте, Василий». «Привет», кивнула девушка, «милый у вас тут». «Василий», повернулся парень к Алексею, «не обращай внимания, он всегда такой». «Да я в курсе», усмыхнулся Лешка. «А что, Рома пьяный уже?» «Лучше спроси, когда он трезвый», сказал Вася и потер ладонями друг от друга. «Прошу вас в дом, сейчас борщ готов будет». В доме было темно. Петрович предупредил о низких потолках и просил не разуваться. Как-то очень быстро все оказались на довольно просторной кухне, где Вася начал разливать по мискам ароматный борщ. «Слабый он у тебя получился, я бы острее сделал», попробовав борщ первым, отозвался Петрович. «Перец и соль на столе», пожал Вася плечами и наклонился к Яне. «Вам хлеба белого или черного?» «Ну, где там Рома?» выкрикнул дед и толкнул Алексея, который до сих пор нерешительно топтался в дверях. «Иди, буди своего проводника». «Я лучше машину загоню». «Пойдем, ворота откроешь». Лешка тронул Васю за плечо. «Дядь Вань, я сейчас». Бросил Вася, и они исчезли, чем Петрович незамедлительно воспользовался. «Я тебе, доча, совет дам», зашептал он Яне, приблизив к ней лицо и дыша табаком. «В зоне, если доведется встретиться с Сидором, передай от меня привет. Точнее, его там Сидорович зовут. Он-то еврей старый, много знает. Всю жизнь там живет, и никакая зараза его не берет. Он только меня боится, потому что в 85-м на бутылку занимал и не отдал до сих пор. А в 86-м, почти перед первой аварией, уронил Портвейн. «Да где я там вашего Сидоровича найду?» перебила Яна, прыстнув со смеха. «Я еще и в зоне-то не была. С чего вы взяли, что мы вообще в зону собрались?» «Я скажу как. Он недалеко. Вот справа от нас Андреевка и детятки. Не знаю, куда вы пойдете, но из Андреевки только проселочная дорога идет, а в детятках слишком много лишних глаз. Да и беспокойное место эти детятки. Ну, их клеш ему». «Сидор, по секрету тебе говорю. Сам на СБУ барабанит. Вот. С ним аккуратней надо быть. Понятно?» Петрович подмигнул Яне, и она чуть не подмигнула в ответ. «Как ты думаешь, почему вояки рейды в зону делают, всех подряд гребут, а его не трогают?» «Вот так-то». «Но я на него зла не держу. Нет. Пускай отдаст мне то, что обещал еще год назад прислать. Поясница уже не к черту». А вот и мы, Лешка и Вася, возникли в дверях. У Алексея была одна из его дорожных сумок, которую он поставил на свободный стул и начал извлекать разные деликатесы, что они с Яной приобрели по дороге. Вася суетился рядом, активно помогая всем и, главное, успевая это. «Ого! Как вас много!» В кухню, что начала становиться тесной, ввалился плохо выбритый парень лет двадцати шести в военной форме безо всяких опознавательных знаков. «Здорово, пацаны!» Он вдохнул страшным перегаром и начал прожимать всем руки. Волкову он тоже принял за пацана, и она не стала его разубеждать. Все равно взгляд Ромы был еще плохо сфокусирован. Он прояснился, когда Алексей выставил на середину стола литровую златославную. «Вот теперь можно и поговорить!» обрадовался он, плюхнулся на треногий табурет, толкнув при этом тарелку Петровича и расплескав больше. «За встречу полагается выпить!» «Тебе обо все пить, дармоед!» проворчал Петрович. «Когда же вы нажретесь?» «Когда уничтожим мировой сионизм!» сказал Рома и поднял граненый стакан. «За рыбалку!» «За то, чтобы всем вернуться домой!» исправил Вася, и все присутствующие энергично закивали. «Ну а теперь за то, чтобы не было зоны!» занюхав чем-то зеленым, сказал Рома. «Закуси нормально, тебе еще за рулем сидеть!» прикрикнул на него Вася. Яна удивленно посмотрела на Лешку, но он пальцами показал, что все нормально. «Если бы не я, и тебя бы здесь не было!» погрозил пальцем Рома. «А если бы не я, то тебя бы не перевели из детяток, а вообще бы выпиздили за пьянку!» закричал Петрович. «Щенок!» «Тише, парни! У нас тут гости! Причем такая хорошенькая!» Вася снова улыбнулся Волковой, и Рома, будто проснувшись, дернул головой и уставился на девушку. «В натуре, баба! Копать мой огород! Привет! Ты кто?» «Это мой напарник!» толкнул Рома Алексей. «Да понял я! Тихо ты, Антип!» отмахнулся Рома. «Здорово! Ты что, напарник, тоже в зону собралась? Там же кукол нету!» «Или он заткнется, или я его покалечу!» Волкова показала на Рому. «Все! Я гоню! Извини быстро!» Рома шутливо заблокировался локтями, плечом пихнул Ваську. «Наливай! Какого моржового ты сидишь?» «Давай лучше моего самогону, а это я на растирку заберу!» потянулся за бутылкой Петрович, и его почти грубо осадили. Минут через пять компания закурила, и я непорядком наскучила. Однако девушка понимала, что вся эта вакханалия может быть своего рода традицией, или же требуется для бизнеса и перехода на запретную территорию. С небольшим трудом она выбралась из кухни и вышла на крыльцо. Амурка поднял голову и уставился на Яну одним глазом. Хвост его все так же лениво отгонял мух. «Что, песик, скучно тебе?» Амурка зевнул с прискуливанием и лег на спину, бесстыдно открыв пузо и задрав лапы. Девушка рассмеялась. Потомок благородных волчьих кровей и кавказских овчарок хотел, чтобы ему почесали живот. «Вот негодник!» «Я с тобой играться не буду!» Яна погрозила ему пальцем. «Ты мышей, говорят, не ловишь!» На крыльцо вывалилась вся озорная компания. Рома что-то яростно доказывал Ваське. «А я говорю, что в дедятках одни стукачи и особисты. Центровая точка эти дедятки. Если проходить, то только через пятый блокпост. Сегодня у них проверка была, мне Гарик звонил. Теперь там хоть эскадру Камазов пропускать можно, дня четыре!» «Да ладно, я понял», согласился Вася и повернулся к Лешке. «Когда планируешь выехать?» «Да чем быстрее, тем лучше», Лешка пожал плечами. «Эскадра — это морское понятие». «Вот и я говорю», воскликнул Рома. «Иди, собирай вещи». «Хорошо». Вася исчез в доме. «Так, я за руль». Рома дернул в водительскую дверь джипа, но она не открылась. «Ключи, быстро». «Ты уверен, что все нормально?» поинтересовалась Яна. «Да, конечно, уверен. Это брат мой двоюродный. Ты что?» Лешка широко улыбнулся. «Он за рулем устойчивее, чем пешком». «Амурка, куси его», показал на Рому Петрович. Во рту у него была самокрутка с чем-то очень ароматным. «Дай табачку своего, дядь Вань», попросил Лешка. «Дай, у вас в Москве знаешь, чем подавился?» Петрович сверкнул на парня глазами, но, вспомнив о Яне, замолчал и неохотно махнул рукой куда-то в сторону кухни. «Там, в шкафу возле окна. Будешь должен». «Ох, скупой ты дед», заметил Рома, что сидел возле джипа на корточках и тоже курил самокрутку. «Но табак у тебя зашибись. Реальный табак. С травами какими-то, да?» «Тебе не все равно», досадливо поморщился Петрович. «Вези людей куда надо не ругайся, дядя Вань. Вишни все равно обобрали», засмеялся Рома. «Грузимся?» Алексей и Яна пристроились на заднем сидении. Вася с рюкзаком средних размеров рядом с водителем, а сам водитель с бутылкой пива возился с креслом, пытаясь его отодвинуть. Наконец, ему это удалось, и он прижал Лешкины ноги так, что парень взвыл. «Ты охренел, чудак, на другую букву!» Алексей толкнул Рома в затылок. «Знаешь, сколько я за этот я и БТР могу водить!» Рома завел мотор, поиграл тахометром, разбудив, наверное, все оставшееся население в радиусе пары километров. Петрович что-то начал кричать, а Амурка залаял, глядя, правда, почему-то в другую сторону. «Вперед! Но, пасаран!» Рома взмахнул бутылкой, облив себя и Васю. Джип рывком сдвинулся с места и едва не задел ворота, что Петрович открыл, не расставаясь со своим ружьем. Навстречу понеслись деревья со скоростью большей, чем та, которую позволял себе Лешка на нормальной трассе. Яна засомневалась, что они вообще доедут до блокпоста, но приятель, ободряюще качнул головой, и девушке пришлось ему поверить. «Слышь, Леха, есть любая?» выбрасывая бутылку в окно, задал вопрос Рома. «Нету». «А шо есть?» спародировал кого-то Рома. «Клубняк», отозвался Лешка. «Да ты шо! Клубняк! Це дерьмо! Ну его кончутки!» выругался Рома, врубая музыку почти на полную мощность. Бенасси, оказывается, просто рожден творить музыку для сельских ухабов. Ехали минут 15, то есть на дикой скорости петляли по извилистой и узкой дороге, проходящей по довольно густому лесу. По пути им пришлось проехать два КПП. Как объяснил Рома, между зоной и приграничьем был тройной военный заслон. В первой КПП Рома проскочил даже не снижая скорости и солдат возле сломанного шлагбаума только проводил его взглядом. У второго КПП пришлось притормозить и Рома, высунувшись в окно, кому-то пригрозил неким Михалычем, трибуналом и общеизвестными непечатными выражениями. Роме ответили в его же стиле, но шлагбаум подняли. Окончательно поездка завершилась около третьего, двухэтажного и серьезно обустроенного КПП, окруженного проволочным забором со стороны двух других КПП и бетонным со стороны зоны. Недалеко от шлагбаума Волкова увидела казарму и какие-то одноэтажные строения, вероятно, служебного назначения. Навстречу Роме вышел капитан с испитым и очень недовольным лицом. Лешка и Рома о чем-то поговорили с ним, передали несколько увесистых сумок, после чего капитан махнул рукой двоим солдатам, стоящим неподалеку. Солдаты открыли въездные ворота, пропуская джип. — Ну, почти все, — сказал Рома, протискиваясь за руль. — Пару километров я вас провезу, а дальше сами. Мне, да и вам, ни к чему светиться там все вместе. Доходчиво? Вся его показная веселость и даже опьянение куда-то делись. Остался лишь тяжелый сивушный запах. — Так точно, братуха, — откликнулся Лешка. — Джип можешь у Петровича оставить. За ним вернемся. Наступила неловкой паузу. — Кто-нибудь точно вернется, — закончил Лешка. — Конечно, вернемся. Все вместе. Вася подставил ладонь для хлопка. Рома, поколебавшись, хлопнул. Через несколько минут их окружала темнота и тишина. Они прибыли в зону. Рома развернул джип и открыл дверь. — Ладно, чего уж там, прощаться не будем. До скорого, — помахал он всем рукой. — А с тебя, Леха, отдельно. Ты знаешь, что мне надо. — Знаю. Пока, братан. Джип умчался назад к блокпосту, оставив троих сталкеров посреди абсолютно пустой дороги. — Нам туда, — показал верх Лешка. — Что там, — поинтересовалась Яна, удобнее устраивая на плечах рюкзак. — Там бар, называется у погибшего сталкера, — опередила Лешку Вася. — У вас вроде бы встреча? — Там наши, — кивнул Лешка и сделал в ту сторону полупоклон. — Здравствуй, зона! ИСБ, Интернациональная служба безопасности, отдел Чернобыльской зоны, из доклада номер 2020-06, прикрепленного к личному делу объекта Яна Волкова, отправлено в центральный офис ИСБ в соответствии с номером По полученной информации Волкова и сопровождающий ее сталкер-нелегал Антипов А.Н. проникли через периметр с помощью прапорщика Смагинцева Р.В. и оплаченного Антиповым военного коридора в районе Отслеживание всех передвижений Волковой в данный момент лично мной прекращено. Подотчетная мне группа находится в постоянной боевой готовности. О. сознание пока не дает никаких комментариев к происходящему и на запросы не отвечает. Страж Монолита на связь выходила один раз но конкретно даже она не может сказать ничего. У нее было свое задание. Лично моя позиция строится на подозрении очередной попытки прорыва. Готов в любой момент лично выдвинуться за подконтрольной девушкой. Исполняющий обязанности управляющего ИСБ по вопросам безопасности Чернобыльской зоны директор Института изучения Чернобыльской зоны Корякин О.С. Глава одиннадцатая Бар у погибшего сталкера А когда вообще Сидорович сюда перебрался? Уточнил Лешка через несколько минут. Сталкеры неспеша поднимались на бугор, на глаза нацепив легкие ПНВ украинской разработки и из-за этого недорогие. Года два-три назад, как раз когда бывший торговец под выброс попал. Говорят под выброс, а может бандиты наехали? задумчиво произнес Вася. А ты сам давно ходишь? поинтересовался Лешка. Вася пожал плечами. Да лет семь уже. Лешка и Яна переглянулись. С ними шел настоящий ветеран. Словно прочитав их мысли, Вася обернулся и добавил. Я по мелочи, далеко не забредаю, мне деда нельзя бросать. Так Петрович твой дед? наконец сообразила Волкова. Да, он кстати бывший к нему такие люди иной раз заезжают. Ему знаете сколько лет? Девяносто пять. Нифига! поразилась Яна, вспомнив, как лихо Петрович опустошал рюмки и косился на ее грудь. И как? Хватает, если поблизости? скептично сморщился Лешка. А когда их хватало? улыбнулся Вася. Их сколько ни дай, все мало. Это верно, вздохнул Лешка. А дети у тебя есть? задала вопрос девушка. Есть. Две девки и сын Павлик. Ого! А где они? В России. Я им отсылаю. Вот и пришли. Село было небольшим и располагалось с правой стороны дороги. Центральным и наиболее сохранившимся зданием здесь был сельсовет, который теперь полностью принадлежал почти легендарному Сидоровичу. Раньше у него другая берлога была, помельче этой, сообщил Вася. Сидорович вообще всех переживет. Он даже в апреле 86-го никуда не уезжал. После первого взрыва бегал от ментов, от солдат, второй пересидел в подвале, а в девятом году собрал вокруг себя бомжей, они и трудились на него за тушенку, что он на каком-то складе нашел. Деловой человек. Так он кто по национальности то? Не поняла Яна. Ах хрен знает, может и белорус. Сидорович это фамилия. А там что? Указала девушка на здание поменьше. Бар называется у погибшего сталкера. Тоже, кстати, Сидоровичу принадлежит. Когда они вошли, многоголосый гуман прекратился, как в дешевом голливудском фильме. Множество лиц, молодых и старых, пьяных и не очень, небритых и наглых, усталых и заинтересованных уставились в первую очередь на Яну. Пару мгновений девушка была в замешательстве и даже материнский подарок, кулон из непонятного материала завибрировал, но неуверенно и почти сразу успокоился. За это время девушка успела окинуть бар взглядом и ничего особенного не обнаружила. Кроме разве что двух девиц, которые находились возле стойки и смотрели на нее с явным вызовом. Одеты они были в синевато-серый камуфляж и вооружены подержанными укоротами. «Леха, братан, ну наконец-то!» заорал вдруг кто-то страшным хриплым голосом. Яна увидела его обладателя. Из-за ближайшего к бару столика поднялся кошмарного вида двухметровой детина лет тридцати пяти со сломанным носом и недельной щетиной. Распахнув руки в объятиях, он ринулся к ним. «Здорово, кулек», ответил Лешка. «Здорово, бродяга!» пробудил кулек по пути, пожимая руку Васе и небрежно бросая ему «как дед!» «Нормально!» отмахнулся сталкер. «Он всех нас переживет!» «Это точно!» согласился кулек и остановил взгляд на Яне, расплылся в широченной улыбке. «А это кто? Такая загадочная!» «Это моя напарница!» пискнул Лешка. «Ты кто такая? красавица!» «Меня Володя зовут!» «А как тебя?» «Яна», ответила девушка. Кулек ее не напрягал. «Очень рад познакомиться, Яна!» Володя потряс руку девушки, которую, кстати, держал очень нежно. «Все, Яна, ничего не бойся! Ты под нашей защитой!» «Я и не боюсь!» пробормотала Волкова, обескураженный его напором. «Так, Яна, мы тебя в обеду не дадим, по стенке размажу, всем ясно!» Вова обернулся с весьма грозным видом, и многие лица уткнулись в свои тарелки и стаканы, что, разумеется, не ушло от внимания девушки. «Видимо, Кулька тут побаивались!» Вася качнул головой и вздохнул. «Пошли к нам за стол!» Кулек потянул Яну и Алексея за собой, по пути объясняя. «Вон лебедь сидит, но он уже пьяный, а это Мирон, он, между прочим, родом из Бобруйска!» «Да ты всем-то не рассказывай!» усмехнулся толстощокий парень добродушного вида. Одет он был в настоящий, хотя и видавший виды сталкерский комбинезон. Яна читала про такие в интернете. Эти костюмы изготавливали народные умельцы в самой зоне или в приграничье. Они защищали от пуль, радиации и укусов мелких хищников лучше, чем обычная куртка с вшитыми металлическими пластинами. У кулька и лебедя были точно такие же, но чуть новее. Но из всех троих только Мирон и Вася смотрелись настоящими сталкерами, в меру опытными и в меру серьезными. «О, здорово, Вася!» лебедь приподнял над столом голову. «Как дед?» «Да нормально», сказал Вася. «Тебе подстричься не мешало бы», заметил лебедь и икнул. «Им обоим с Мироном не мешало бы подстричься», произнес кулек, освобождая самое чистое и удобное место за столом посреди широкой лавки. «Садись сюда, Яна!» «Не садись, а присаживайся», исправил лебедь и снова икнул. Выглядел он ровесником Мирону и Лешке. «Это кто?» Алексей протянул руку Лешка. «Александр протянул руку Мирон хихикая». «Царь, очень приятно», пошутил Вася. Лебедь тоже протянул руку и кулек, весь занятый ухаживанием за девушкой, вложил туда грязную тарелку. «Александр, это я», обиженно сказал лебедь и снова икнул. «Сейчас я горячего закажу», сказал кулек. «Ты Александр второй, а я Александр первый», сказал Мирон, улыбаясь. Яна тоже улыбнулась, отметив, что Мирон с Васей действительно являются обладателями густых шевелюр. «Подстилка стриженная», донеслось от стойки. Волкова уже знала, к кому обращено это высказывание. Она бросила на девицу презрительный взгляд. «А на тебя и слепой пес не посмотрит, мышь», громко сказала она. Маленькая плотная девица хотела рвануться к ней, но ее придержала подруга, высокая и какая-то сухая, со сломанным носом и со шрамом во всю щеку. «Отставить трава, хорош», осадила она маленькую и посмотрела на Яну. «А ты прикуси язык, пока тебе его не вырвали». «Как бы ты свой не проглотила», Волкова вскочила на ноги. «Подраться хочешь?» «Эй, девочки, тише, вы че?» замахал руками кулек, заслоняя с собой Яну. «Тихий вечер, а вы ругаться?» Он шагнул к стойке, обнял обеих девиц за плечи и попытался прижать к себе. Высокая со шрамом скинула его руку. «Володя, отстань ты, и так тошно». «Это мои друзья», сказал кулек ей. «Спица, ты не бузи, и ты тоже трава, чего задираешься?» «Таким здесь не место», отрезала спица. «А какие места?» воскликнул кулек. «Тебе какое дело? Ехай в свою Ригу, или откуда ты там вообще? Чего сюда приперлась?» «Вова, не шуми», появился бармен. Мужчина лет сорока пяти, черноглазый и худощавый. «Чего-нибудь еще заказывать будешь?» «Да, холод, тащи самое лучшее», ответил Вова и чмокнул траву в лоб. Та, сморщившись, оттолкнула его. «Давай одну поджарку из говядины, еще два кабанчика, двойных и три салата. Сейчас закусим по-человечески. Лебедь, охраняй Яну». Лебедь хотел что-то сказать, но опять икнул. Девицы у стойки ухмыльнулись и отодвинулись к дальнему ее краю. Вася закурил и предложил сигарету Лешки, который ковырялся в рюкзаке. «Тут харчи дороже, чем в Москве», сообщил Лебедь, пытаясь сфокусировать взгляд и поэтому, глядя Яне куда-то в район шеи. «Де эфицит? Здесь еще можно живую еду попробовать, а не консервы», сказал Вася. «И не местную», многозначительно добавил Мирон. «Выпьешь?» Лебедь показал Яне подозрительного вида бутылку с криво наклеенной этикеткой, которая гордо гласила, что находящиеся внутри жидкости именуются казаки. «Паленка голимая», оценил Алексей, махнув рукой. «Настоящие киевские казаки с электронным акцизом». От стойки донеслось шипение травы. Яна покосилась на нее и подумала, что еще немного и она запустит в ее сторону по крайней мере тарелкой, которую Лебедь на автомате до сих пор держал в руке. «Леха, помоги!» заорал кулек. Алексей метнулся к стойке и через минуту вернулся с широким подносом, заставленным снедью. Следом кулек тащил пиво киевское и несколько банок вездесущей Балтики девять. «Это для лебедя! Он любит!» объяснил он Васе. Яна с подозрением оглядела серые куски мяса с прожилками сала и Лешка поспешил переставить тарелку. «Тебе вот это!» сказал он. «Обычная говядина!» «Кабанчик местный!» ткнул пальцем кулек в подозрительную тарелку. «Ты, Леха, зря все время отказываешься!» «Ну что, выпьешь?» повторил лебедь, слегка толкая Яну локтем. «Конечно! Давай, наливай!» ответил кулек, разрывая мясо руками и обжигаясь. «Сука! Горячее! Ну холод!» «Мы Синьку с собой привезли, наша, черноземская!» объявил Лешка, доставая златославную и разливая ее по стаканам. Кулек встрепенулся и заулыбался, отчего Вася вздрогнул. «Нифига! Откуда вы ее перли? Такая водка здесь редкость!» оценил кулек, засовывая в рот целый кусок местного деликатеса. «Зашибись! Не хохляцкое, чтобы дровами топить!» «Я попробую вашего кабанчика», решила вдруг Волкова, удивляя Лешку, который хотел даже что-то сказать. «Мало ли что». «Правильно!» оценил кулек. «Консервы и сухари быстро надоедают!» «Ага, слепыши лучше», ухмыльнулся Мирон. «А что? У слепышей нормальное мясо!» сразу ощутенелся кулек. «Только подольше жарить надо!» «И выбирать такого, от которого фон поменьше!» «Ты что, куль, слепышей жрал?» удивился Лешка. «Было похоже, что его эта информация шокировала!» «Мы тут недавно с лебедем крабосвина подстрелили!» не расслышал его вопрос окулек. «Вот у кого мясо вкусное!» «Только если дозиметр не подносить близко!» подмигнул Васи Мирон. «Не надо! Они не все такие!» обидел окулек. «Ну и как?» крабосвин поинтересовался Лешка. «Офигенно! нежнее, чем кабанчик в сто раз!» показал какой-то мосол кулек. «Их, кстати, за границу возят в специальных рефрижераторах», сказал Вася. «А за океаном порция крабосвина вообще косарь зелени стоит!» «Фига себе!» оценил Лешка. «Правда что ли?» «Жаруют соки!» пробормотал Мирон. «Век водки не видать!» перекрестился Вася. «Туши быстро за косарь!» «Зато мы можем все это бесплатно харчить!» сказал кулек, вытаскивая что-то из зубов на кончике спички. Внимательно смотрел и снова засунул в рот. «Да тебе дай снорка и его сточишь!» засмеялся Мирон. «Ты опупил, Мирон! Снорк! Это же бывший человек!» «Ты че?» зарычал кулек. «Да ладно!» Я пошутил. Мирон обнял кулька за шею и поднял свой стакан. «Надо выпить!» «В натуре!» качнулся лебедь. Лешка разлил снова, выпили, закусили. «Мы одна бригада! Мы клан вольные строители!» закричал вдруг кулек. «Здесь в зоне надо держаться вместе! Тут одни шакалы и крысы!» Волкова покосилась на девиц в камуфляже. Они делали вид, что о чем-то беседуют друг с другом. Проходящий мимо сталкер поздоровался с Васей. «Как дед?» спросил он. «Нормально!» ответил Вася. «Одни крысы! Ясно вам или нет?» Кулек оглядел бар глазами, внезапно налившимися кровью. «Это что за лервы?» Лешка кинул в сторону девиц, обратившись к Мирону, как к самому авторитетному и трезвому. «А, фан-чу их знает!» простодушно пожал он плечами. «Может, наемники, может, сексоты. Да так, бонты!» «Ноги раздвигать по команде они прибыли!» прорычал Кулек, слегка повернув голову к девицам. Те что-то прошипели и направились к выходу. «О, да газуй я отсюда, пока я добрый!» прикрикнул Кулек. «Вова, ты когда-нибудь доболтаешься?» сказала девица со шрамом. «В Бобруйск, животное!» Кулек саданул кулаком по столу и лебедь выровнял наконец грязную тарелку. «Слышь, молчи насчет Бобруйска!» осадил Мирон друга и Кулек, встряхнув головой, в пьяном недоумении уставился на него. «Что-то упало!» сказал Вася, а лебедь полез за тарелкой и уткнулся головой в салат. «Э, лебедь! Тише ты! Убьешься!» Кулек «Опа-на!» вдруг воскликнул Лешка. «Это же учитель!» Яна проследила его взгляд и в самом дальнем углу обнаружила мужчину лет тридцати трех в очках, джинсах и черном коротком плаще. Он сидел за маленьким квадратным столиком и, не замечая вокруг ничего, что-то чертил или набирал в своем ПДА. На столе перед ним была баклажка далеко не дешевого пива и круглая пепельница. Удивились Мирон и Кулек одновременно. «Да так!» уклонился от ответа Лешка и, взяв со стола нераспечатанную пачку Мальбора, направился к незнакомцу. «А кто это?» удивилась Яна столь бурной Лешкиной реакцией. «Это почти легенда Зоны», сказал Вася тихо. «Говорят, он знает самого картографа. И что карты с самыми новыми аномалиями он еще до выброса нарисовать может. Если настроений не будет, конечно». «Карты? Он рисует карту зоны?» уточнила Яна. «Он даже помечает на них места аномалий», продолжил Вася. «Он единственный, кому Тропов доверил свой секрет по картографии». «А почему учитель?» спросила девушка. «Говорят, что он раньше преподавал в каком-то институте, а потом на вокзале у него украли сумку с документами и он не смог вернуться в Россию». «Так он русский? Больше на калмыка похож», перебил Мирон. «Да заткнись ты, тут больше половины русские», одернул его кулек, «и контрактников тут тоже русских больше, за такую мелочь хохлы под радиацию и мутантов не лезут». «Ну, что дальше? Повествуй, Гоголь». «Кстати, он правда калмык по кому-то», кивнул Вася. «Дальше что?» А дальше он хотел пересечь границу, на каких-то попутках добирался, но в итоге прибыл сюда, в зону. И через блокпосты прошел так, что никто и не понял, а потом встретил картографа. «Так тропов и картограф это одно и то же?» уточнила Яна. «Да», кивнул Вася, «учитель появился в баре в районе Рассохи, и никто не знает, как он туда добрался, без оружия, без защиты. А картограф вошел следом и сразу забрал его там весь барпер полошился. Это ж надо, Тропова живого увидели. Выскочили на улицу всем кагалом, а там никого уже нет. Ну, сами понимаете, для Тропова это не проблема, дыру найти в пространстве и туда сквозануть». «Он тебе никого не напоминает?» Мирон махнул на Васю рукой и показал Янина учителя. Девушка заулыбалась. «Реаниматор! Он там зомби оживлял!» «Один в один!» Мирон довольно откинулся на кирпичную стену помещения. «Не верю я в Тропова, но про учитель что-то слышал. Серьезный тип». Яна присмотрелась к парню в очках внимательнее. Лешка стоял над ним, явно что-то предлагая или просто выражая свое почтение. Учитель продолжал копаться в своем КПК, отвечая Лешке однозначными фразами с совершенно отсутствующим видом. И только когда Лешка, разочарованно понурившись, голос. Он был удивительно бесцветным и совершенно обычным. «У тебя блютуз настроен?» не поднимая глаз, выкрикнул учитель. Лешка резко остановился и поспешил выхватить КПК. «Да, конечно, и сейчас», замешкался он, забыл сразу пристегнуть его. «У тебя что, нет ПДА?» поинтересовался Мирон у Яны. Девушка замотала головой. «Я не люблю что-то вообще таскать на себе», ответила она. Народ в баре почему-то засуетился. Кто-то открыто доставал портативный компьютер, кто-то украдкой. Похоже, Лешке на хвост собиралось прыгнуть все местное население, однако учитель не замечал этого. «Сливай», сказал он Лешке, совершенно не волнуясь, успеют ли сделать это другие. Потом также отключился и продолжил заниматься своими делами. Лешка вернулся к друзьям, вытирая взмокший пот. «Да, учитель, как всегда, в образе», пробормотал он. «А ты откуда его знаешь?» спросил Вася. «Как-то раз помог», после долгого раздумья сказал Лешка. «Что-нибудь интересное есть?» поинтересовался Мирон. Лешка просто кивнул, наблюдая, как небольшая группа сталкеров начала резко собирать вещи. Мирон понял, почему, и покачал головой. «Зря, на ночь глядя». В бар вошли три новичка. Это было видно по их пока еще не совсем уверенным взглядам. День-два в зоне, не больше. Зато в рюкзаках было полно каких-то дешевых артефактов, которые они чуть не вывалили на стойку. Их старший, мужичок с хитрющими глазами, поспешил занять освободившееся место. «Эх, не спешите», остудил их бармен. «Вот в ту дверь несите, я сейчас подойду». Двое исчезли в коморке рядом с туалетом, один подсел к старшему, который развалился на скамейке, с расслабленным видом затрал руки за голову. «Эх, кваску бы сейчас холодненького, да чтоб в нос шибало», мечтательно произнес он. «Хочешь, я тебе в нос шибану», повернулся к нему кулек. Мужичонка вздрогнул и опустил руки. «О, здорово, Володь, здорово, как дед?» «Нормально». «Ты квасосос, от ответа не уходи», прогудел кулек. «Когда должок вернешь? Учеников вижу, набрал». «Да ладно, Вовик, я это то самое...» «Коль, отстань от него», вмешался Мирон и повернулся к мужику. «Не обращай внимания, квасосос, он пьяный». «Я не пьяный», проснулся вдруг лебедь и упал с лавки. Кулек опять поспешил ему на помощь, а квасосос пока не поздно дал отмашку своим парням и они пересели за другой столик, почти скрывшись в сигаретном дыму. «Не пора ли спать?» сказала вдруг Яна, которой все это вдруг надоело. «Мне кажется, завтра мы все куда-то выдвигаться хотели?» «В натуре». «Погодь, сейчас лебедя донесем!» крикнул Кулек. «Конечно, донесем!» Вася подхватил лебедя с другой стороны. «Вы где ночуете?» поинтересовался у Мирона Лешка. «Да тут пустых домов куча. Мы рядом, через трехаты налево», показал он куда-то. «Вы, если поцевильней хотите, у холода спросите. Тут они с Сидоровичем пока есть малость», согласился Лешка. «Ну что, до утра?» «Давай, утром у Сидоровича!» крикнул Кулек и пихнул лебедя. «Да держись ты!» Штаб-квартира ИСБ, Интернациональная служба безопасности, отдел Чернобыльской зоны. «Олег Станиславович, вот то, что удалось нам достать». Оперативник положил перед шефом тонкую папку. Корякин кивнул ему, отпуская, и, дождавшись, пока дверь за оперативником закроется, вытащил несколько распечаток и фотографий. Внимательно рассмотрел снимки, сделанные в разное время и в разных местах. Почти на всех пронумерованных датой фотографиях интересующая его ведомство девушка имела короткую стрижку и абсолютно не пользовалась макияжем. У Яны от природы было красивое лицо с правильными и гармоничными чертами и идеальная фигура, если за идеал брать, например, тела спортсменов-пловцов. Не исключалось, что такую форму Волкова поддерживала благодаря интенсивным тренировкам. На некоторых фотографиях она была в кимоно или в тренировочном костюме и фоном у большинства из снимков был ринг или парк с беговыми дорожками и турниками. Еще несколько снимков запечатлели ее с винтовкой Биатлон-7 в руках или с пистолетом Макарова. На самой свежей фотографии Яна Волкова была в компании очень подозрительных субъектов, где-то за городом. Судя по сосредоточенному выражению лица, она доказывала свое мастерство стрелка, и это было для нее важным. Одним из субъектов был ныне покойный Громов, а рядом с ним известный криминальный авторитет, который до сих пор находился в федеральном розыске. Олег Станиславович откинулся на кресле и глубоко вздохнул. За эти дни он даже успел побывать в Лондоне в центральном офисе ИСБ, где имел довольно обстоятельную беседу с самим директором ведомства. Он до сих пор вспоминал окончание их разговора. Олег Станиславович, вы сделали хорошую работу и сделали это быстро, оценил директор и поинтересовался. Понятно, что наша подруга не играет в куклы и мирно существовать не желает. Скажите другое, вот такие люди, как она, часто попадают в поле вашего зрения? Конечно, нет. Подобные случаи большая редкость, ответил Корякин. Обычно что-то такое появляется у людей после вмешательства извне, например, после выброса. С этой девушкой вообще первый случай, когда способности появляются у человека, даже не находящегося в зоне. Интересно, а как объяснить это? Ведь это же монолит, похлопал по папке директор. Сколько у нас там агентов? Монолит единственной организации на планете, куда невозможно внедрить агента. Наших людей там нет. Есть те, с кем мы в тесном контакте. Причем монолит сам вышел на нас. И это оправдано. Секта занимается нашей же работой, только внутри зоны. И они вышли на нас через осознание, объяснил Олег Станиславович. Да, интересно. Руководитель ИСБ положил в папку несколько листов, которые до этого изучал. Почему монолитовцы заинтересовались этой девушкой? Скоро выясним. Наш человек пока ничего не знает, он просто выполняет приказ. Но, во всяком случае, все это говорит о том, что монолит мог образоваться до создания зоны. Глава 12 Зона Когда Яна проснулась, первое, что она сделала, то посмотрела на часы. Обнаружив, что ровно шесть часов, девушка удовлетворенно качнула головой. Привычка с большой, так сказать, земли осталась и в зоне. Да и вообще, все здесь было так же, как везде. Хотя, если посмотреть более строго, то реально зоны Яна еще не видела, потому что дальше эта деревня не выбиралась, да и прибыли сюда уже ночью. Девушка подошла к окну, забитому миллиметровой фанерой, сквозь щели, которая пробивался слабый пока дневной свет. Где-то вдалеке она услышала выстрелы и какие-то крики. Потом раздался чей-то смех и потянула сигаретным дымом. Волкова наморщилась и, накинув на плечи куртку, вышла на улицу. Через дорогу около неработающей колонки она обнаружила Васю с каким-то сильно небритым парнем. «Доброе утро!» кивнул ей Вася. В одной его руке был термос, в другой ведро, наполовину наполненное водой. Яна кивнула в ответ и обернулась на шорох позади себя. Лешка, зевая, протирал глаза. «Сколько времени?» спросил он. «Шесть», ответила Яна. «Чего-то мне хреново», пожаловался парень. «Не надо было пить», с досадой сказала девушка. «В зоне не пьют, а лечатся», наставительно произнес Лешка, прикладываясь к фляжке. «И тем более, что пацанов встретили». «Мне кажется, что этим пацанам все равно с кем, главное пить», заметила Волкова. «Нет, это проверенные люди», горячо возразил Лешка, вскочил на ноги и попытался ее обнять. Яна вырвалась. «Не дыши на меня», сказала она и головой указала на рюкзаки. «Собирайся, пора выдвигаться. Вы сами вчера весь вечер твердили, что стрелка у вашего торговца в половине седьмого». «Да, конечно». пробормотал Лешка. Они подошли вторыми. Первым был Вася. Он ждал около здания сельсовета и выглядел самым свежим из всей компании. На кулька и лебедя было страшно смотреть. Мирон продолжал улыбаться и только щетина выдавала его возможно плохое самочувствие. «Сначала к Сидору, а потом будем решать, куда двинем в первую очередь», уточнил Вася. «Сначала надо похмелиться», шмыгнул носом лебедь. «Тебе вы только похмели яйца», прокудел кулек. «Вчера все просадили. У нас только энзи остался, а его мы с собой возьмем». Он повернулся к Лешке. «Вам, у Сидора, что-то конкретное надо?» «Да, из снаряги», ответил Лешка и что-то сунул кульку в громадную лапу. «Можете пока затариться, мы сейчас». Повеселившая компания во главе с кульком направилась в сторону бара, Лешка нажал на кнопку, что украшало дверь бывшего сельсовета. «Говорите», отозвался кто-то очень ленивый механическим голосом, звуком испорченного трамвайного громкоговорителя. «Серый, ты что ли? Хорошего деловаться. Скажи Седоровичу, что это Лешка, Антип». «А, Антип», протянул трамвайный голос. «Тогда заползай, чего орать-то?» Толстая бронированная дверь заскрипела, соленоиды затянули язычки мощных замков в стены и Лешка с Яной оказались в коридоре. «Нам туда», показал Лешка направо, он в подвале. В полумрачном коридоре среди уцелевших столов и сваренных между собой стульев, вытащенных из актового зала, двое сталкеров резались в карты, развалившись на засаленном зеленом диване. С интересом посмотрели на Яну, поздоровались с Лешкой. «Вы что, говорят, с кульком жилу нашли?» поинтересовался один из парней. «Да хватит тебе, я только вчера сюда перебрался, меня тут почти месяц не было», отмахнулся Лешка и сталкер разочарованно отвернулся. «Сейчас ты увидишь одну из легенд зоны Сидоровича», шепнул Алексей, когда Яна спустилась следом за ним в подвал. Волкова ухмыльнулась и промолчала. Здесь была еще одна железная дверь и видеокамера на потолке, которая при движении слегка жужжала. Торговец встретил их почему-то очень недовольным. Выглядел он лет на семьдесят, однако уверенно поставленные манеры разговора и деловая хватка доказывали, что стариком его называть еще рано. «На большую землю ходил?» спросил Сидорович вместо приветствия. «Да, сам понимаешь, с деньгами дорогу везде протоптать можно», кивнул Лешка. «Это точно», согласился Сидорович. «Ты в прошлый раз многих удивил. Много снял на большой земле?» «Нормально. А некоторые вещи по весу дороже золота получились». Рассматривая стеллажи с оружием, похвастался Лешка, и Сидорович поморсился. «Это не ускользнуло от внимания Яны, которая товары уже успела изучить, и ничего достойного внимания не нашла, кроме пары тройки вещей». «Я бы тебе тоже дал нормально», сказал торговец. «Знаем, проходили», отозвался Лешка, показывая на комбинезон, как у лебедя. «Я возьму два комплекта, себе и напарнику, то есть напарнице». «Хороший выбор, сразу видно, серьезный клиент», Сидорович, оценивающий кивнул и перевел взгляд на Яну. «Ну а ты-то что здесь забыла, дочка? Тебе с твоей внешностью надо в кино сниматься». «Это мой выбор», отрезала Яна настолько резко, что торговец поднял руки. «Все, извини». «Знал я просто таких, как ты, молодых, красивых. Мало их было, еще меньше осталось». «А кто остались, и женщинами-то трудно назвать. Ломает зона людей. Не всех, но ломает», вздохнул он. «А кого именно вы знаете?» Волковой стало интересно. О женщинах, что подавались в сталкеры, она слышала не очень много. «Ну, Бритва, Лиска, Диана, этих лично знаю. Еще слониха, но ее давно не видел. Говорят, в наемники подалась». «А кто такая трава и эта, как ее?» «Спица», обернулся Лешка, вертя в руках снабженный снайперским прицелом Абакан. «Понятия не имею», покачал головой Сидорович. Он откинулся в кресле, оттолкнулся ногой и, проехав метр два, оказался прямиком перед компьютером, что мерцал звездным хранителем экрана на столике рядом с верстаком для починки оружия. «Наличные» или «карточка», поинтересовался он, трогая мышь и запуская обычного ослика. «Карточка». Медикаменты, шоколад, пистолеты с парой-тройкой обоим. «Я понял. Сейчас прикину, что могу тебе предложить. Может быть, даже скидка будет по случаю твоего возвращения». «В скидку?» переспросил Лешка недоуменно. «Отлично!» «Ах, чуть не забыл». «Что еще?» Сидорович поднял на него глаза. «Есть ненужный корпус от детектора аномалий». «Просто корпус?» улыбнулся Сидорович. «Именно. Мне нужно заменить старый», тут же ответил Лешка. Сидорович продолжал щуриться и улыбаться. «Врешь!» наконец сказал он. «Если бы был нужен на замену, то ты бы сразу сказал Марку». «Ну да ладно, твоя каша. Бери вот это. Подарок. Сломанный ПДА самой последней модели японского производства со встроенным детектором аномалий, жизненных форм, радиации и, само разумеется, остальным набором обычных для наладонника функций, включая спутниковый навигатор». «Фигаси!» «А почему такое чудо техники и бесплатно?» У Лешки округлились глаза. «Потому что японская, при попытке починить или узнать начинку, вся эта хреновина выходит из строя на галушняк. Автоматическое уничтожение процессора. Япония! Чтобы мсала не есть! Тут работают только игрушки. Все, что мог один умелец сохранить». «Да, спасибо!» «То, что надо!» Обрадовался Лешка, поспешно пряча КПК в карман. «Переводи деньги. Код номер...» «Игрушки?» «Это хорошо. На досуге поиграем». «А чем питается компьютер?» Уточнила Яна и Сидорович махнул рукой. «Хотите, пальчиковый аккумулятор возьмите. Только зарядники от солнечных батарей у меня кончились. Вот. Одноразовый, китайский, на первое время. Впрочем, и так, я думаю, вы в состоянии найти. Как найдете, в это окошко вставите, специально для необработанных артефактов, типа... «И еще вот это держите. Молодежь специально собирает. Учится, так сказать. Надежно и проверено. Набор камешков, болтов и подшипников». «Да, это пригодится», пробормотал Лешка, пряча пакетик в карман. «Это для меня?» Яна постучала по японскому ПДА, когда они поднимались по лестнице и еще не дошли до игроков в карты. «Да, нацепи на руку, как часы. Типа, по нему ориентируешься», не глядя на девушку, проинструктировал Лешка. «Не люблю я ничего лишнего таскать», пожаловалась Яна. «Ну а что сделать? Иначе нас с тобой расшифруют на раз-два, а это чревато многим...» Лешка замялся, подбирая слова, не нашел нужного и просто махнул рукой. «Сама понимаешь». Они оказались в коридоре. «Не скучай, охрана!» крикнул напоследок Лешка. «И вам не хворать, бродяги!» поднял голову один из сталкеров, опять полюбовался на Яну, на которой даже сталкерский комбинезон сидел красиво. «Хорошего хабара!» «Никогда нельзя прощаться», объяснил Лешка Яне. На улице их ждала вся компания. Кулек что-то яростно доказывал Вася, но при появлении Лешки замолчал. «Ну что, выдвигаемся?» спросил Вася. «Пошли», кивнул Лешка. «Слухать анекдот», очнулся вдруг Лебедь. «Рисует один сталкер чего-то, подходит другой. «Ты чего рисуешь?» говорит. «Контролера», отвечает. «А где ты видел контролера в джинсах?» удивился первый. «А где ты видел контролера без джинсов?» спрашивает второй. Вася засмеялся, Мирон ухмыльнулся, Яна не поняла, Кулек не расслышал, Лешка нахмурился. «Вы уже похмелились?» поинтересовался он. «Э?» «Да, надо здоровье поправить было. На!» Вова протянул Лешке флягу. Яна поморщилась, однако промолчала. «Может быть, правда, традиция?» «Мы с Яной впереди, остальные следом. Куль, ты замыкающий», распорядился Лешка. «Не вопрос, мы с Мироном хоть сегодня отдохнем», прогудел Куль, пряча флягу, но перед этим сделав приличный глоток. Минут через десять они вышли из деревни, махнув на прощание охранникам на импровизированном блокпосту, на этот раз сталкерском. Блокпост был оборудован из мешков с песком и трехметровой металлической вышки, на которую, при всем желании, собака запрыгнуть бы не смогла, а ленточный печенек отбил бы желание и у более серьезных представителей фауны. «Вот теперь надо смотреть внимательно», задумчиво сказал Вася. «Начинаются аномалии». «Я уже одну вижу», показал куда-то кулек. «Вон, электро сверкает». «А вон там кабаны, штук пять, не меньше. Чего они там так резвятся? Дерутся, что ли?» разглядел мутантов лебедь. «С крабосвинами», опустив бинокль, сообщил Мирон. «И мне кажется, что они как раз там не драться собираются». Лешка наклонился к Яне. «Ты что-нибудь видишь?» спросил он, и в его голосе было очень много надежды. «Конечно», также тихо ответила Волкова. «Тут этих аномалий, целый вагон и все разноцветные». «Ух ты!» только и присвистнул Лешка. «А где этаки лежат?» вспомнила девушка. «Мне нужны этаки». «Рядом с электрой, почти всегда валяются», объяснил Кулек и вздохнул. «Только здесь, ближе к границе, до них не добраться». «Почему?» удивилась Яна. «Тут аномалии слабые, и артефакты почему-то в самом их центре всегда лежат. А когда аномалии рассасываются, артефакт может вообще потеряться». «Давай-ка свернем туда», показала вдруг Яна, прислушиваясь к своим ощущениям и уловив, вызвав вибрацию. Талисман на груди стал горячим. Волкова знала, что так бывает всегда, когда она сильно чем-то возбуждена, неважно, дракой или любовной игрой, азартом или поиском. «Куда?» опешил Кулек. «Стой!» «Не спеши, Куль», остановил его Алексей. «Она знает, что делает». «Это же моя напарница. Ты ее еще не знаешь». Две аномалии расположились совсем близко от дороги, метрах в десяти. Одна посверкивала полупрозрачной паутинкой разрядов, другая клубилась в воздухе в виде фиолетового шара. Описывать то, что видит, Яна не стала. «Болт!» «Или что там у тебя?» протянула она руку назад. Лешка остановился в нескольких шагах от нее. Дальше застыл Вася, потом Мирон. Кулек с лебедем остались на дороге и закурили, со скептическим видом наблюдая, как девушка на пустом месте хочет что-то отыскать. Яна бросила болт в фиолетовый шар. В одно мгновение металл стал красным и со свистом исчез где-то в небе, а на месте шара воздух будто бы выпустили из проколотого воздушного шара. «Воронка!» определил Лешка. «Прибор заметил?» «Ну а что же еще?» усмехнулась Волкова. «Так, что-то есть». Между шаром, который снова начал набирать вес и цвет, и электрой, в траве она увидела какое-то странное коричневое образование. Яна подтащила его к себе палкой. «Е-моё! Выверт! А его и видно не было!» воскликнул Лешка. «В траве спрятался!» объяснил Вася. «Крупный! Такой сидору можно за все восемьсот ру впарить!» «Как ты его увидела?» удивился Мирон. Волкова пожала плечами, бросив короткий взгляд на Лешку. «А вон и так лежит!» вскрикнул Вася. Однако соваться между аномалиями не спешил. Большой черный этак находился чуть дальше метра нахождения Выверта, и одна из искрящихся нитей электры проходила как раз над ним. Яна попробовала дотянуться до него палкой, но не смогла. Конец палки попал в аномалию, сразу запахло паленым деревом. Разряда почему-то никакого не было, но обгорела палка очень неплохо. «Сейчас я подберусь поближе!» пробормотала Волкова и шагнула между аномалиями. Кабан, лежавший до этого в небольших кустах неподалеку от развернувшегося действия, внезапно проснулся и потянул рылом воздух. До него долетел незнакомый запах. Он заворчал, поднялся на ноги и покинул свое лежбище. На месте кусающейся и щипающей лужи он увидел человека, а позади него еще нескольких. Запах шел со стороны людей и был запахом еды. Кабан заревел и бросился вперед. «Твою мать!» выруглся Вася. «Откуда?» Он поздно обратил внимание на детектор жизненных форм или, проще говоря, ультразвуковой сканер. Кабан несся прямо на Яну. Вся компания на мгновение замерла. Стрелять по кабану означало попасть в спину девушки почти в упор и обегать ее времени уже не оставалось. Все видели, как Яна побледнела, однако это не помешало ей выхватить из кабора пистолет. Опасаясь аномалии, расположенных с обеих сторон, Яна, не сходя с места, сделала пять прицельных выстрелов, один за другим уложив их в лоб и глаза мутанта. Двухсот килограммовая махина взвизгнула, пробежала по инерции метра четыре и упала у самых ног Яны, какие-то миллиметры не достав до электры. Посмотрите, нет поблизости таких еще, переводя дыхание, сказала девушка. Потом достала обойму и слегка подрагивающими руками начала снаряжать ее, вытаскивая патроны из кармана. Парни ошеломленно переглянулись и Волкова посмотрела на них. Я задала вопрос, прикрикнула она, полностью оправившись от шока. Нет, нет, никого нет, Ян, только вон те, но они недалеко, первым сообразил лебедь. Волкова присела на корточке и подняла и так. Вот оно, начало, первый артефакт. Ну, ты, Ян, даешь, восхитился Вася. А если бы промахнулась? Они же по одиночке здесь, никогда не нападают, воскликнул Вася. Что с ним такое? Звер дернулся и затих навсегда. Что-то мне не по себе, поежился Лешка. Да, бешенство в зоне страшное явление, покачал головой Мирон. Лучше помереть от укуса здорового животного, чем больного. Да ну во снах! Зря смеетесь, зона таких вещей не прощает, вспылил вдруг лебедь и вытащил нож. Отойдите, дайте я копыта срежу. Кулек с охотой принялся помогать другу. Вася с Лешкой закурили, а Мирон внимательно посмотрел на Яну. Ты училась стрелять где-то? спросил он. Волкова кивнула. Парень покачал головой. А такой выдержке там тоже можно обучиться? Яну улыбнулась. Если тесно, то я чуть не умерла со страху, сказала она. Просто выбора у меня не было. Она протянула Лешке ладонь с айтаком. То? Конечно, аккумулятор. Можно вставить хоть в плеер, хоть в детектор. Только ячейка переходник нужна, ответил за Лешку Мирон. Со стороны аномалии раздались ругательства и громкий хлопок. Тушу затягивало в аномалию, а брала у сталкеров всю добычу, сжала до размеров баскетбольного мяча и расшмаляла по сторонам. Кулек с лебедем стали похожими на заправских мясников. Оба начали ругаться очень витиевато и, можно сказать, что красиво. Но две ноги-то успели отсобачить, успокоил их Мирон. Идите, полью вам, умойтесь. Ноги только ученые скупают, или Сидорович тоже, спросила Яна. Да почти все торговцы. Тебя надо звать Стрелка, с уважением глядя на девушку, сказал Вася. Я видел, как ровно ты его приложила. Два по бокам и три в центр. Класс! Это точно! Шмыгнул носом кулек и сморкнулся кровью кабана. Держи, Вова, заслужил! Яна, смеясь, протянула ему и так. И ту фигню тоже забирай. Я еще найду. Да, Коль как раз по вывертым и медузам специализируются, потому что дальше свалки не ходят, хохотнул Мирон. А что? Знаешь, по чутарику, по медузе можно набрать много, возразил кулек. Не вертись, умывайся давай, прикрикнул Мирон. Кулек такой, найдет какой-нибудь выверт на кордоне и потом весь бар затрахает, улыбнулся лебедь. На лице, покрытом кровью, это выглядело забавно до абсурда. К нам гости, тихо проговорил Лешка, и кажется, я подозреваю, кто они. Опа, вот и гости, хлопнул Мирон себя по колену и добавил с досадой, откуда эти-то здесь? К ним приближался УАЗ со снятым тентом, в салоне которого угадывалось несколько человек. Со страшным скрипом он тормознул возле сталкеров. Здарова, братва, че вот такие невеселые? Голос с блатной интонацией принадлежал коренастому парню с чисто выбритым лицом и похожему на Роберта Де Ниру. Он вышел из машины, за ним потянулись остальные. На плечах бандитов были кожаные куртки, укрепленные бронепластинами, а у самого главного Де Ниру еще и некие коричневые образования. По характерной вибрации, исходившей от них, Яна поняла, что это какие-то артефакты. Здарова, Олег, вышел вперед Вася. Какое тут веселье? Под кабанов чуть не попали. Кабанов, хохотнул Олег Де Ниру. Вот здесь и здесь? А чего только один? Да и то разобранный. Остальных съели? Он в аномалию попал, ответил Вася мрачно. Да, не повезло свинке. Олег повернулся к своим дружкам и они стали издавать странные хлюпающие звуки, которые, судя по довольным рожам, представляли собой смех. Ну, а ноги-то чего? Только две были. Олег кивнул на то, что успел отпилить Володя. Двуногий кабанчик был и вы его схарчили. Ай, как нехорошо. А может это черт был? Он же до пояса, говорят, как козел. Ха-ха. Яна стояла позади всех и уже начала просчитывать возможность развития ситуации. Троих она могла уложить из пистолета, но сам Олег и длинный бровастый парень за ним были закрыты от нее Васей и Лешкой. Причем у обоих бандитов руки лежали на автоматных рукоятках, что, естественно, не сулило боя без борьбы с их стороны. Жалька, бантика, да. Ну-ка, здоровяк, кидай сюда ножки-то, приказал Олег кульку. Да не торопись так, что ты в самом деле? Они-то вам в некомплекте не нужны особо. Артемчик. Бровастый, рыхлый Артем, до этого стоящий позади Олега и распустивший губы от погружения в какую-то собственную нирвану, встрепенулся, вытащил из-под сиденья грязный сталкерский рюкзак и распахнул его. Внутри уже валялось несколько кабаних копыт и еще какие-то трофеи животного происхождения, что наталкивало на вывод о том, что делиться добычей в это довольно неплохое утро пришлось и другим свободным ходокам. Вот и ладненько, молодцы, похвалил Олег, а то скисли совсем. Это кудачи, не бзди, сталкер, аномалия кабанчика затянула или бродягу вольного, какая разница, зато какой улов будет после выброса, ого-го, когда выброс-то, уже скоро? Сегодня ночью, если верить синоптикам, сказал Вася. Точно, Василий, молодец, мужик. Не верь никому, тем более синоптикам, передавай привет деду. Олег хлопнул Василия по щеке и сел в машину, бросил взгляд на Яну. Ну, а ты, красавица, что здесь делаешь, от сумы или от тюрьмы бежишь? Тебя как зовут? Не твое дело, процедила Волкова и отвернулась. Еще чуть-чуть Лешку в сторону и она может стрелять, тем более, что бдительность бандитов слегка притупилась. Нехорошо огрубить старшим, назидательным тоном сказал Олег. На первый раз прощаю. Олег, начал Вася, однако бандит предостерегающе поднял руку вверх. Не болтайте ерундой, товарищ, прервал он и перевел взгляд на девушку. Бросай этих неудачников. Он обернулся к Артему и оба захохотали. Потом Олег скомандовал «Поехали отсюда!» Оаз развернулся с таким умыслом, чтобы пыли осело на костюмах сталкеров как можно больше. Опять поскрежетал тормозами и, быстро набирая скорость, исчез в том направлении, откуда появился. «Козлы!» прошипел лебедь и дернул Васю за рукав. «А ты не знаешь, кому они все-таки хабар сдают?» Вася задумчиво покачал головой. «Может, точно не Сидоровичу?» ответил он. «Говорят, по зоне разъезжает кто-то на броневике с детекторами и пулеметами. Не военные, а какая-то другая контора. Может, они искупают». «Это местный рэкет?» подошла к ним Яна. «Да, налоговые инспекции», кивнул Вася. «А что у него на плаще висело, такое коричневое?» сразу спросила Волкова. «Артефакт, причем очень редкий, называется «Мамины бусы». Он отводит пули в сторону. И найти его очень трудно», объяснил Мирон. «Ясное дело, что не этот Олег его нашел, тем более в таких количествах», воскликнул Лешка. «Попались бы они мне в глухом лесу», произнес кулек и погрозил кулаком. «Как-то по весне мы с тунгусом поймали одного». «Все, Вова, не продолжай», перебил Мирон, «не заводись». «Так все-таки куда бандюки и хабар сбывают, если торговцы с ними дела не имеют», поинтересовался Лешка. «Переброс через забор в каком-нибудь месте. Договорятся с посредником своим по телефону и подъезжают к периметру по разные стороны забора. Просто как три копейки». «А где тройной заслон и поля заминированные? А если камеры уж про переброс, я-то точно знаю, даже если забор только один». «Как ты, Леха, вообще в сталкеры попал?» удивился Лебедь. «Тебя бы, бродяги, просто повесили за твое военное прошлое. Ты же не докажешь, что не стрелял в сталкеров». «Э, я за Леху пасть порву», вступил Сокулек. «Леха просто пацан свой, он никогда не стрелял в наших. Он вообще правильный военный». «Был». «Хорош», прервал их спор Мирон и перевел разговор в старые русла. «Все через торговцев идет, так или иначе. Или через сталкеров, которые с бандюками связаны. Кстати, с мародерами кому-то даже очень выгодно общаться. У них по дешевке можно такие вещи приобрести. Тащить-то больше некуда». «Я слышал, что техники, которые камеры обслуживают», начал Кулек, потом внезапно замолчал и махнул рукой. «Ладно, двинули дальше, по плану», сказал лебедь. «Вытри нос получше», сказал Мирон. «Кровь осталась». «Или сопли». «Пошел ты». «А где этот план? Кто его составлял?» Протягивая лебедю какую-то тряпку, Мирон стал серьезным. Все повернулись к Кульку и Леше. Кулек пожал плечами. «Я с Лехой хоть куда пойду. Говори план, Леха». «Я предлагаю идти в темную долину через мертвые земли», предложил Лешка. «Так это же такой крюк делать», возразили все. «Зато у меня есть реальный план Сахрона». «А где ты его взял?» поинтересовались все. «Слил с ПДА одного урода на агропроме». «Я вообще там в прошлый раз видел очень много интересного, только не смог утащить. Спрятал кое-что, кое-что просто не мог достать. Спешил, выброс вылизился». «Спешил, выброс вылизился». «Но ведь под него ты попал», уточнил Кулек. «Ты говорил, что в подземельях пересидел». «И с тобой кто там еще был? Свобода, кажись?» «Нет, два пацана из чистого неба». «Да это и мертвых землях все перекрывает». «Ну мне, пацаны, сами знаете, и этого хватает. Я с вами только по пути шел», сказал Вася и зато шил окурок. «Мне от деда далеко нельзя отходить». «Да про Васю базара нет», вмешался Кулек. «Но мертвые земли, там же завестись может что угодно, там раньше кровососы обитали». «Ну так и я не один», улыбнулся Лешка. «А кровососы обычно пол рожка успокаивают, если с близкого расстояния». «Половина магазина», исправила про себя Яна. «В натуре, двинули в мертвые земли, может там чего-нибудь уродилось, это ж зона». «Да и мы что, не сила? Вместе мы сила», Мирон хлопнул лебедя по спине. Я не напомнила это один старый анекдот про байкеров и мужика с козой. «Она нас не забодала, потому что мы банда». Девушка усмехнулась, проверила пистолет и дернула Лешку за рукав. «Ваши земли в какой стороне?» «Направо». «Ну, так двинули», решила Яна. Сталкеры с сомнением переглянулись. «Не боись, Яна проводник от рождения», воодушевился Лешка. «Пошли!» Я почапал в ту сторону. Вася поднял свой рюкзак. «Хорошего хабара!» «И тебе того же!» откликнулся Кулек. Через десять минут очень быстрый для зоны ходьбы у всех путников, кроме Яны, сработал сигнал принятого сообщения. «Сто пудов, Семецкий!» выкрикнул Кулек, доставая свой ПДА. «Ну, ё-моё, совсем рядом!» удивился Миронов. «В трамплин на этот раз попал». «Что за Семецкий?» спросила Волкова «больше для того, чтобы хоть немного разбавить почему-то возникшие напряжения». «Один из первых сталкеров!» ответил Кулек. «Он первым добрался до Монолита!» «Не первым, не свисти!» перебил Мирон. «Первым был Дима Шухов, он стал черным сталкером». «Да какая разница, первый или второй?» вклинился Лебедь. «Главное, что до Монолита добрался, а Монолит его мечту стать бессмертным исполнил в своем стиле». «Так Монолит все-таки существует?» удивился Лешка. Яна покосилась на него. «Говорят, что да», сказал Мирон. «Только до него не добирался еще никто из одиночек, а штурмом брать Припять и сам реактор никому в голову не придет. Для чего такие усилия? Ради сомнительного выполненного желания?» «Ну а кто сказал, что он есть?» спросила Яна. «Те, кто общался с черным сталкером, с Семецким, с болотным доктором», начал загибать пальц Лебедь, «всего около десяти человек. Туда практически попасть невозможно, сектанты не подпускают никого ближе Припяти и Рыжего леса». «Монолитовцы?» догадалась Яна. «Они самые. Еще грешники могут нарисоваться, бандюки некоторые по слухам монолитовцы самая сильная команда. Во время большого прорыва они отбили у военных двадцать четвертого мишку, потом кто-то из натовцев попал под выброс, превратился в монолитовца и угнал Абрамс. Долговцы просрали один БТР. Да и без этого у них какие-то очень влиятельные покровители». «Фига себе! Абрамс с БТРом! Круто! Я даже не слышал этого!» изумился Кулек. «А чего ты мне раньше не рассказывал, а?» «Да это еще Пашка Колесо!» говорил он. «Только ты пьяный был!» отпихнул его лебедь. «Паша Колесо?» удивилась Яна. «Да это так, мелочь!» скривился Кулек. «Что он, что Чиполина! Уроды моральные! Чмо! С бомжами крутятся! Бандюкам, говорят, постукивают! Гоблином! Увижу, прибью нахрен псевдо-собачий!» Яна с Лешкой быстро переглянулись. «Вон, кстати, какой-то артефакт валяется!» показала Волкова, отвлекая Кулька и не зная, что и думать по поводу услышанного. В траве что-то подпрыгнуло, а сталкеры, занятые разговором, ничего вокруг не замечали, полностью доверившись очень рисковому проводнику. «Медуза! Что же еще это?» воскликнул Кулек радостно. «Фига се! Целое состояние!» начал издеваться Мирон. «Вот таких бы еще три! Мешка!» «Ага! Отдал бы долги!» добавил Лебедь. «Половину пока!» «От четверти!» сказал Мирон. «Смеетесь! Смеетесь!» прокряхтел Кулек, отправляя артефакт в контейнер. «Спасибо, Яна!» «То есть Стрелка!» «Кажется, у нас серьезные проблемы!» Лешка опять сообщал плохую новость. «Я вижу не только на компе, уже и так», пробормотал Мирон. «Псы! Стая!» Слепыши вынырнули откуда-то молча, и в их молчаливой сплоченности и слаженности действий чувствовалась воля более совершенного существа, чем были они сами. Возможно, ими на ментальном уровне управлял чернобылец, притаившийся за кустами. В отличие от похожих на чернобыльцев псевдо-собак, первые были трусливыми и на человека нападали только стаями, если не было возможности натравить на сталкеров слепышей. «На деревья!» попятился лебедь, вытаскивая пистолет. «Быстро!» «Нет деревьев!» взвизгнул Лешка. «Тогда все спина к спине и старайтесь тратить меньше патронов!» рявкнула Яна. Первые три собаки, которые появились из кустов, были сразу же отброшены назад выстрелами ее ПМ. Однако следом выскочили еще пятеро и сразу взяли сталкеров в кольцо. Яна сделала еще три выстрела и три собаки упали. Одна с простреленной головой, две другие были ранены в грудь и захлебнулись в скулящем кашле. Девушка сунула пистолет Лешки, выхватывая его оружие. «Заряжай!» Две из оставшихся собак по инерции неслись прямо на сталкеров и нарвались на заряд кортечи от кулька и пинок от Лешки. Кортечь пролетела мимо, но кулек успел подставить ствол дробовика под зубы мутанта и, вывернув вместе с ним, сломал собаке шею. Лешке повезло меньше и пес вцепился в его ботинок мертвой хваткой. Сбросить животное удалось только полоснув по глазам и брюху зверя ножом. При этом Лешка оступился и упал. По тем к счастью ни одной пули мимо не прошло. В итоге остался зуд от теплоты материнского кулона в ложбинке между грудей, терпкий запах пороха и восемь покалеченных животных, которые уже не были бойцами. Однако их место спешили занять другие. «Это последнее!» закричал сзади Мирон, бабахнув очередью из гадюки прямо над ухом Лешки. Пули вошли в какого-то щенка, размолотив того буквально через кустов. Вся стая бежала ровно по тропинке между болотом и какой-то аномалией. Этих было вообще около десятка. Волкова разжала руку с пистолетом и повела плечом, сбрасывая автомат. Щелчок предохранителя и нажатие на спуск. Выстрелы зазвучали равномерно красиво и ложились веером по собачьим мордам и бокам. Через несколько секунд и половину магазина от собачьей стаи остались одни воспоминания и подранки. На поляне воцарилось молчание. Ну ты, Яна, даешь! Наконец выдавил Лешка, поднимаясь на ноги и ковыряя в ухи пальцем. Где ты этому научилась? У меня приставка была игровая, усмехнулась Яна и, сообразив, что никто ее не понял, добавила. Поиграй в Unreal 2018 на уровне хардкор. На хардкор в натуре бесполезно играть, подтвердил лебедь. Это реальный жесткач. Ты в клубе тренировалась или сама? Долго? Слушай, лебедь, отстань ты! Охренели совсем! Отпихнул парня Лешка, заглянул подруге в глаза. Ты как? Нормально? Нормально, кивнула Яна и вытащила из его руки свой пистолет. Твой вон там лежит. А этот что, не зарядил еще? Так, хвосты надо срезать, донесся до нее голос лебедя. А чего детекторы не запищали? Они же должны пищать, если существо больше кошки, сообразил наконец-то. Ну-ка, проверьте свои. Кулек первым включил ПДА. Во, блин, у меня тоже отключено. Наверное, вчера по пьяни заблокировал, чтобы он не будил раньше времени. Ты не у Сидора его покупал? Звука и виброизвещение ПДА на жизненные формы было отключено у всех. После чего все решили, что во всем виновата зона, компьютерный вирус, сбой линии, спутник, а также Сидорович или хотя бы его возможные родственники из контингента людей, по чьей вине в кране отсутствует вода. Ладно, хрен с ним с детекторами. Зато какая бойня была. Сколько? Не посчитали? Кулек поднял в руке пару отрезанных хвостов. Да хрена! Самая большая стая, какую я когда-либо видел, воскликнул Лешка. Если бы не ты, Ян... Да, ты в натуре самая настоящая Стрелка, закричал Лебедь. Как в Джегет Альянс. Там есть англичанка-снайпер по прозвищу Стрелка. Точно, Лебедь, в цвет Янку погнал. Стрелка реальная, согласился Мирон. Яне Волковой это понравилось, и она превратилась в Стрелку. ИСБ Интернациональная служба безопасности Отдел Чернобыльской зоны Олег Станиславович в очередной раз пробежал глазами скупые предложения отчета. Мысль, которую он пытался поймать, не давала ему даже спокойно попить чаю в буфете института. Он чувствовал, что истина где-то рядом, что вот-вот он сможет вытащить ее на свет, но каждый раз сорвался. Ответ был настолько очевиден, что верить в него было как-то страшновато. Ведь если это окажется правдой... Он снова выписал на листок несколько наиболее значимых фактов. Первые сталкеры появились после катастрофы именно 1986 года. Они искали брошенные эвакуированными жителями ценности, а в лихих 90-х резали цветной и черный металл для частных скупок. Их сталкерами называли уже в то время сами работники милиции. Зафиксированы прецеденты, связанные с радиоактивным металлоломом, несчастные случаи на экскурсиях по Припяти. Первые сталкеры именно в 1987 году проникли под саркофаг. Сообщили новость, что топлива нет, и песком. Впервые об этом упомянулось в документальном фильме режиссера Сергея Мармеладова, снятого в 2004-м. И этот, один из первых сталкеров по фамилии слишком известный, нашел там странное трехметровое образование почти прямоугольной формы, о котором мы все думаем как о монолите, пробормотал Олег Станиславович, обращаясь к самому себе. Он даже сообщил об этом в докладе. Копия прилагается. Материал, из которого состоял найденный гигантский слиток, не имеет схожести ни с одним из известных науки сплавов. Центр космических исследований был поставлен в известность, но не отреагировал. «Явная работа по уничтожению всей информации о монолите», произнес Олег Станиславович задумчиво, и тут же ответил, «Несомненно». Глава 13 Заведение Карлоса Через три часа рюкзаки у лебедя и кулька были набиты под завязку всякой мелочевкой типа медуз, вывертов, этаков и колючек. Как выглядят и действуют на объекты различного рода аномалии, стрелка изучила, а с подачи своего кулона знала, где можно найти артефакт, который иной раз приходилось выковыривать из травы или земли. Привал решили сделать, когда увидели впереди какую-то деревушку. Сталкеры не торопились выбираться из мелколесья и изучали село в биногли. «Входить туда не советую», сказал Кулек, и Мирон его поддержал. «Устроимся на окраине, а еще лучше на поле. Неизвестно, что там может поселиться», сказал он. «С первого взгляда вроде ничего, но лучше подождать». «А приборы что кажут?» поинтересовался лебедь. «Ничего, слишком далеко». «Скоро там будет немного веселее», сообщил вдруг Лешка, изучающий совершенно противоположное направление. «Гляньте, как это сюда едет». Совершенно не скрываясь, по дороге двигался уже знакомый УАЗ. Бандиты остановились посреди поселка и, не таясь, вылезли из машины. Они о чем-то оживленно переговаривались и смеялись. «Вот соки», пробормотал Кулек, «Завалили кого-то». «Сто пудов», говорю, «завалили и хабар отобрали». «Тихо ты», одернул его Мирон. Бандитов было пять человек вместе с Олегом и Артемом. Поняв, что больше никто из машины не появится, стрелка изучила их через прицел своего Абакана, сделала необходимые поправки и начала примериваться, кого в случае боя без очереди пустить в расход. Артем попадался первым, так как отошел от всей своей компании дальше всех и мочился на кусты, стоя прямо напротив смотрящего ему в лоб ствола автомата Яны. Девушка без колебаний сняла бы его еще и потому, что он больше остальных вызывал у нее антипатию. Однако случай распорядился совсем иначе. На этот раз стечение обстоятельств было не в пользу ракетиров. Совершенно неожиданно Артем бросил что-то рассказывать и, не закончив мочиться, повернулся к Олегу. Штаны упали до самой земли и Артем механической походкой двинулся на главаря, вытаскивая из наплечной кобуры пистолет. Бандиты ошеломленно уставились на своего товарища, а он преспокойно, как в тире, расстрелял Олега в упор и успел ранить еще двоих. Третий бандит спрятался за островом пирожка, что украшал деревенский пейзаж посреди дороги и дал по Артему очередь из гадюги, срезавшую нападавшему обе ноги. Несмотря на это, Артем полз в его направлении и даже не выронил пистолета. Во попали! Контролер где-то засел! выдохнул кулек, но Волкова это поняла уже без него. Справа начинались разваленные домов и спрятаться враг мог бы только там. Девушка повела туда стволом и вздрогнула. Она первый раз в жизни увидела существо, которое называлось контролером. Его внешний вид был настолько необычен и в то же время антропоморфен, что на него было неприятно смотреть. Контролер присел на корточках за полуразрушенной стеной и рассматривал бандитов сквозь щели в остатках здания. До Артема он дотянулся первым и, судя по всему, был очень голодным, раз решил сразу атаковать группу из пяти человек. Одет монстр был более чем чудно. В джинсы и сетчатую пидорскую майку, почему-то выцвечу. «Вон где сидит эта штука», тихо сказала стрелка, толкая Лешку. «Я его могу снять хоть сейчас». «Где? Где, сучара гнойный?» встрепенулся Кулек, отворачиваясь от катающихся по земле бандитов. «Тише ты!» рявкнул на него Лешка. «Вон, на два часа». «Вижу! Вот падла!» Кулек прицелился, но при этом зацепил какую-то ветку. Контролер будто почувствовал это. Услышать он не смог бы в любом случае. Круглые свиные глазки резко перескочили свопящих бандитов на кулька. Яна плавно нажала на спуск. Дырка, которая образовалась у мутанта во лбу и ставшая серо-красная стена позади монстра обозначили его быструю кончину, чего нельзя было сказать о рэкетирах. Стрелка поднялась с земли, по пути похлопав Володю по плечу. Коль, ты почти на сто метров собрался из дробовика стрелять. Трое бандитов лежали без сознания, истекая кровью. Видимо, Артем при жизни был неплохим стрелком, или покойный мутант где-то обучался стрельбе из Макарова. Результат был более чем хорошим. Бандиты нейтрализованы, а у зомбированного закончились патроны. Перезарядить пистолет в таком состоянии Артем уже не мог, но на всякий случай стрелка пинком отбросила оружие подальше. Артем что-то мычал и тянул к ней окровавленные руки. Лешка успокоил его выстрелом в затылок. Что с другими делать? Спросил он у Яны, да и остальные в ожидании ответа уставились на девушку. У них раны смертельные и очень болезненные, пожала она плечами. С довольной ухмылкой Кулек сделал три выстрела из пистолета и к своему же удивлению все три раза попал. Он их специально заготавливал, чтобы потом сожрать, поэтому и не убил всех, задумчиво произнес Мирон. Так кровососы некоторые делают. Ох, Саша, да ну их нахрен, отмахнулся Кулек и принялся обыскивать автомобиль. О, блюдки, куда спрятали мои копыта? Мамины бусы целы там, вспомнил Мирон. Неа, уже скинул где-то. Или занычил. Ус, сволочь, пробормотал лебедь, который деловито обыскивал мертвецов и их рюкзаки. Мирон вздохнул и приложился к фляжке. Лешка закурил, а Яна присела над контролером. Немного подумав, девушка прикоснулась к уродливой шее трупа, а потом перенесла руку к широкому покрытому складками лбу. Принятое подсознанием видение отшвырнуло ее на спину. Волкова увидела себя в длинном круглом коридоре и контролер стоял в его конце, заслоняя ослепительный выход. Затем он вытянул свою четырехпалую руку в сторону Яны. Пси удар был такой силы, что помимо падения у девушки пошла носом кровь. Лешка метнулся к подруге и помог ей подняться. Ты ранен? Что с тобой? Не на шутку встревожился он, и Яне почему-то стало противно от той мысли, что переживания по поводу ее здоровья могут быть продиктованы корыстью. Она вырвалась и замотала головой, задрала ее вверх. Девушке не впервой было останавливать кровь из носа. Зачем ты его трогала? У них ничего отрезать нельзя, сказал Алексей. Яна махнула на него рукой и отошла в сторону, прислонилась к дереву. Что тут есть поблизости? Спросила она. Где-нибудь есть торговец? Или что-то типа бара? Километрах в семье отсюда, за рекой. Как раз в мертвых землях, ответил Мирон. Что там? Волкова шмыгнула носом. Кровь больше не капала. Заведение Карлоса, одно из самых странных мест в зоне, и самых доходных, охотно объяснил Мирон. Туда даже туристов проводники водят, причем за большие бабки. Хотя ни Хабара, ни Сафари там точно реальных нет, на то и мертвые земли. Это чуть ниже Чернобыля, уточнила стрелка, уже немного изучившая географию зоны. Да, точно, недалеко от Ямполя, почти где перекресток, а там недалеко и мой склад, улыбнулся Лешка и добавил, то есть тот, про который я вам говорил. Грузимся в машину и едем. Все, что нашли, сдадим Карлосу, у него цены, кстати, на порядок больше, чем у Сидоровича, вскричал Кулек, позвякивая тремя гадюками. Пока все упаковывали добычу, Волкова незаметно толкнула Лешку и поинтересовалась. А как ты карточкой расплачивался у Сидоровича? У него терминал есть? Конечно, у всех торговцев есть терминал, и карточки имеют. Но если такая карта попадет кому-то другому, удивилась Яна. Требуется пароль, как везде, пожал Лешка плечами. Чудно как-то все, пробормотала Волкова. Тебе не кажется? Кому как, улыбнулся парень. Некоторые бродяги только наличным доверяют, или по крайней мере артефактам. Это хоть в качестве откупного можно использовать. Бар Карлоса располагался посреди сухой выжженной площадки, что имело около 200 метров в диаметре. Прямоугольное невысокое здание, похожее на сельпо, горделиво стояло в середине круга, который образовывала примятая трава, пыль, обломки строительного мусора и почерневшие ветки деревьев. Мертвые земли начинались, можно сказать, именно с этого места, и, как утверждала молва, здание Бара появилось на месте огромного гравий-концентрата, который был антинаправленным обычной комариной плеши. То есть он не притягивал предметы к поверхности планеты и в момент своего возникновения вознес их вверх, выжив из земли все, что на ней плохо держалось. Почему аномалия забрала другие строения и не тронула именно центральные, было одной из загадок. Хотя, что можно в зоне назвать закономерным? Только непредсказуемость. Тут никто не охраняет? удивилась Яна, когда Лешка притормозил, чтобы съехать с основной дороги. Этот бар никто никогда не трогает, ответил за всех Мирон. Здесь опасно трогать местных, а именно Карлоса и его заведения. Как это понять? удивилась девушка. Здесь все должно происходить строго по сталкерским законам и абсолютно для всех, даже для мародеров и военных. Иначе отсюда живым не уйти, сказал Мирон. проверено. Хозяева зоны крышуют или сама зона. Так значит кто-то охраняет? запуталась Яна. Сама зона охраняет, проговорил Лебедь, осматривая свое оружие. Если что не так, то при выходе из круга смерть от чего угодно, хоть внезапно появившейся аномалии. А вот в хозяев я не верю, сказал Лешка. Чушь все это. Ничего уж, Леха, это огласился Кулек. Ты их видел? Почему-то разозлился Лешка. Нет, не видел. Но они есть, упрямо повторял Кулек. А вон и охрана перебила их Яна. Это чисто для понта, усмехнулся Мирон. Зрелище что открылось путникам было весьма призанятным. Самодельная табличка над дверью горделиво гласила, что здание представляет собой ПАБ. Последняя буква была когда-то исправлена на Б, но краска успела выцвести и в данный момент бар Карлоса опять не имел с английской пивной даже общего названия. Справа от ПАБа у стены были навалены какие-то бочки, доски и прочий хлам. За асфалкой бочек независимо красовался деревянный туалет с покосившейся дверцей, за которым была возделана очень аккуратная делянка с коноплей почти в рост человека. А еще чуть дальше на кирпичах стояло чудо техники КАМАЗ обшитый броней наподобие БТИРа. Его кузов с надписью белой краской крыша был превращен в глухую будку с маленьким окошком, а наверху грозно нацелилась на дорогу Турель с КПВТ. К фаркопу кто-то привязал тощего жеребца, который с ленивым видом поглядывал на прибывших. С левой стороны здания не было ничего, кроме грубо сколоченной будки, из которой торчала морда слепого пса. Несмотря на то, что пес спал, видеть такое было очень занятно. Нос его покоился около миски с чем-то серым и, по всей видимости, уже засохшим. За будкой находилась какая-то черная пристройка размером с гараж для грузовых автомобилей, сваренная из листового металла и вплотную прилегающая к пабу. Уазик остановился напротив входа. «Здорово, братва! Привет, Семен!» крикнул Мирон, поднимая руку вверх и адресуя приветствие трём сталкерам, что находились недалеко от входа в паб. Эти трое также представляли собой занятное зрелище. На лавке возле входа в бар сидело два не совсем трезвых парня лет 25. Один из них был одет в майку, шорты и сланцы, другой в спортивный костюм. «Здорово, Мирон!» сказал парень в сланцах и шортах, вооруженный футуристическим австрийским Штейром с полупрозрачным пластиковым магазином, хвостливо демонстрирующим все 42 патрона. «Какими судьбами?» «Да так, мимо проходили», махнул рукой Мирон и показал на парня в трико. «Что, обезьяна пьяный? Как всегда?» Обезьяна поднял на Мирона плохо сфокусированный взгляд и что-то пробормотал. При этом он задел свой барабанный РПК и тот упал на АГС, что мастил свонок сталкера. «Эй, тише ты!» Семен толкнул товарища и уронил семечки, что до этого увлеченно грыз. «Привет, Мирон!» приподнял руку третий парень, оболченный в экзоскелет. Он на скамье не сидел, был трезвым и вообще выглядел спортсменом-атлетом, даже несмотря на броню, которая и из дистрофика сделала бы супермена. Во время этого легкого приветствия тяжеленный мини-ми М249 взлетел вместе с ладонью в воздух, словно ничего не весил. За спиной сталкера Яна увидела не менее серьезный снайперский Барретт калибра 12,7, от созерцания которого у нее чуть не потекли слюнки. «Здорово, фигура!» кивнул ему Александр и с опаской протянул руку для пожатия. «Не отломи!» «Да, Костик, упаковались вы серьезно!» оценил Кулек. «Гостей ждете?» «Какие-то финны вроде обещались приехать», пожал фигура плечами. «Поохотиться!» «И рыбки половить!» хохотнул Семен, отплевывая шелухой от семечек и разглядывая девушку и ее абакан. Потом «Неплохой агрегат!» «У тебя не хуже!» Волкова подумала, что его Штеер-Аоге стоит по меньшей мере, раза в три дороже. Из машины вылезли Лебедь и Лешка, по очереди совсем поздоровались. С умным видом покивали головами, рассматривая дорогущие стволы, экзоскелет и артефакты типа пружин и маминых бус, которыми охранники были увешаны довольно щедро. Данное обстоятельство, разумеется, говорило о том, что защита и покровительство у этих ребят были непросто, а очень серьезными. «Как там Карлос?» поинтересовался Лешка у фигуры. Костик с улыбкой отмахнулся. «Бухает!» «Как же еще!» «И обезьяна вот тоже никак не остановится!» «О, здорово, пацаны!» проснулся обезьяна, обвел всех красными глазами и остановился на Яне. «Привет, Кристина!» Конь около камазов схрапнул, слепой пес во сне что-то увидел и заскулил. «Леха, спи дальше, не пугай население!» засмеялся фигура. Обезьяна снова уронил голову на колени. «Сильная охрана!» пробормотала Волкова. «Мы войдем?» полутвердила она, глядя на Костика и толкая дверь. «Конечно!» развел он руками, снова качнув неповоротливым мини-ми. Внутри бара было просторно и уютно. Одинаковые общепитовские столики на четыре или сдвинутые подвое на восемь мест располагались вдоль стен, окружая барную стойку, сложенную из прямоугольных стеклянных прилавков и холодильников. Такое привычное расположение, как ни странно, успокаивало. Возможно, из-за того, что напоминало обыкновенный магазин советского типа. Заняты были лишь два столика, за которыми поодиночке сидели какие-то невзрачные типы, похожие на бомжей. Третий тип переминался у стойки, что-то выпрашивая у самого хозяина заведения, Карлоса. Карлос был плотный, даже немного полный парень лет 30 слишком, с неопрятной прической и высокой окантовкой на шее. Он развалился в кресле в левом углу стойки и щелкал пультом от огромного телевизора, что висел над полками со спиртным. От парня, что толкался под боком, он отмахивался, словно от навозной мухи, наконец не выдержал и замахнулся на него толстой бамбуковой палкой, до которой дотянулся, не поднимаясь с места. Бродяга отбежал и с обиженным видом уселся за ближайший столик. «Вот там столб и сиди, заколебал уже, в доску!» прикрикнул Карлос и только сейчас посмотрел на вошедших. «Ого, какие люди!» «Здорово, Карлито!» расплылся в улыбке Мирон. «Как жизнь!» «Как у арбуза!» ответил Карлос, поднимаясь на ноги очень тяжело и придерживаясь обеими руками за прилавок. «А ты снова в деле?» «У него позвоночник сломан», тихо объяснил Яне Лешка. «Этот парень, говорят, попал в мясорубку, но смог выбраться. Прикинь, из мясорубки!» «Ну да, я тоже слышал», подтвердил Кулек. Сталкеры заняли два сдвинутых стола посреди зала. Бродяга, которого прогнали бамбуковой палкой, искосо бросал на них взгляды. «А белые где?» поинтересовался Мирон. «В Камазе, спит», махнул рукой Карлос. «Петь будете?» «Конечно!» «И сдать кое-что принесли», качнул головой Мирон. «Прикинь, какие-то парни под контролеры попали», похвастался Лебедь. «Нам только собрать призы надо было». «А с контролером что?» покосился на него Карлос. «Наш снайпер снял», ответил Мирон, опережая Лебедя с ответом. Карлос бросил быстрый взгляд на остальную компанию. Лешка помахал ему рукой. Кулек не заметил вообще, так как копался в рюкзаке, а Волкова сделала вид, что изучает огромный портрет Юлии Тимошенко рядом с телевизором. Впрочем, плакатов тут было еще два, на других стенках. На одном была Настя Заворотнюк, а на другом София Ротару. Карлос дольше, чем положено, смотрел на Яну, потом достал из-под прилавка начатую бутылку. «За встречу!» произнес он, наливая себе и Мирону. Лебедь налил сам, бродяга за ближним столиком нервно сглотнул. «Куда нести?» поинтересовался Мирон, выпивая и занюхивая головой Лебедя. «Давай туда!» показал на бытовку Карлос и начал медленно передвигаться к ней, придерживаясь за стойку и полки с водкой обеими руками. «Он тоже пьет?» удивилась Волкова, когда Мирон подошел забрать рюкзаки с трофеями. «Ты лучше спроси, когда он бывает трезвым», усмехнулся Мирон и повернулся к Лебедю. «Ты останься, только сначала возьми в баре выпить на всех и пожрать». Как только Карлос и Мирон скрылись в подсобном помещении, бродяга по прозвищу Столб перебрался за занятой компанией столик. «Могу слить информацию, недорого», заговорщицки зашептал он, косясь на кулька и обращаясь к Лешке, очевидно посчитав его старшим. «Сливай», приказал Лешка, сразу приосанившись и напустив серьезный вид. Яна чуть не прыснула от смеха. «Только инфа, кое-что стоит», хихикнул Столб, оглядываясь. «Для начала похмелиться бы!» «Слышь ты, желток!» начал Лебедь, но Лешка с очень важным видом прервал его, накатил бродяге почти целый стакан, подвинул. Столб выпил одним глотком, вытер рот, понюхал бутерброд, который положил ему кулек. Есть почему-то не стал, видимо, надеясь на продолжение. «Вы в курсе, что Карлос тот самый главный и что даже монолитовцы его не трогают?» спросил он. «Это все знают, дело говори», поторопил Лебедь шурша шоколадной оберткой и отламывая половину плитки Яни. «Тут недавно была кодла очкариков, они ищут путь к центру зоны», наклонился ближе столб и все невольно подались к нему, и ищут проводника. «А что ты сам не пошел?» спросил кулек, но его вопрос остался без внимания. «Ну и что, порожняк натуральный, такую байду в любом месте в зоне в уши дуют», скривился Лебедь. «Они остановились недалеко, я даже знаю где, но только за плату», с довольным видом столб откинулся назад, «А нальете, расскажу про Карлоса». «Ну расскажи», потребовал Лешка. «А вы знаете, почему всегда... «А вы знаете, почему тут все так фартово и никогда левого нет?» засадив второй стакан поинтересовался столб. «Это место под покровительство самих хозяев, а может...» он кивнул в сторону телевизора, «Кое-кого и похуже. Вот так?» «Да ну», шутливо бросил Лешка, прислушиваясь к звукам, что доносились с улицы. Прямо под окном обезьяна что-то доказывала Семену, то и дело срываясь на фальцет. Иногда слышался смех фигуры. «Точно говорю», столб затряс головой. «Слышали про Степана?» Никто не слышал, и сталкеры пожали плечами. Столб покосился на Яну и продолжил. Степан был мелким мародером, даже не состоял ни в какой банде. Так, барабанил по мелкой братве про сталкерские тропы и тому подобное. Короче, как-то раз ночью он залез на склад, пока обезьяна с Семеном спали и что-то по мелочи скрысил. Так вот, наутро его нашли за пределами круга. Он сидел на муравейнике, уже почти дохлый весь, в руках пузырь водяры, что он в одну харю уговорил, а половина ног и живота съедены муравьями. Причем, говорю, он был еще живой, обколотый какой-то заморочкой и с артефактом слюда за пазухой, чтобы кровью не истечь. Как вы думаете, он сам на муравейник сел? Ни-фига себе, изумился лебедь. Слюда это же охренеть, какой редкий артефакт. Он же от студни происходит или от холодца. Тут таких не встречается. Вот о чем и речь, кивнул столб. Это как знак. Всем показали, что и артефакта не жалко, который даже в зоне пять штук стоит. А уж о способе. Слушай, пошел вон, рассердилась вдруг Волкова. Леш, налей ему еще, пусть валит отсюда. Ты понял, очнулся от своих мыслей кулек. Все, вали отсюда, бомжара. Стоп поспешно ретировался, но бутылку, на самом дне которой что-то еще плескалось, Лешка все-таки ему в карман сунуть успел, с удивлением поглядев на Яну. Ты чего? спросил он, вернувшись. Гонева, отрезала девушка, и дышать невозможно. Из-за окна донесся вопль обезьяны. Мылья буду, мне рассаду братья черви дали, и семечки тоже ихние. Она здесь вырастет в три метра, с одного напаса уйдешь. Наркоманы и в зоне есть, ухмыльнулась Яна. Где их нет, улыбнулся Лешка. А дура братьев черви реальная, я пробовал, сказал лебедь. Где ж ты ее взял, не поверил кулек, с червями даже бандюки и не все договариваются, угостили, отвернулся от него лебедь. А там что, поинтересовалась Волкова, показывая на приоткрытую дверь в металлическую пристройку. Тир, улыбнулся Лешка, единственный в своем роде. Как тир, опешила Волкова. Интерактивный тир, газобаллонные автоматы и пистолеты, а вместо мишеней экран с сенсорами, по которым стрелять надо. Карлос на гражданке, говорят, в таком тире работал, объяснил Лешка. Я даже не знал про этот момент, пробормотал Кулек. А кому тир может понадобиться в зоне, не поверила Яна. Туристам или новичкам, сказал Алексей. Ну, правильно, подхватил лебедь, можно загрузить модель зоны и стрелять по тем же крабосвинам или слепышам, тренироваться. Яна подумала и решила, что тир, тем более интерактивный, лучше не посещать. В этот момент входная дверь распахнулась и на пороге появился обезьяна. Этот сталкер в трико был таким же худым, как и столб, что отнюдь не удивляло, особенно с учетом их виноводочной диеты. Отыскав стрелку глазами, охранник решительно, хотя не совсем ровным шагом, направился к столу. А давайте с вами познакомимся, предложил он, присаживаясь рядом с девушкой. Волкова поморщилась от страшного перегара и оттолкнула парня от себя. Уйди лучше по-хорошему, сказала она, глядя в сторону. Да ладно, чего там, вспыхнула обезьяна, тут у нас хорошо. Он потянулся за стаканом, но Лешка предусмотрительно его убрал. Из складовой появились Карлус с Мироном. Заметили обезьяну, который диким взглядом сверлил стол с начатой бутылкой, переглянулись и засмеялись. Карлус двинулся на свое место, а Мирон за шиворот оттащил обезьяну и бросил на пол. РПК, который упал при этом с плеча охранника, он передал хозяину бара. Позови фигуру, сказал Карлус и погрозил обезьяне кулаком. Урод! Сталкер в экзоскелете, сразу определив, что от него требуется, взял обезьяну и охмелевшего до слюней столпа за ремни на поясе и, как мешки с мусором, выволок за дверь, бросив прямо перед крыльцом. — Не обращайте внимания, ухмыльнувшись, обратился он к компании, они по-другому не умеют, тут без этого нельзя. — Ну, ты же не такой, зло проговорила Волкова. — А мне не нужно, что это дает, пожал плечами Костик и закрыл дверь. Вот он, молодец, показала Яна пальцем. — Ну, что там? Кулек с Лешкой обратили взгляды к Мирону. — Отлично, больше, чем планировали, усмыхнулся он. Даже тебе, Куль, хватит все кредиты выплатить. — Ёберный театр! — изумился Куль и потом перевел глаза на Лешку. — Удачный у тебя план оказался. И проводник тоже. — Вообще, ты суперпроводник, Яна. Супер Яна! Громов тоже так говорил. Волкова промолчала, еще не зная, как на все это реагировать. Кстати, бар и вообще весь круг выжженной земли вокруг него почему-то воспринимался ей как гигантская аномалия серебристого цвета. В бар с другого входа вошел Семен. — А где фигура? — удивленно огляделся он. — Ушел, сказал Карлос. — Куда ушел? Еще больше удивился Семен и остановился. — Семен, ты отлипнешь или нет? Заколебал ты, уже. Иди обезьяну лучше в тень оттащи, пока он ласты не склеил, приказал Карлос и снова опустился в свое кресло. — Да? — Ладно. — Дай чекушку, подошел Семен к нему. — Котлы горят. — Сам туши свои котлы. Отстань. — Чего тебе? Чекушки жалко, заныл охранник и Карлос потянулся за бамбуковой палкой. Семен «Да и вообще у нас тут спокойно». Это я заметила. Яна отобрала у Мирона австрийский автомат и не без сожаления вернула его Семену. Хорошая машинка, только мне кажется, что слишком хрупкая и в ремонте капризная. «Это так и есть!» — прогудел кулек. «Для меня нет ничего капризного», — гордо выпятил грудь Семен, но тут его позвал с улицы фигура и охранник поспешно удалился. Яна покачала головой и показала лебедю на дверь, увидев, что он хочет закурить. «Но скоро там!» — крикнул Мирон, обращаясь к Карлосу, который то скрывался за столом, то вновь появлялся. Оказывается, он работал на портативном компьютере. «Все», — перевел. «Только сейчас дошло почему-то», — пробормотал хозяин заведения и бросил Мирону ключи. «Вон в ту дверь. Я думаю, Сань, что ты с твоим другом крысить не станете?» «Да ты уху ел!» — возмутился Мирон и подмигнул Лешке. «Пошли, выберем снаряги поновее». «Я сейчас», — кивнул Лешка девушке и побежал за Мироном, который возился с замком двери возле входа в тир. «Э, я с вами!» — поднялся кулек, но Карлос его остановил. Лебедь вообще не произносил больше ни звука, так как уже очень сильно клевал носом. Яна снова покачала головой и мысленно выругалась. Все сталкерские стереотипы, о которых она слышала раньше, рушились у нее на глазах. Вместо мужественных парней, готовых стрелять во все, что движется, и отдавать последнюю каплю из фляжки умирающему товарищу, Яна видела трусливых, спивающихся людей, которые свято верили в мифические законы зоны, вместо того, чтобы просто быть трезвым и внимательным при обходе аномалий и ухаживать за своим оружием. Людей, которые могли поверить в любую небылицу о чудовищах, а при мысли о том, чтобы объединиться против банды ракетиров или объявить хотя бы небольшой бойкот обнаглевшему торговцу, трусливо прятали глаза. Одним словом, подавляющее большинство, так сказать, свободных сталкеров ближайших к границе районов представляли собой настоящий человеческий мусор, что действительно состоял из бомжей, уголовников, пьяниц и дезертиров. Другая категория, совершенно противоположная этой, идейные исследователи и искатели приключений, если не спивались, не гибли от рук мародеров, мутантов и аномалий, уходили в зону глубже и примыкали к какому-нибудь клану. Да и там пресловутого сталкерского братства как такового не было. Каждый был сам за себя. Единственным исключением являлся, пожалуй, только грех, потому что они боролись за какую-то цель, пусть даже сюрреалистичную и попахивающую сатанизмом. Свобода, долг, чистое небо, дети зоны и другие группировки поменьше всего лишь исполняли чью-то волю и только самые слабоумные члены этих организаций верили в чушь, которую декларировали вожаки. Сейчас что-нибудь интересное принесут, сказал Кулек, ни к кому не обращаясь. У Карлоса всегда что-нибудь такое есть. Помимо патронов и еще какой-то мелочи, Лешка и Мирон выбрали два комплекта рыбацких раций, которые умельцами из клана аномалы были переделаны для прослушивания военных радиочастот. Причем при передаче никто не мог бы запеленговать эти переделанные рации, так как в них аномальные технари впаяли кусок какого-то артефакта. Вот это вещь очень полезная и нужная, радовался Лешка больше всех, пристраивая одну радейку у себя на груди, а другую протягивая Яне. Второй комплект достался Мирону и Кульку. «Молодец, Карлито! Откуда такая игрушка?» крикнул Мирон щелкая тумлером и сразу поймав ругань какого-то вертолетчика. «Ого! В радиусе трех км гоблины!» «Мирон, да!» махнул Карл с рукой. «Я вообще сейчас к вам присоединюсь!» Он медленно двинулся в сторону компании, предварительно погрозив в окно кулаком. В другой руке его была бутылка с чем-то мутным и похожим на мерзкий лимонный или гриппрутовый коктейль. «А вот и я!» расплылся Карл с очень довольной улыбки и тяжело опустился на скрипнувший от этого стул. «Наливай, Мирон!» Он вытащил сигареты и Яна отодвинулась от него в сторону. «Ах, мы не курим!» «А я вот курю!» почти издевательски протянул Карл и даже пью. Он выдохнул дым в сторону и снова повернулся к девушке. Волкова отметила, что он единственный не смотрит на нее как на объект противоположного пола. «Кто тут главный? Мне это интересно!» сказала она. «Ты?» «Правильно! Я хозяин тут! А владелец всего, как и Тира!» «Вова Кривой!» ответил Карлос и замер с полуоткрытым ртом, ожидая продолжения вопросов. «И почему Вова Кривой набрал такой сброд?» Стрелка мотнула головой. За столом воцарилась тишина, нарушаемая только посапыванием лебедя. Однако Карлос не понял, что с бродом посчитали и его. «Нет, ты не права! Эти парни из охраны в какой-то мере профессионалы!» «Я их знаю давно!» «Мы в одном дворе выросли!» ответил он. «Все понятно!» кивнула Яна. «Больше вопросов нет!» «Попробуй, напади на них!» продолжал Карлос. «Хоть мутанты, хоть грешники, хоть алкаши типа столпа! И кулачка бумаги не останется! Всех зачистят! И любое нападение выдержит!» «Ага!» «Испугают выхлопом изо рта!» кивнула Стрелка. «Ну и что?» «Видит черный сталкер!» «Не пьем, а лечимся!» продекламировал Карлос. «Точно!» подтвердил Лебедь и якнул. «С мамиными бусами я тоже ничего не боялся бы!» пробормотал Мирон, а кулек отсылетовал очередным кабаним маслом. «Идиотизм!» Яна поднялась и вышла из-за стола, толкнула Лешку. «Тут душно! Ты идешь?» «Я сейчас!» загивал парень. Вдохнув свободного от перегара воздуха, Волкова немного успокоилась. Покосилась на обезьяну, который, сильно о чем-то переживая, яростно жестикулировал и пытался это объяснить Семену. Фигура продолжала смеяться над обоями. «Карлос, гад, не дает экзоскелет!» услышала Яна. «Зачем тебе экзоскелет?» спросил Семен. «В прошлый раз тебе дали, но ты в нем упал пьяный, и мы заколебались тебя поднимать». «В натуре!» подтвердил фигура. Лешка выскочил на крыльцо как ошпаренный. Его сопровождали взрывы хохота и громкий голос чего-то рассказывающего Карлоса. «Ян, ты чего?» «Я пока никак не пойму, что этим ребятам, да и тебе, нужно в зоне», раздраженно сказала девушка. Лешка на секунду обернулся с растерянным видом, потом приблизился к ней. «Ты права, что-то мне все это перестает нравиться», сказал он. «Я не знаю из них никого, кроме Кулька, но он постоянно пьяный». «Они все нетрезвые», заметила Яна и легонько ткнула парня в грудь кулаком. «Ты должен решить, что вообще следует нам дальше делать». «Да, конечно», закивал Лешка. «Они, кстати, что, все сидели? Или все наркоманы?» окончательно успокоилась Яна и Лешка пренебрежительно махнул рукой. «Да, хватит, больше пятидесяти процентов тех, кто ботает по фене, даже в СИЗО ни разу в жизни не были. Понторез они, наблатыканные». На крыльцо вывалилась вся веселая компания. «А как лошадку зовут?» поинтересовался Мирон и двинулся к Камазу. «Боливар», сказал фигура и засмеялся. «Э, не трогай, пусть растет», заорал вдруг обезьяна и вскочил на ноги. Он рванулся вслед за сталкером, но из-за того, что был сильно пьян, ноги стали подкашиваться еще при начале движения, и чтобы удержаться, обезьяна был вынужден все время бежать, постепенно накореняясь вперед. Он даже выставил правую руку, надеясь встретить какое-нибудь препятствие, но и это ему не помогло. Твердая поверхность, что уходила из-под непослушных ног, начала резко подниматься вверх. Обезьяна не справился с управлением и распластался на земле, в конечном итоге пробежав полукругом метров пятнадцать и головой оказавшись около своей любимой делянки. Мирон посторонился, Боливар всхрапнул и перелег подальше, развернувшись к сталкерам задницей, а слепой пес в своей будке заскулил и залаял. Кир дык обезьяне, покачал головой Семен, поднимая уроненный дружком РПК. Ну да, обезьяна труп на ближайший час, согласился фигура, и его поддержали остальные. Даже Яна улыбнулась, потому что такое изысканное пьяное падение видело впервые. Мы идем дальше, спросил Лешка, когда все отсмеялись. Мирон покосился на Семена и кивнул кульку в сторону угла здания. А, понял, кивнул Володя и позвал. Лебедь! Мы идем дальше, то есть едем. Кто с нами? Решил наконец обозначиться Лешка. Я с тобой, братуха, всегда, полез обниматься кулек. Я с кулем, сказал лебедь и полез обниматься к кульку. Почем базар? Я с Лехой и с тобой Яна. Простецки пожал плечами Мирон. Тогда грузимся, скомандовала Волкова. Глава четырнадцатая Поле артефактов Через некоторое время девушка притормозила машину и повернулась к Лешке. Ну, что там с картой? Парень озадаченно посмотрел на нее, потом закивал головой, видимо, только сейчас осознав, что обращается Яна именно к нему. Если не ошибаюсь, то это там, указал он на лес, который начинался метрах в пятистах от дороги. Во, блин, заехали, я тут и не был никогда, изумился лебедь, до этого всю дорогу молчавший. Впрочем, как и остальные. Детектор аномалий, прикрепленный к передней панели, то и дело отвлекал на себя внимание, и все без исключения, затаив дыхание, следили, как лихо стрелка объезжает аномалии. «Садись за руль», сказала девушка, уступая место Лешке. «Я устала». «Так куда?» начал парень, но Волкова толкнула его, перебив, «Детектор висит перед тобой, если что, я подскажу», быстро произнесла она. Лешка аккуратно провел автомобиль к деревьям и остановился недалеко от явно выраженной комариной плешей. «Я что-то вижу», сказал Кулек, а Мирон, сверившись с ПДА, добавил, «В радиусе полкилометра ни одной живой души». «Стоять!» вдруг дернулась Яна, грубо схватывая Лешку за куртку. Сталкеры замерли, тревожно оглядываясь по сторонам. Яна делала то же самое, но взгляд ее искал другое. Если спутники девушки опасались какого-либо хищника, то она была встревожена тем, что располагалось впереди. Местность перед глазами путников была как бы обесцвечена, сохранила лишь три оттенка черный, серый и коричневый. Участок окружностью метров в десять был словно вытащен из поздней осени, поражая глаза пожухлой листвой и почти голыми деревьями. «Кто-нибудь что-нибудь видит?» спросила Яна. «Все сухое!» закричал Кулек. «Осень! Ёпт!» ветра на сухом участке не наблюдалось, на болты он не реагировал, детекторы аномалий молчали. Яна решила попробовать. Она сделала один шаг вперед, второй. Ничего, только мгновенно пересух рот, хотя, конечно же, это могло быть от волнения. «Я кажется, знаю, что это», вдруг сказал Мирон, и все повернулись к нему. «Это сушняк». «Чего-чего?» скривился Лешка, а Кулек, с умным видом покачав головой, полез за фляжкой. «Безобидная аномалия, если находиться там не очень долго», сказал Мирон, и направился к остаткам больших и раскидистых когда-то кустов. «Но тот, кто задержится больше суток, превратится в мумию». «Как вот этот парень», добавил Лешка, отрываясь от дисплея КПК. «Вот склад, то есть нычка с хабаром». Они обнаружили странное зрелище. Высохший до костей труп в сталкерском комбинезоне качался запутанный в ветвях небольшого дерева, которое поначалу было закрыто кустами. Издалека он напоминал груду тряпья, потому что какие-то части тела валялись на земле, а какие-то остались внутри костюма, что висел на лямках рюкзака, запутавшегося в тех самых ветвях. Рюкзак, как воздушный шарик, рвался к небу, повинуясь никому пока неизвестной силе. «А вот и второй жмурик», сказал Лешка, отодвигая нагромождение палок с другой стороны и открывая взору такое же высохшее тело, но уже на земле. Неизвестный был привязан к вбитым в землю кольем. Судя по изрытой возле ног и рук земле, смерть от высушивания была не из легких. «Они даже не тронули хабар», сказал Лешка, отбрасывая ветки назад. «Это наверняка месть». «Откуда ты знаешь?» не поверил кулек, но Лешка махнул рукой и потом потянулся за рюкзаком, что держал обезвоженное тело. Через мгновение кости вместе с безнадежно испорченным комбинезоном сказал Лешка, обращаясь к Яне, но это она знала и без него. Сумка неслышно вибрировала на несколько ладов. «Берите и пошли отсюда, пока сами не сварились». Поморщилась Волкова и первая зашагала обратно. «В натуре!» крякнул кулек и немного брезгивая схватил рюкзак, посмотрел на Лешку. «Помогай, пока не улетел!» Компания выбралась из сушника и остановилась около машины. «Так, что же там есть?» сам с собой заговорил Лешка, вытряхивая содержимое на траву. «Нормально!» оценил Мирон. «Даже очень нормально!» Помимо трех маминых бус и двух золотых рыбок, внутри рюкзака была целая россыпь волчьих слез, из-за воздействия которых рюкзак и стал легким, как шарик с гелием. «Еще консервы, шоколад, патронов немного», бормотал глаза на компанию. «Какие будут предложения?» «Твоя нычка, то есть наколка, тебе решать», сказал за всех Мирон. «Сдадим Карлосу», предложил Кулек. «А нет желания затариться нормальным снаряжением и сорвать в зону поглубже?» спросила Яна. «Дальше Припяти все равно не пройдем. До Чернобыля еще можно. Но что там делать? Там говорят, что-то очень нехорошее творится», задумчиво произнес Мирон. «Почему не пройдем дальше Припяти?» резко спросила Яна. «Монолит и радиация. А про аномалии даже нет смысла говорить». «Что в Чернобыле?» повернулась девушка к Лешке. «Я дальше восточных болот и не заходил», ответил парень смутившись. «А если точно, то и до них было как-то недосуг». «Понятно. Кто-нибудь заходил?» Яна обвела взглядом компанию. «А что там в Чернобыле?» очнулся Кулек. «Там зомбари одни. Это ихний город. И ни одного арта нифига». «Ты был? Сам видел?» посмотрела на него Волкова, с трудом переведя услышанные. «А что, правда зомби существуют?» спросил Лебедь, но на него никто внимания не обратил. «Нет, я не видел, но люди говорят». «Да чего тарешь все время?» удивилась Яна и посмотрела на Мирона. «Предлагаю разделить барахло поровну и отправиться кто куда хочет», неожиданно произнес Лешка, и девушка внутренне зааплодировала ему. «Будет по-честному, если машина одним, а барахло другим», сказал Кулек, и на него посмотрели как на дурака. Девушка вдруг подумала, что его единственного после перестрелки слышит нормально, а не тихо. «Сделаем проще. На этой мусорке, где мы лазили до сих пор, ни хрена ценного нет, для этого требуется забираться глубже. Значит, для того, чтобы успеть до выброса, потребуется машина», заключила она, «тем более в этих местах ее все равно могут отобрать». «Кто идет дальше, тот получает и машину. За медузами и каменными цветками можно в тапочках ходить, я права?» Компания неохотно закивала головами. «Окей, дели Саша барахло на всех, потом едем к Карлосу или другому торговцу, на ваше усмотрение. Кто хочет, остается, кто нет, едет дальше». «Но, как я поняла, может возникнуть ситуация и придется стрелять. Здесь, я надеюсь, тоже права?» продолжила наступать Волкова. «Ситуация тут на каждом шагу может возникнуть», подтвердил Мирон, откладывая золотую рыбку себе, а вторую Лешке. «Нет, не надо стрелять», закричал Кулек, «лучше поехали к Карлосу или другому торговцу, а хабара можно и помельче набрать, но без геморроя». «Я так и думала», усмехнулась про себя стрелка и подвинула Лешкину золотую рыбку в сторону Мирона. «Это не нужно, возьму волчьи слезы». Мирон, понимающий, кивнул. Из интернета и небольших публикаций в прессе девушка знала о свойствах волчьих слез, черного артефакта, похожего на речную гальку. Предметы, что находились рядом с ним, теряли в весе, причем это ощущалось очень хорошо, когда волчьих слез было больше одной. Теперь ее рюкзак и рюкзак Лешки стали легче почти в три раза. Загрузились, поехали назад. За рулем сидел на этот раз Лешка, но стрелка иногда корректировала его, толкая в ногу и указывая в какую сторону лучше свернуть. Бар Карлоса прошел справа, сталкеры опять катили по нормальной дороге и вскоре покинули территорию так называемых мертвых земель. Благополучно получилось миновать и темные долины, где-то вверху пропустив владение братьев червей и издалека поглазев на фермы, вечно занятые какими-то отмороженными сталкерами, не то кидалами, не то бандюками. Въехав в район Рассохи, который среди ходоков назывался свалкой, ПДА путников одновременно приняли сигнал тревоги. Бродяга, одиночка, загинается недалеко от депо, задачно пробормотал лебедь, изучив на ладонник. Это же под носом у хряща! Хрящ был очень серьезным криминальным авторитетом, специально присланным воровским сообществом с большой земли для наведения порядка. Быстро сориентировавшись, он занял территорию железнодорожного депо, которое выгодно располагалось недалеко от ключевого перекрестка. Самым смешным и парадоксальным было то, что долговцев, которые рыпнулись, было навести в этих местах порядок, вообще вышибли отсюда к их головной базе, тем самым почти пять лет спустя вернув расклад, который был еще за год до большого прорыва. И помогали бандюкам в этом деле никто иной, как сами военные, отчего-то закрывшие глаза на то, что у одной из центральных дорог, сохранившей даже асфальт, официально обосновалась братва. Объяснялось это просто. Хрящ на то и был авторитетом, чтобы думать и предусматривать возможные осложнения. Никто не знает, какие силы пришлось прилагать или насколько большие деньги вкладывать, но он заранее собрал сведения обо всех командирах и бойцах спецназа, что обычно совершали рейды в зону. Получив приличную сумму в рублях, фунтах и динарах, особо несговорчивые фотографии своих улыбающихся и пока счастливых родственников, вояки просто предпочли стереть депо из памяти и пометить его на картах как лишнюю гору радиоактивного мусора. Куда соваться, только время зря тратить. Банда Хряща состояла из парней, которых он привез с большой земли, но ни он сам, ни его охрана практически не покидали депо. На любую работу всегда хватало желающих из местного контингента, состав которого по вполне понятным причинам имел сильную текучесть. Сталкеры и их кланы вне владений Хряща продолжали войну против бандитов и мародеров даже с большим остервенением сейчас не различая их между собой. Хотя, в отличие от беспредельщиков мародеров, братки не рубили сук, на котором сидят, и все вопросы со сталкерскими кланами решали цивилизованно, то есть, как и на большой земле. Ну и что будем делать, обернулся на спутников Лешка. Не ответить на просьбу о помощи западло. К агропрому только здесь можно проехать, уточнила Яна. Проехать, да, можно и в объезд, но это лишние десять кмэ, ответил Мирон. А пешком туда вообще глухо, радиация, хмурился Лешка. Ответим, сказала Волкова за всех, желающие могут сойти здесь. Это ловушка, сказал Лебедь, сто пудов ловушка. Но зато и путь к агропрому. Хряч машину у нас не отнимет, спросила Стрелка. Может, причем запросто, с облегчением сказал Кулек. Может, правда, подождем или объедем. А как вы вообще здесь собираетесь проехать на их машине, вспыхнула Стрелка, и чего ждать, пока он вторую Катю поднимет. «Э, мы один клан и должны держаться вместе», вспомнил Лешка. Судя по постным лицам, вспомнить этот тезис никто в данный момент не удосужился. Писк радиосигнала внезапно прекратился, и на карте появилась серая точка. Вся компания, как по команде, опустила глаза на свои КПК. «Э, а чего это нас четверо только?» опомнился вдруг Мирон. «У меня отключен», быстро сориентировалась Яна, доставая оружие и проверяя прицел. «Что ты хочешь сделать?» обеспокоился Лешка. «Разведать обстановку». Впереди была большая куча хлама, от остывов машин до бетонных плит. Все это скрывалось в слабом голубоватом тумане, который местами приобретал более сильные оттенки. Судя по щелкающему дозиметру, радиация воспринималась Яна именно в таком цвете, и в местах наиболее синих была смертельной. В комбинезоне, что Лешка приобрел для нее у Сидоровича, девушка могла пролежать в подобном месте около пяти минут. «Хватит», решила про себя стрелка и бегом забралась на холм из мусора, прячась за обломками плит. Метрах в трехстах она увидела плоскую крышу депо и сходу обнаружила места огневого охранения. Бандиты, не скрываясь, курили на небольших балкончиках и на перилах, которые шли по периметру здания, почти под самой его крышей. Еще один дозорный пункт был сделан на самой крыше, недалеко от места пролома непонятного происхождения, ни то метеорита, ни то снаряда. Поводив стволом по сторонам, Волкова не нашла никаких признаков ловушки. Отмахнувшись мысленно от стрекотания прибора, девушка оглядела Сигнал СОС доносился оттуда, сменившись пару минут назад серой отметкой двухсотого. За густыми кустами, рядом с возможным трупом, она, наконец, уловила движение. Несколько парней в кожаных куртках рассматривали своего товарища, не решаясь приблизиться. Скорее всего, бродяга попал в аномалию, причем настолько коварную, что она позволила ему умереть немгновенной смертью, раз он успел отправить сигнал бедствия. В машине, невидимой снайперами хряща из-за мусора, позволила опрыскать себя из баллончика, обеззараживающего возможную радиацию. Один из них вляпался во что-то. Вот и СОС пустил, сказала она. Сейчас они думают, каким макаром его вытащить оттуда. Нафига им жмура вытаскивать, удивился кулек. Шманать его будут, что ли? Ну, наверное, чтоб не протух под носом, внезапно рассердилась с Волкова. Как нам их объехать, спросил лебедь. Предлагаю в открытую, заявил Лешка. Расскажем про Олега, что он с пацанами попал под контролера. И куда потом делось их оружие и все остальное, съязвил Мирон. Объехать здесь не выйдет, сухо сказала Яна. Или, правда, за Червонецкой мы, или пешком через радиацию. Может, и пройдем. Пошли к Хрящу. Чего на месте стоять, решил вдруг Лешка. Так всю жизнь текериться будем, что ли? Я пас, отрезал Мирон. Я тоже. Мы, конечно, одна команда, но... Нет, я точно пас, затряс головой кулек. А может, и не пойдем к агропрому этому, а? Оно и здесь неплохо подлатались, показал на рюкзаке лебедь. Там бензина на объезд хватит, придумала кое-что стрелка. Лешка посмотрел на приборную доску, отрицательно покачал головой. Я пойду на агропром, желающий со мной, сказала девушка. Я с тобой, поспешил за ней Лешка, пристраивая рюкзак удобнее. Остальные с угрюмым видом замерли на сидениях. Давай встретимся в Сторинген, предложил Лешка. Обогнете депо хоть за километр. Блокпост Долговский тоже, кстати, можно поверху. А мы через болото с агропрому подойдем. Скажем, завтра после обеда в баре идет? Выброс пересиживать в подземелье будете, мрачно уточнил Кулек. Найдем, где пересидеть, с улыбкой отмахнулся Лешка. Ну что? Надо будет тачку спрятать, пробормотал Мирон. Ни к ростку, ни к бару больше не подъехать. За десять лет одни канавы до воронки. Да и нужна тачка только на дальняки. Предлагаю загнать, тому же хрящу, в качестве компенсации за то, что пройдем мимо, предложил Лешка. Не пойдет, только что обсуждалось, перебила стрелка, решив, как отделаться от паленого автомобиля и почти всей компании. Отгоните у вас Сидоровичу, столкните, за сколько договоритесь, а потом, если будет желание, подтянетесь к этому сто рентген, правильно я говорю? рентген поправил Лешка. Мля, вот это план, зашибись, воскликнул кулек, отличный план. Мы одна, мля, команда, один клан, крикнул лебедь. Оставшись вдвоем, Яна и Алексей переглянулись. Однако дышать легче стало, сказал парень с улыбкой. Балласт скинули, вот и легче, Волкова была не совсем довольна. Мягкотелость приятеля понемногу начала ее доставать. Посмотрев в сторону уехавшего УАЗа и покосившись на огромную, но уже наполовину растащенную свалку металлолома, стрелка показала на бугор из мусора. Здесь можно пройти между аномалией и радиацией, я уже определила, но это делать надо бегом, радиаций полно. Почему, удивился Лешка, совсем не в попад и сообразил, так ты радиацию видишь? Выходит, что вижу, пожала плечами девушка. Ну, ты готов? Они взобрались на радиоактивный холм, остановились, переводя дыхание и поглядывая в сторону депо из-за прикрывающей их плиты. А че, обязательно бежать? выдохнул вопрос Лешка. Конечно, так меньше радиации осядет на костюме, объяснила Яна и серьезным видом добавила, бросай курить. Ага, вставай на лыжи, пробормотал Лешка с раздражением и показал в сторону бандитской базы. Так поверху нас засекут еще быстрее. Мы побежим с этого края, по склону. Только с этого места можно попасть, я-то вижу. Короче, сначала до той трубы, потом спускаемся, там это болото из радиации заканчивается и вон тех красных завихрений не будет. Лешку передернуло. По всем признакам, что визуально наблюдались под холмом впереди, там раскинулась гигантская мясорубка. Детектор показывал, что она вплотную и пройти между ними обычному сталкеру было бы нереально за тот срок, что могла позволить себе Яна Волкова. «За мной точно вслед», напомнила девушка, «вперед». Через минуту они достигли безопасной зоны и снова были у подножия холма. Огляделись, удивившись, что все пока идет слишком гладко. Даже хрящевские снайперы не давали о себе знать. «Дальше по верху не знаю, не разглядела», сказала Яна, рассматривая брошенный экскаватор метрах в пятидесять от них. «Но радиации точно есть». «А так вообще что там? Правее дорога нормальная, на агропром идет, блокпост ихний, то есть засада». «Или блокпост?» «Тьфу». «А по обе стороны от нее холмы из мусора и обычные», вспомнил особенности местной топографии Лешка. «Проход один только». «Может снова поверху?» «Попробуем, это единственный вариант», согласилась стрелка и показала на его левую руку. «Отключи». Лешка кивнул и выключил ПДА. «Теперь они не знают, куда мы пошли, и попытаются нас перехватить. Если, конечно, мы их интересуем», сказала Яна. «Будем думать, что нет». «Вперед». Перебежками они добрались до следующего холма. Активности среди бандитов не наблюдалось. Наоборот, все было спокойно до зевоты. Даже ветер стал тише, хотя и доносил от депо слабые звуки чего-то из репертуара покойного Миши Круга. «Почти на месте», заключил Лешка. «Сильные радиации тут». «Терпимо, по сталкерским меркам», усмехнулась Волкова. «Если правда не надоел треск прибора». «А коридор большой, какой-то вообще выглядит», заинтересовался Лешка, полностью наконец отдышавшись. «Коридор есть, нормально», отмахнулась Стрелка. «Выглядит радиация как зеленка в воде, только это в воздухе и синее». «Жесть», сказал Лешка и девушка покосилась на него. «Вон те парни, что были у забора», показала она. «Похоже, по нашу душу выдвинулись». «Сто пудов по нашу», кивнул Лешка, опуская бинокль. «Даже своего забыли, так и валяется в аномалии. Видишь, как его раскорячило». «Интересно, что за гадость такая?» «Гадость будет, если они свернут сюда», процедила Стрелка. «У меня на всех патронов не хватит и времени, а у них какая-нибудь муха точно найдется. Давай, последний рывок». Минут через десять, уже на безопасном расстоянии от бандитской базы, Лешка включил ПДА и крякнул от удивления. «Сообщение от Кулька». «Чего этим-то надо?» скривилась Яна. «Они уже у Сидоровича, чего-то сдали, говорит, то есть пишет». «И уже отмечают», хмыкнула девушка. «Это нормально». «За тем лесом и будет наша цель. Там артов наверняка целые поля. Только я не смог вытащить», сказал Лешка, показывая на горизонт, куда уходила асфальтовая дорога, кое-где сильно потрескавшаяся и заросшая травой. Причем на ней выделялись следы от протекторов БТР и каких-то грузовых машин. Лес также прошли безо всяких происшествий, в конечном итоге оказавшись перед забором из колючей проволоки, разорванной в нескольких местах. «Кабаны постарались», объяснил Лешка и показал на разрывы. «Вот и поле». «Вижу», кивнула Яна. Перед ними метрах в десяти известных Волковой, так и незнакомых. Недолго думая, девушка пролезла в одной из дыр и остановилась перед узким проходом между воронкой и трамплином. «Залезай сюда, но не дергайся», сказала она Лешке. Тот поспешил выполнить распоряжение напарницы и приготовил несколько контейнеров под артефакты и рюкзак. Стрелка осторожно пробралась к золотой рыбке, которую решила брать первой. Слишком уж красивой она была. Дальше последовали две души и три ломтя мяса. Остальные артефакты девушка не знала, поэтому определила их как среднеценные и перетаскала напарнику в последнюю очередь. Итого набралось больше половины рюкзака. «Неужели они все здесь зародились?» удивилась Яна, присаживаясь передохнуть на ствол небольшого дерева, росшего параллельно земле. Или кто-то потерял свой мешок? «Закатились», ответил Лешка, бросив быстрый взгляд в сторону кишащих прямо в двух шагах аномалий. «Скорее всего тут магнитное или какое-то другое поле, и оно их притягивает. А может низина просто?» «А вон там что?» показала Яна чуть левее. «Не агропром, какие-то промздания, какая-то база бывшая. Сейчас там, говорят, одни мутанты водятся, полтергейсты всякие. Под землей почему-то безопаснее». «Этого не может быть, правильно?» уточнила стрелка. «В зоне все может», с видом знатока произнес Алексей. «Я же с теми пацанами из чистого неба пересидел выброс именно в подземелье. В подземельях, насколько я знаю, бывают лужи студня и холодца, верно?» «Да, есть такие. Они там постоянно. И от них ни хрена толку нет, кроме нервов». Внезапно Яну дернуло, как будто в голове лопнул маленький сосуд. Так бывает, когда засыпаешь. Крайне необычные и не особо приятные ощущения. Девушка вскочила на ноги и обернулась, на ходу взметая с травы автомат и разворачивая его за спину. «Что там? Эй!» испугался Лешка и тоже вскочил на ноги, сосредоточив взгляд на детекторе жизненных форм. «Есть что-то!» «Что это за...» пролепетала Яна, попятившись, но потом вовремя останавливаясь и поднимая оружие до уровня глаз, тщательно прицеливаясь, хотя в данном случае это было бесполезно. К ним прыжками приближалась Химера. «Вот это попадос!» сорвалось с губ Алексея и он уже собрался стрелять, но стрелка ударила ему по руке, задирая ствол вверх. «Не стоит! Иди строго за мной!» приказала она. Сталкеры углубились в центр сборища аномалий, не сводя глаз самого малоизученного монстра зоны. Химера пролезла через полутораметровую дыру в заборе, даже не зацепив его, и замерла в десятки сантиметров от клубящейся воронки. Зверь прекрасно чувствовал или видел аномалию. Его желтые глаза перебегали с одного сталкера на другого. «Иди отсюда! Мы не хотим тебе вреда!» крикнул Лешка. «Ты думаешь, она понимает?» поинтересовалась Яна, ведя ствол за мордой зверя. «Не знаю, слышал, вроде что они разумные», тихо сказал Лешка. Химера поймала очередной взгляд «Интересно», пробормотала она, «если она двинется на нас, то станет фаршем». Хищник остановился в такой позе, словно приготовился к прыжку. «Давай, киса, прыгай», процедила стрелка, не понимая однако, что происходит. Химера перевела глаза на Лешку и сделала движение головой в его сторону. Изо рта чудовища выскочило что-то блестящее, переливающееся. «Уходи!» проскрепел, прошелестел монстр, развернулся к дыре в заборе и в три прыжка покинул общество обескураженных путников. «Нифига себе! Все-таки правда! Они разговаривают!» воскликнул Лешка. «Значит, у них есть разум?» нахмурилась Яна, все еще с силой сжимая рукоять автомата. «Я слышал, что это могут только взрослые особи, и они не всегда нападают на человека». Лешка на мгновение обернулся и Волкова удивилась блеску его глаз. «Ты только глянь, что она нам принесла!» В его руке была все время двигающаяся лента из серебра диаметром сантиметров в десять. Яна, да и любой, кто хоть раз интересовался зоной и порожденными ее артефактами, знали, что за вещь лежала сейчас в ладони напарника. Это было кольцо Мебиуса, легендарный артефакт, встречающийся крайне редко и в совершенно неожиданных местах. Цена его даже в пределах зоны была заоблачно высока. А все потому, что кольцо Мебиуса синтезировало пропущенный сквозь себя предмет. То есть упаковка таблеток или коробка галет все приобретало нескончаемый запас. Главным условием было то, что предмет был по составу однородным и имел не слишком большой удельный вес. На синтез золотого колечка естественно уходило времени больше, чем на плитку шоколада. На Большой Земле кольцо имело статус исключительно государственной собственности, но это не значило, что оно там использовалось только правительством и только в мирных целях. Цены на него постоянно росли, его охотно купила бы любая страна, даже анонимно. Вот такую штуку я уже находил. Лешка был просто сказочно рад. Ты представляешь, некоторые всю жизнь могут искать, а мне попадается уже дважды. А как ты ее вынес? задала вопрос Яна, уже отчетливо ощущая исходящую от артефакта угрозу. Убивали из-за меньшей суммы. Лешка изменился в лице, поднялся с колен, тщательно прячь артефакт в куртку. Нашел торговца, и он перевел мне деньги на счет. Почему он тебя не убил, не поверила стрелка. Она слишком много читала и слышала о подобных вещах, чтобы верить на слово. Лешка улыбнулся, будто прочел ее мысли, попытался обнять. Я держал ленту так, что если бы меня шлюпнули, она упала бы в холодец. Яна замолчала, переваривая информацию. Это могло быть правдой. Купить квартиру, машину и хорошо одеться вполне было реально за артефакт кольцо Мебиуса. Правда, если верить Лешке, что-то он сдал уже на большой земле. И это было тоже не из дешевых. В итоге Яна запуталась и разозлилась. Что она такое сказала, вспомнила девушка. Почему она это сказала? Лешка пожал плечами, но, как ей показалось, сделал это слишком поспешно. Не знаю, разве можно обращать внимание на мутанта? Химера не мутант, сказала Яна. Это вообще выглядело как послание. Только у кого может служить курьером сама Химера, ты не скажешь? Лешка опять пожал плечами, однако былой уверенности в его действиях не было. Может болотный доктор, пробурчал он. Может и он, согласилась Волкова и ткнула рукой на восток. Да, пойдем. Что-то тут прохладно. Охотно поддержал Лешка. На полпути он остановился, дернув стрелку за рукав. А давай рюкзак здесь зароем. Сюда никто не сунется, предложил он. Зарывай, согласилась Яна, почему-то почувствовав усталость. Только сначала перекусим. Они сделали небольшой привал, очень выгодно защищенный со всех сторон густыми кустами. Затем Лешка спрятал рюкзак с Хабаром, пока Волкова изучала его КПК. Работать с компьютером ей приходилось и раньше. На ладонник она освоила быстро, словно общалась с сотовым телефоном. Почему мы до сих пор никого не встретили? Спросила Яна, когда парень закончил работу. Здесь места такие, что даже после выброса арты появляются не особо ценные. Так, кульковский уровень, махнул Лешка рукой, так к тому же скоро выброс. Стрелка поежилась, хотя почему-то никакого волнения не испытывала. Огляделась, ничего нового или интересного не обнаружила. А где будем от выброса прятаться, спросила она. Или в подземелье пойдем, если кого-нибудь встретим, или в блиндаж, сказал Лешка. Какой блиндаж, удивилась Яна. Ну, общаковский, сталкерский схрон. Я не знаю, откуда они, но иногда попадаются. Скорее всего, это заброшенное убежище на случай ядерной войны. Лешка улыбнулся счастливой улыбкой. Сталкеры там прячутся на ночь или на момент выброса. Там никто никого не трогает, и когда все уходят, то запирают бункер, чтобы бюреры и другие мутанты не пролезли. Бюреры это карлики, уточнила Яна. Да, но я их никогда не видел. Еще б не видеть столько же. Издалека донесся чей-то вой. Лешка перестал улыбаться, покрепче взял автомат. Представляешь, если бы не аномалии и не всякие химеры, то вроде и обычный лес, задумчиво произнес он. Стрелка не ответила. Она поднялась на ноги, отдала напарнику КПК и двинулась в сторону дороги, до которой оставалось около ста метров и которая отчетливо виднелась из-за деревьев. БДА Лешки завибрировал. Куль интересуется, как дела у нас, сообщил он, и что завтра утром словимся. Что это вон там, остановилась Волкова, показывая на юго-восток, похоже на кошек. Большая группа каких-то животных размером с пуделя неспешно трусила по асфальту, но ее передние члены замерли, устремив глаза на сталкеров. «Ух-ю, это же есть кошки!» вскричал напарник. «Бежим! Они еще хуже собак!» Глава пятнадцатая Выброс Сталкеры бежали изо всех сил, но одичавшие коты все равно были быстрее и настигали их с каждой секундой. Эти животные встречались в зоне не так часто, как, например, слепые псы, но столкновение даже с небольшой их группой означало для сталкера верную смерть. Кошки не боялись ничего, кроме воды, могли лазить по деревьям и нападали одновременно, координируя свои действия совершенно необъяснимым способом. У них не было видимых выжаков и стая бросалась на человека, повинуясь какому-то своему неизвестному импульсу. Одна или две твари всегда старались достать когтями глаза или артерию на шее, если она была незащищенной. «В то здание!» показал Лешко бетонный комплекс, что выселся за таким же бетонным забором. «На этажи!» Сталкеры двинулись вдоль забора по довольно высокой траве. Ступая по ней, кошкам приходилось слишком высоко поднимать лапы, и их скорость упала. Яна услышала, как они злобно шипят и завывают. Однако погони животные не прекратили, прекрасно понимая, что достанут людей в любом случае, куда бы они не залезли. «Там пролом! Туда!» показал куда-то вправо Лешко. Свернув вдоль очередного поворота забора, путники чуть не влетели в кусты. Тут же они услышали какой-то шум, крики. Из-за неровно сваленных панелей навстречу беглецам выскочили несколько парней в черных куртках с короткими автоматами в руках. «Стоять! Руки!» крикнул один, но сразу же заткнулся, увидев, кто преследует Яну и ее спутника. Парни защелкали затворами, двое упали на одно колено, приготовившись к стрельбе. «В сторону!» Стрелка толкнула Алексея в плечо, и он с размаху влепился в покосившуюся плиту. Сама отпрыгнула влево, перекатилась по земле, разворачивая автомат в сторону преследователей. «Мочи тварей!» заорал кто-то, и воздух наполнился пороховой гарью и треском выстрелов. Кошки попали под шквальный огонь почти всем своим кагалам, и уцелеть удалось лишь единицам, которые с недовольным ворчанием, переходящим в виск, взрыхляя когтями землю и выдирая клочки травы, бросились на утек. Весь бой занял меньше минуты, но их хватило, чтобы определить, кто помог сталкерам отбиться от мутантов. Не стрелка развернула его в сторону неожиданных спасителей, нацелив его на двух ближайших бандитов. «Тише, тише!» предостерегающе поднял один из них свой автомат и отступил. «Тут все свои! Правда, пацаны?» и нервно хохотнул. Пацаны за его спиной ощерились стволами в сторону девушки, в то время как Алексей держал на прицеле здоровенный титина с дробовиком американского производства. «Хорошо так держал, надежно!» перевдуло в щеку напарника. «Отпусти его!» процедила Волкова, медленно поднимаясь с колен. «Опусти ствол!» сказал худощавый парень, что прятался за детиной. Одет он был в коричневого цвета комбинезон с вшитыми бронепластинами. «Ладно», легко согласилась Яна, «отпущу, когда будут гарантии». «Какие гарантии?» усмехнулся худой. «Что вы нас не тронете?» ответила девушка. «Двое парней, что стояли на линии огня, занервничали сильнее, но никто не решался поднять свое оружие». «Пока ты все контролируешь», худой выглянул с другого бока толстяка и подмигнул девушке. «Опусти оружие!» «Ты первый!» Волкова покачала головой с таким видом, что худой бандит понял пактовое положение. «Ладно, порожняк, нечего нам пока делить», сказал он, вышел из-за спины толстяка, демонстративно убрав беретту. «С вас причитается за кошаков». «Не вопрос», кивнула стрелка, «но мы пока пустые, хотели переждать выброс и на свежак подсесть». Худой задумался, толкнул вздрогнувшего от этого толстяка. Лешка с недовольным видом отряхнулся, массируя одной рукой ушибленное плечо, а другой отдавленную щеку. «Верю», сказал бандит, делая знак следовать за ним. Вся компания приблизилась к серой стене здания. Яна держалась на расстоянии, внимательно смотря за всеми пятью незнакомцами. Сама она была в относительной безопасности, а вот Лешка в любом случае мог получить пулю. «Сделаем так. Вместе переждем выброс, потом вы вернете должок и будете свободны», сказал главарь. «А пока или сдавайте оружие, или один из вас побудет с нами». «Где пережидать выброс?» спросила Яна. «Тут подвальтик имеется», сделал бандит неопределенный жест головой. «Но есть предложение и поудобнее. Вы спускаетесь в один колодец недалеко отсюда. Мы идем за вами и прикрываем вас». «Что в колодце?» перебила девушка. «Может и ничего. Там я давно не был», улыбнулся бандит. Яна не успела принять решение. Откуда-то сверху мелькнула тень, и на голову говоревшего спикировал огромный серый кот. Он был ранен и при столкновении диким образом завыл. Когти сантиметровой длины вспороли лицо и шею главаря, кровь животного смешалась с кровью человека. Следом за ним другие кошки посыпались со всех сторон. Ругань и выстрелы возобновились, но уже не так упорядоченно, как до этого. Яне снова пришлось спасать Лешку, прыгнув головой вперед и толкнув его в грудь. Парень улетел спиной в кусты, но на линии огня уже не был. Очередь, выпущенной по нему или по девушке, еще не успевшим ничего понять бандитам, только задела комбинезон стрелки, срезав лямки для запасных обоев на его правой стороне. Перевернувшись при падении, Яна пинком оттолкнула автомат стрелявшего в сторону и закричала «Пока там бейте!» Девушка не успела обдумать зародившуюся мысль, что кто-то может направлять животных в атаку. Волкова начала действовать, забросив неповоротливый для ближнего боя Абакан за спину и вытащив пистолет. В другую руку она взяла нож. Коты лезли со всех сторон, и воздух вмиг наполнился шипением, руганью и пороховыми газами. Началась прямо-таки паническая свалка, так как сами нападавшие были уже против боя, но ведомые чем-то или кем-то ничего не могли с собой поделать. Они прыгали прямо на ножи и автоматы, бежали навстречу гибели, не разбирая дороги, отлично понимая, что их тело действует вопреки желанию рассудка. После того, как Лешка оказался в безопасности, Яна перекатилась в другую сторону, по пути снося голову прыгнувшей на нее кошки и забрызгивая ее мозгами одного из бандитов. Парень что-то закричал, схватился за лицо, видимо кусочки кошачьего мозга и костей попали ему в глаза. Стрелку это не смутило, ей требовалось как можно быстрее отыскать источник угрозы. Почему-то именно в этот момент вспомнился странный наказ химеры. Машинально стряхнув с себя обезглавленное тело, девушка мысленно потянулась к своему талисману на груди, которому теперь доверяла больше, чем чему-либо, и с удивлением обнаружила, что он словно ждет ее. Кулон прямо-таки затрепетал, потеплел и на каком-то телепатическом уровне передал точную картинку. Контролер затаился буквально за стеной и управлял животными оттуда. Девушка буквально ощутила его злобную волю. Сразу же за этим пришел немой вопрос, почему монстр не захватил сознание людей? Однако размышлять было некогда. Яна сорвала с пояса у одного из парней гранату и зашвырнула в окно, которое находилось на втором этаже, точно зная, что граната скатится по лестнице к контролеру прямо на голову. Глухо прогремел взрыв, стена слегка треснула в том месте, где приняла на себя ударную волну. Атака кошек захлебнулась почти сразу. Как только блоки сознания были сняты, остатки кошачьей стаи пустились наутек. Но это дало я невозможность вывести друга из зоны обстрела и уйти оттуда самой, в конечном итоге оказавшись у бандитов за спиной с нацеленным на них стволом выронены одним из них гадюки. «Стреляй! Ложи их!» горячо зашептал Лешка. Яна бросила на него удивленный взгляд и отодвинула за спину. Парни в кожаных куртках смотрели на нее с недоумением и страхом. «Сделаем так. Для начала держи аптечку», начала Волкова, обращаясь к их худому предводителю, который пытался остановить кровь на шее. У него получалось это плохо. Парень был смертельно бледен, но крупная артерия задета все-таки не была. Один из его дружков поймал предмет, что бросила ему стрелка, пробормотал что-то вроде благодарности и принялся оказывать пострадавшему помощь. «Мы сейчас уходим, а после выброса, например, завтра утром, давай забьемся на этом же месте, там и порешаем, кто кому должен», закончила мысль Яна. Худой парень скривился, не то от боли, не то от предложения стрелки, но, понимая, что сейчас все козыри в руках девушки, махнул рукой. «Забили! Ты, я вижу, помилом не трясешь!» Яна слегка кивнула и начала отступать, не опуская ствол. «Слэш, подруга!» окликнул ее другой бандит, весь в кошачьей крови и мозгах. «А кто там за стеной был? Контролер?» «Он самый!» кивнула стрелка. «А как ты его вычислила?» Вопрос застыл не только на лицах бандитов, но и на Лешкином лице тоже. Яна поняла, что от ее ответа зависит многое. В зоне панически просто до суеверного ужаса боялись мутантов. А члены таких группировок, как, например, Долг, вообще недолго думая расстреливали на месте любого, кто хоть чем-то мог походить на монстра. «Они воняют», ответила она. «Я-то своим женским носом это чувствую». Парни облегченно вздохнули. Некоторые из них двинулись в сторону лестницы, что вела внутрь здания, другие учащенно заработали ноздрями, стараясь уловить вонь контролера. Не поверил я не только один Лешка. Когда спутники оказались на приличном расстоянии от бандитов, он дернул ее за куртку. «Ты правда его унюхала?» спросил он, внимательно глядя девушке в глаза. «Серьезно?» «Я не знаю». Яна пожала плечами. «Просто так было нужно. В той ситуации». «Я его почувствовала, что ли?» Лешка покачал головой и замолчал. Девушка покосилась на него, а потом целиком переключилась на материнский кулон. Достала его, повертела в пальцах, даже лизнула, как в детстве. Лешка, увидев это, прыснула от смеха. «Амулет?» спросил он. «Можно сказать, что да», задумчиво произнесла Волкова, осматриваясь. Они отошли от пролома в заборе метров на сто, все еще держа путь параллельно ему. Точнее, они шли сейчас назад, тем же путем, что и прибежали сюда, спасаясь от кошек. Посмотрев на быстро темнеющее небо, Лешка нахмурился. «Через час, самые большие два, будет выброс». «Я так еще ни разу не рисковал», сообщил он. «Где твое подземелье?» «Оно было почти напротив той дыры в заборе», поморщился Лешка. «Пацаны про него говорили, но раз они хотели нас туда послать, значит, там кто-то завелся». «Еще место есть, где переждать?» поинтересовалась Яна. «Поискать по подвалам, вон там, но не пойдет, там пока не наша территория. Схрон твой против ядерной войны где?» «Я знаю», Лешка вдруг располался в улыбке. «Мне рассказывали, тут недалеко есть заброшенный туннель, там раньше поезда ходили, там аномалии одна на одной сидит, хрен пройдешь, но кто-то из ветеранов, говорят, там пережидал выброс, даже матрас у него там». «Пошли», решительно сказала Стрелка. Через четверть часа они сидели на толстом и пыльном матрасе в самом дальнем углу железнодорожного туннеля, в тупике, который был создан обвалом не то рукотворного, не то естественного происхождения. Место было просто превосходным. Пройти до завала через бушующие воронки и мясорубки обычному сталкеру было нереально. В некоторых местах путникам пришлось протискиваться по стеночке, рискуя быть затянутыми в аномалию. Но успели ходоки вовремя. Выброс начался почти сразу, как только они расположились и закончили перекусывать. «А здесь не может ничего образоваться?» на всякий случай спросила Яна, подразумевая их необычное убежище. «Нет», уверенно ответил Лешка, «для возникновения аномалий нужно пространство, а здесь у самого завала его нет. Вот метров на пять точно ничего не будет и никогда не было». Первый удар грома определил начало выброса. От центра зоны начали расходиться концентрические круги, несущие с собой электромагнитный импульс и пси-волну, которая на незащищенного человека подействовала бы самым негативным образом, убила, лишила разума или превратила в очередного монстра зоны. Одновременно с этим аномальные области по всей территории начали закипать, перестраивая свои характеристики, местоположение и размер. Некоторые исчезали, некоторые поменялись местами, где-то образовались новые. Стрелка и Лешка отлично видели всю эту чарующую красоту перед собой в туннеле, если, конечно, изменение естественного состояния атмосферы и самой Земли можно считать красивым. К сожалению, вся техника временно не функционировала и заснять на цифровой носитель зрелище не удалось бы. Надо было взять с собой камеру с пленкой, вздохнул Лешка. За такие кадры в интернете выложили бы целое состояние. Пленка засветится, отмахнулась Яна, знающая об этом благодаря тому же интернету. Какой-то ученый пробовал. Шведский ученый Нарсен Старк, сказал Лешка уверенно. Я знаю. Он еще изучал карликов. Глава 16. Смерть напарника. Лешка. Выброс закончил неистовствовать совершенно неожиданно. Вой ветра и дрожание Земли прекратились как по команде, хотя издалека еще доносились слабые раскаты грома. А спустя пять минут Яна услышала шум, который могли производить только вертолеты. Причем как минимум три. Военные, удивилась она, поворачиваясь к Лешке, который возился со своим комбинезоном. Комбинезон Яны он уже починил. Девушка с детства не могла терпеть иголку с ниткой. Парень нехотя кивнул и объяснил. Спецназ или военные сталкеры. Вплоть до монолитовских владений сейчас все сливки снимут, пока сталкеры не добрались. Хотя глубоко вояки никогда не роют, так, по поверхности. На сигареты, чтоб хватило, ухмыльнулась Яна. Что тут теперь творится? Переключился Лешка с почему-то неприятного для него разговора, кивнув на выход из туннеля, в котором даже невооруженным глазом отмечалось не меньше десятка аномалий. Почти что и было, поморщилась Волкова, приглядевшись. Артефактов штук восемь. Красный цветок и медуза, разочарованно сказал Лешка. Как выходить будем? За мной, как же еще? Девушка осторожно двинулась вперед. Через пару метров сломанная веточка вытащила из коридора между аномалиями медузу и уже собиралась бросить ее и Лешке приняться за цветок, как взгляд ее упал на уже открывшийся выход из туннеля, отчего она выронила артефакт и он укатился на прежнее место. Эй, что там? крикнул Лешка, переминаясь ноги на ногу. Иди строго за мной, ответила Яна. Только осторожно, увидишь сам. Парень остановился сзади нее, крепко сжал Яну за плечи, уставившись в ту же точку, что и она. На улице стояла абсолютная темень, как будто бы наступила ночь. Это в принципе не удивляло, потому что сам туннель мог обладать аномальными свойствами и вместо двух часов растянуть время путников на десять. Странным было не это. Над рельсами посередине его висело всевидящее око. Именно такое, как оно было показано в фильме про Властелина колец. Только оно не светилось золотым цветом и меньше напоминало приоткрывшуюся скважину. Местное око было более тусклым, хотя и давало свет, похожий на дневной. Зрачок его был круглым, и из него на рельсы лениво капала вода. Что будем делать? Почему-то шепотом спросила Яна. Не знаю. Подойдем? Голос Лешки был очень неуверенным. Волкова кивнула. Цветок будешь брать? Бросила через плечо она. Может пригодится. Ага, кульку пробормотал Лешка, пряча артефакт в рюкзак. За медузу они решили пока не браться. Благополучно, хотя и не очень быстро, миновав все аномалии, спутники оказались перед оком. При ближайшем рассмотрении оно оказалось еще более удивительным. странное образование являлось словно проходом в другой мир. Внутри него Яна увидела шероховатый бетонный пол и ручеек воды, берущий начало где-то в стороне. Метрах в пяти от выхода из того мира в темноте виднелись чьи-то белые кроссовки. «Посвети-ка туда», продолжая стоять перед оком, сказала Яна Алексею, которая заглядывала в аномалию с другой стороны. «Ёлки-палки, лежит кто-то», вскрикнул парень, «это портал какой-то получается». Волкова подошла к оку с его стороны. Действительно, внутри портала виднелся уходящий куда-то бетонный пол, кусок стены, какой-то ящик и ноги человека, туловище которого было спрятано за углом. «Эй, ты как там?» крикнул Лешка. Человек не ответил, и Лешка бросил туда кусок щебенки, что подобрал прямо под ногами. Камень ударился на ногу лежавшего, откатился к стене. Ничего не произошло. «А времени сейчас сколько?» поежилась Яна, почему-то только сейчас ощутив ночную прохладу. Не сводя с портала глаз, Лешка включил КПК, подождал. «Почти полночь», изумился он, «мы здесь в замедлитель попали». «Тоже аномалия», поняла Стрелка. «Да, только это временная. Я слышал от бывалых сталкеров о таких», воодушевился Лешка. «Прикинь, таким макаром можно целое столетие пересидеть». «Я не понимаю что-то забавного», нахмурилась Яна. Ей стала неприятной мысль о том, что некая сила украла у нее приятного мало и закашлялся. «Мне кажется, что это место я уже видел», сказал он. «Этот коридор», кивнула Стрелка на око и оглянулась на вход туннеля, до которого оставалось каких-то четыре метра. Темные силуэты деревьев на фоне звездного неба, странные звуки, доносящиеся из леса и далекие беспорядочные выстрелы не внушали ничего, кроме вполне оправданного беспокойства. «Да, выброса прятался. Это в подземелье, про которое я говорил, куда те парни хотели нас послать первыми». «Значит, они кого-то там опасались». «Кто там может быть? Кровосос или карлики?» Яна поежилась. «Не знаю, но он кто-то лежит, его никто не ест», пожаловала Лешка плечами. «Значит, никого уже нет». «Или выброс так подействовал». «Выброс на подземелье не действует, насколько я знаю», сказала Яна и потянула Лешку за рукав. «Пошли отсюда, из этой дыры может кто-нибудь вылезти». «Да не может никто», улыбнулся Лешка, «не бойся, куда идти на ночь глядя?» «Вот, смотри». Он сунул дуло автомата в середину ока, потом осмелел и похлопал рукой по полу, вытащил, стряхнул каплю воды. «Точно, это совсем рядом с моим убежищем, вот на тот ящик и вверх по лестнице», говорят, это бывшая хавира самого Меченого. «Ты не представляешь, как там хорошо? Ночь проведем там, а утром вылезем прямо на территории НИИ». Яна с сомнением посмотрела на портал, на темный лес, на вспыхивающие иголками искры аномалии перед собой в туннеле. Нигде укромного и безопасного места она не находила, кроме пыльного одеяла в тупике. Однако пыльное одеяло могло таить в себе временную аномалию и было неизвестно, во сколько обойдутся проведенные на нем оставшиеся до утра четыре с небольшим часа. «Ты уверен, что там безопасно?» «Конечно, в зоне ночью ходит только самоубийца», воскликнул Лешка и полез в портал. Волкова вдруг сообразила в чем дело, схватила его за шиворот и впихнул ее ногой в коленку. Он промахнулся и удар прошел вскользь, но все равно от боли девушка вскрикнула и разжала руки. Она неуклюже плюхнулась на спину всего в нескольких сантиметрах от воронки. С головы ее слетела гарнитура и закружилась в аномальном вихре. Впрочем, этот вихрь не нашел ничего для себя ценного и отшвырнул предмет в сторону, слегка хлопнув. Яна вскочила на ноги и снова вцепилась в лежку, который уже наполовину был внутри портала. Он что-то мычал, извивался всем телом. На его поясе стрелка увидела четырехпалую руку. Подтверждение своей догадки. Недолго думая, она схватила за крайний палец, что у человека соответствовал бы мизинцу, и выкрутила его. Из портала донесся дикий вопль и рука почти втянулась назад. Почти потому, что Яна крепко держала ее, выворачивая контролеру палец и одновременно с этим, ругаясь, на чем свет стоит, чтобы хоть как-то забить телепатическую атаку, которой был подвергнут Лешка. Неизвестно, что подействовало сильнее, но монстр отпустил напарника, и Лешка вывалился из пролома в пространстве с этой стороны. Контролер тоже появился в поле зрения, заполнив собой весь круглый проход ока и страшным голосом завывая. Руку он дернул с такой силой, что девушка почувствовала, как его палец выходит из сустава. Уродливая голова упиралась взглядом в рельсы, но контролер селился поймать взгляд стрелки. Девушка решила, что этого нельзя допускать ни в коем случае, и резко дернулась в сторону. Причем сделала это вовремя. На нее напал Лешка. Глаза напарника ничего не выражали, с губ тянулась нитка слюны, а руки были устремлены к Яне, как будто он хотел сдавить ее в пальцах. Душить или царапать подругу Лешка планировал, разбираться времени не было, и стрелка, недолго думая, подсечкой опрокинула парня на землю, затем подскочив ближе и добив противника ударом по солнечному сплетению, стараясь все-таки не калечить и, конечно, не убивать парня. Теперь даже управляемый волей контролера он не смог бы ничего толком предпринять ближайшие три минуты. Контролер тем временем что-то сделал, и стрелка почувствовала, как все ее тело начинает сковывать судорогой, похожей на ту, что бывает в холодной воде. Обернувшись и все же встретившись с глазами монстра, она успела вытащить нож и в падении полоснуть по ним широким хлестким ударом. Ощущение волны ненависти и горячего воздуха ударило ей по лицу. Сосуды опять лопнули в носу девушки. Каким-то чудом просто на подсознательном уровне она смогла сгруппироваться и не удариться о шпалу головой. Правда левой руке, да и вообще всей этой половине тела досталось очень сильно. Яна упала на землю, попробовала перекатиться, но у нее ничего не вышло. Тело слушалось и воспринималось на ощущение очень плохо, будто бы отходя от общего наркоза. Кровь капала на полусгнившие шпалы туннеля, рука пульсировала отбитым локтем и кажется было сломано ребро. Контролер теперь кричал так, что закладывало в ушах. В его воплях сложились и боль, и ужас от потерянного зрения, и бессильная ярость на человека, который сделал это. Краем глаза стрелка видела, как он мешком вывалился из портала и устремил ослепшую морду на извивающегося в приступе удушья Лешку. Тот внял беззвучному зову и, прекратив скулить, поднялся и шагнул к Яне. Сделал два замаха ногой в ее сторону, силой опуская их на землю. Волкова с ужасом поняла, что эти удары предназначались ей, и если бы контролер мог видеть, где лежит девушка, то сейчас она, скорее всего, была бы уже без сознания от боли. Сообразив, что цель пока еще не поражена полностью, четырехпалое чудовище начало шарить вокруг себя неповрежденной рукой. Не найдя девушку, контролер издал какие-то бубнящие звуки, недовольно всхлипнул и заставил Лешку делать вращательные движения руками почти у самой земли. Медленно, но верно бывший напарник начал приближаться к Яне. Девушка дернулась всем телом, но оно пока не слушалось. Внезапно, хотя и совершенно оправданно, пришла мысль о смерти, и Волкова с удивлением поняла, что не боится ее, а просто жалеет, что жизнь прошла как-то глупо и неинтересно. Эта мысль плюс заливающая горло кровь из носоглотки буквально взорвали ее изнутри. Яна Волкова озверела от бешенства, что ощутила благодаря своей беспомощности. Возможно, это повлияло на пси-атаку контролера и как-то нарушило ее. Ноги девушки оказались свободными, и она распрямила их прямо в грудь наклонившегося к ней Лешки. Парень не удержался, его отбросило назад, и он приземлился с задницей прямо на спину лежавшего на земле контролера. Стрелка даже со своего места услышала, как хрустнули кости чудовища, что-то забулькало и захрипело в его горле. Телепатический контроль сразу же прекратился, и Яну саму скрутило от боли. Расслабляться, однако, было нельзя. Мотнув головой и разогнав слезы и кровавый туман, девушка прицельно разрядила половину обоймы своего ПМ в голову контролера, торчащего между ногами находящегося в отключке напарника, а затем сама отрубилась на пару минут. Вынырнув из пола забытия, девушка первым делом извлекла из нагрудного кармана аптечку-анализатор и, согласно инструкции, приложила к шее. Натовское чудо-техника натужно загудела, пощекотала кожу какими-то усиками и почти сразу кольнула стрелку двумя выстрелами подряд. Судя по тому, что девушка почувствовала себя намного лучше, это была анестезия или противошоковый препарат. Пошатываясь, Волкова приблизилась к приятелю и проделала ту же операцию с ним. Парень в сознание не пришел, хотя каких-либо сильных повреждений девушка у него не заметила, но удары ладонями по щекам он тоже не отзывался. Недолго думая, стрелка раскрыла фляжку и плеснула ему в рот немного водки. Лешка зачмокал губами, слизывая горькую жидкость, но глаза не открыл. Яна тяжело поднялась на ноги, охнула, почувствовав боль в боку, с досадой пнула дохлого контролера. За спиной вдруг раздались какие-то звуки. Оглянувшись, девушка вздрогнула, заметив отвратительную морду слепой собаки. Вскинула пистолет, но сделать выстрела не успела. Собака оказалась быстрее и задним ходом убралась за пределы видимости, вскрывшись в темноте. Выругавшись, Яна снова присела над Лешкой и попыталась привести его в чувство. «Просыпайся, сейчас здесь будут собаки!» Почти в отчаянии воскликнула она, но парень только замычал что-то в ответ. Не исключено, что все это было остаточным эффектом от атаки контролера. Новый звук уже с другой стороны испугал Яну намного сильнее. Теперь, прямо над ней, метрах в трех в сторону тупика с матрасом, воздух заискрился и закружился спиралью. Постепенно пространство перед девушкой начало заполнять какая-то новая аномалия, вытесняя старые в сторону выхода. Позади стрелка услышал уже относительно близкий лай нескольких слепышей. К своему несчастью, она была как на ладони, освещенная ярким излучением ока. Обрамление портала давало устойчивый, нережущий глаза свет, но выглядело как сигаретный ожог на пленке треснувшего мироздания. От злости и бессилия Яна чуть не закричала на безмятежно отдыхающего в обмуроке Лешку, а затем два раза выстрелила в темноту, отпугивая собак, которые напасть пока еще боялись. Один выстрел достиг цели, кто-то заскулил и шумно ломанулся через кусты. «Да вставай же ты!» Волкова схватила Алексея за грудки, встряхнула. Глаза парня на секунду приоткрылись, но были словно в тумане. «Что такое?» «Куда?» Барбар мотала Лешка. Волкова шумно выдохнула, почему-то с брезгливой поспешностью стерла с руки слюну напарника, которая попала туда с уголка его отвисшей губы. Ухватив поудобнее, поволокла к порталу. Другого выхода из создавшейся ситуации она не находила. С одной стороны наступала аномалия, с другой собаки, которые пока в поле зрения всего лишь мелькали. «Говоришь, уютное место?» произнесла Яна, обращаясь к самой себе. «Поверю на слово, тем более, что хозяина мы оттуда вытащили». Она бросила взгляд на контролера, к телу которого новая аномалия могла подобраться уже очень скоро и дернула Лешку еще раз. «Вставай, я тебя не затащу сюда!» Парень замычал, пробовал вытереть лицо ладонью, но только испачкал его в пыли и слюне. Однако нашел в себе силой приподняться на дрожащих ногах и шагнуть в направлении, указываемом стрелкой. Девушка с облегчением вздохнула и направила его прямо головой в портал, положив руки на бетонный пол. «Давай, залезай!» Потрескивание аномалии усилилось, и она резко расширилась на полметра. А с другой стороны в тоннель вбежал не менее настырный щенок и попытался ухватить Яну за ногу. Девушка увернулась, поддела его берцем и красивым пинком отправила его в ближайшую аномалию, оказавшуюся электрой. Щенок даже не успел пискнуть, как и сжарился от разряда в несколько тысяч вольт. Обугленная тушка упала возле матраса, благополучно перелетев через другие аномалии. В ответ на это другие собаки залаяли, зарычали. Яна видела, как они мечутся в темноте туда-сюда, подпрыгивают, но приближаться пока не решаются. Она хотела выстрелить еще, однако потом передумала. Требовалось быстрее запихать в портал Лешку, который, кажется, собирался уснуть в таком согнутом положении. Растолкав его, Яна еще раз обернулась, посмотрев на приближавшуюся аномалию и поражаясь ее цветам. Аномалия была яркой, разноцветной, даже частично белой, что, впрочем, не делало ее менее смертоносной. Наконец девушке удалось затолкнуть Лешку и протиснуться в портал самой. Собаки, словно дожидавшись этого, ринулись к лежавшему на земле контролеру и принялись его со стервенением рвать. Стрелка с отвращением отвернулась от этого зрелища, но тотчас же в портал сунулась широкая морда самого вожака стаи. Так, во всяком случае, решила Яна, настолько он был огромен и страшен. Предпоследний патрон в обойме разнес наглую пасть собаки, пробив заодно и шейные позвонки. Мутант свалился к ногам своих сородичей, которые не побрезговали и его некогда мощным телом. Яне же было не до этого. Она оттащила Лешку, прислонила его к стене, вложив в руку автомат и снова похлопала по щекам. «Да проснись ты!» закричала она, ударила сильнее, и парень начал заваливаться набок. Чуть не плача, Яна оглядела коридор, куда попало. Света портала здесь было вполне достаточно, чтобы не прибегать к услугам ПНВ, да и тусклые лампы на высоком потолке худо-бедно свою работу делали. Напкнувшись взглядом на тело в кроссовках, Яна вздрогнула, вспомнив, что все это время даже не думала о том, чтобы как-то прикрыть спину. Ей просто повезло, что никто не напал. Лешка вдруг замычал и попробовал подняться, опираясь одной рукой об пол, а другой судорожно протирая глаза. Поняв, что парень наконец-то начал приходить в себя, Яна выставила перед собой пистолет и заглянула за угол. От увиденного ей едва не стало дурно. Тело в кроссовках принадлежало тому самому худому бандиту, парни которого помогли ходокам отбиться от кошек и которым Яна пообещала после выброса заплатить Хабаром. О данном обещании можно было забыть, так как все пятеро незнакомцев были мертвы. И теперь вместо лица у них были уродливые кровавые маски. Создавалось впечатление, что их кто-то обглодал или зверски избил. Из всех чудовищных созданий зоны Волкова могла заподозрить в этом только кровососов, но потом сразу отбросила эту мысль, вспомнив, что напал на нее и Лешку совершенно на другой монстр. «Что это? Яна!» захрипел вдруг Лешка. «Где мы?» Он дрожащей рукой показал на око, которое стало еще ярче освещать коридор. Стрелка нахмурилась. Трескучая разноцветная аномалия подобралась к самой границе ока и застыла там, втягивая в себя воду и бетонные крошево. Собак уже слышно не было, вероятно, не убежали, покончив с контролером. «Это салат!» вдруг вскрикнул Лешка. «Нужно бросить туда что-нибудь!» «Аномалия салат?» переспросила Яна. «Я такой не слышала». «Ее только недавно изучили». Лешка начал отползать от портала, куда уже начали просачиваться искорки и какие-то струи фиолетового дыма. «Надо скормить ему что-нибудь!» Он хотел встать на ноги, но они абсолютно его не слушались. Лешка запутался, упал, не сумев увернуться, ударился губой о деревянный ящик. От боли он застонал, почти сразу выплюнул ошметок крови вместе с одним зубом. она думала, что покинет зону при первой же возможности и никогда даже не задумается о том, чтобы взять в руки оружие. Едва сдерживаясь от отвращения и стараясь не глядеть на изуродованные лица, Яна начала подтаскивать трупы к порталу и сталкивать их в него. Салат, довольно урча и потрескивая, отступил, а потом и пропал вовсе. Вслед за этим само око начало угасать и затягиваться. Опять появились собаки, что-то вынюхивающее среди шпал. «Нам надо туда», прошепелявил Лешка, показывая на лестницу, что вела в какой-то круглый лаз наверху. «Это скрон меченого». «Тьфу!» Сгусток кровавой слюны повис на его подбородке. Он неуклюже собрал его, попытался вытереть о ящик. Яна затрясла головой, вскинула автомат, резко обернувшись на какой-то шорох сзади. «Эй, ты чего?» обратился Лешка к ней, снова стараясь подняться на ноги. На этот раз ему это почти удалось. «Что там?» показала Яна в темноту коридора. «От того места, где они находились в данный момент, один проход вел резко влево, второй под небольшим изгибом уходил куда-то почти в противоположную сторону». «Одно и то же», махнул Лешка рукой и болезненно скривился. «Там выход на поверхность, а там вроде в НИИ можно попасть, если никого нет». «Я должна посмотреть», твердо решила Волкова. «Мы тут на всю ночь останемся, я не хочу быть без прикрытия». «Подсади», попросил он, цепляясь за ящик. Яна выполнила его просьбу, придержала за спину, пока он преодолел несколько нижних ступенек. Потом парень уперся «Место», сказал он, с трудом продолжая путь. Прислушиваясь к пыхтению напарника, Волкова включила фонарик и осмотрела помещение, где нашли свою смерть люди в кожаных куртках. Помимо пустых гильз, крови и кусков одежды, девушка нашла пару обрезов и довольно неплохо сохранившийся помповый дробовик. Правда, в нем оставалось всего два заряда, но и этого могло хватить для ближнего боя. загнав последний патрон в ствол и поставив оружие на предохранитель. Затем медленно выглянула в коридор и облегченно вздохнула, потому что отсюда нападение можно было не опасаться, он был полностью залит холодцом. Девушка вернулась к лестнице, по которой до сих пор карабкался Лешка и прислушивалась. Осторожно выглянула из-за наваленных кучей воздуховодов и каких-то бочек. Проход был пуст, но это не значило, что в нем никто не прячется. Откуда-то появился же контролер. Решив, что одной туда идти все-таки будет опасно, стрелка решила сделать небольшую сигнализацию. Среди строительного хлама она отыскала кусок ржавой вязальной проволоки и как смогла натянула ее вдоль пола в тени, что давала кучу мусора. Закрепила концы к двум приставленным к стенам кускам жести, которые из-за пыли были практически незаметны. Все это девушка проделывала на автопилоте. Почему-то силы покидали ее, хотя каких-то минут двадцать назад она чувствовала себя хорошо отдохнувшей. Скрывалось нервное напряжение. Больше ничем это нельзя было объяснить. Закончив с этой примитивной оповещательной системой, Яна вскарабкалась по лестнице и оказалась в довольно просторном квадратном помещении, где в изобилии содержались разные вентиляционные запчасти и строительный хлам. Правда, здесь было чище, и с одной стороны девушка разглядела массивную металлическую дверь, приоткрытую сантиметров на десять. Лешка с горестным видом стоял около нее. Оглянувшись на девушку, он вздохнул и устало опустился прямо на пол. Все, не могу больше. Он что-то со мной сделал. Устал, произнес парень. «Чем закрыть этот люк?» спросила Яна, кивая в сторону лестницы. Лешка покачал головой. «Ничем. Мы дежурили по очереди. За этой дверью есть шконка». «Что это вообще за место?» поинтересовалась Яна и подошла к двери, уперлась. Дверь нехотя начала поддаваться. «Хрен его знает. Служебная, наверное», ответил Лешка и прокинулся на спину. Яна снова приложила к нему аптечку, но никакого эффекта не дождалась. Напарник потерял сознание еще раз и кажется надолго. Девушка обессиленно опустилась рядом с ним, чувствуя себя полностью опустошенной. Ею вдруг овладела апатия ко всему на свете, даже к собственной жизни. Махнув на все рукой, она легла, некоторое время смотрела вверх, а потом перевернулась на четвереньки и не спеша перебралась в небольшую комнату со сломанной кроватью. Яне было безразлично все, что может произойти. Она даже забыла оружие, оставив его валяться рядом с напарником. Пружины вместо матраса показались мягче глубоко безразлично. На какие-то пять минут ее словно выбросило из реальности. Она видела перед собой только странного человека в противогазе и с альпинштоком. Он долго смотрел на нее, а потом замахнулся. Стрелка дернулась всем телом, выкарабкиваясь из сна, выплюнула материнский кулон, что, засыпая машинально, засунула в рот, огляделась, поражаясь своей беспечности и с содроганием девушка метнулась к двери, где увидела приклад своего автомата, рывком подняла его и только тогда встретилась глазами с контролером. В тот же момент она почувствовала чьи-то руки у себя на шее. Причем захват был настолько силен, что девушка не смогла его сбросить. Она поняла, что душить ее пытается Лешка, опять попавший под власть псионика. На мгновение девушка обояла дикая ненависть к напарнику. Яна почувствовала, как кровь переливает к лицу, а глаза от напряжения чуть не вылезают из орбит. И не нашла ничего лучшего, как просто упасть на колени. Лешка навалился сверху, однако именно из-за вмешательства контролера своим телом управлять мог не так хорошо, как раньше и потерял равновесие. Оступился, его повело в сторону, стрелка вырвалась и, хватая ртом воздух, попятилась, а зомби шагнул следом, рассекая воздух растопыренными руками. Контролер за его спиной захрюкал, завозился, послал Лешке очередной мысленный сигнал и парень потянулся к ножу. Волкова поняла, что это может стать для нее верной гибелью и обратным Маваши Гери отправила напарника в глубокий нокаут. Контролер, увидев это, со злобным ворчанием перекинулся на нее, но стрелка была так возбуждена схваткой и так разъярена, что отмахнулась от его атаки как от назойливой осы. Сорвав с пояс облегченный вариант наступательной гранаты, она швырнула ее за голову монстра, одновременно с этим успевая юркнуть в комнату с кроватью. Граната ударилась о стену позади контролера, упала вниз, ударяясь о ступени. Телепат понял, чем это может ему грозить, предпринял взрывная волна догнала его и с противным хрустом ударила о потолок помещения. Бесформенная кровавая масса забрызгала все вокруг. Вонь фекалий, крови и горелого мяса заполнили и без того маленькое помещение. Яну вырвало. Девушка не смогла сдержаться, вдобавок к отравленному воздуху, получив еще и небольшую контузию. Теперь срочно требовалось привести в себя лежку и каким-то образом отмыть от контролерских кишок лестницу и стены. Волкова вспомнила, что где-то внизу было что-то похожее на текущий кран и решительно двинулась расчищать себе путь, используя для этого кусок тряпки, что нашла под кроватью. Спустившись и быстро сориентировавшись, девушка чуть ли не бегом рванула в направлении звука. Впрочем, она не ошиблась бы и так. Ручей привел ее к незакрытому или сорванному смесителю буквально за углом длинного коридора. Раковина стояла в туалете в самом его конце. Дальше проход перекрывала большая лужа студня, за которой виднелись сломанные перила и бетонные ступени, убегающие наверх. Оттуда даже несло чем-то свежим, ночным. Яна поняла, что лестница может вывести ее на поверхность, если, конечно, она найдет способ пересечь зеленую аномалию. Девушка быстро наполнила опустевшие фляжки водой и двинулась назад. И только покинув туалет, поняла, что опоздала. Возле круглого лаза, ведущего в тайник меченого, мелькнула какая-то неясная тень. Выругавшись, Яна заспешила вдоль стены, решительно махнув на всю рукой. Ей опять стала безразлична даже собственная жизнь. Только на сей раз подобное состояние было вызвано азартом битвы или безысходностью приговоренного, а не вмешательством контролера. Прикрепив фляжки к поясу и даже засунув их за комбинезон, чтобы не цеплялись за ступени, Яна осторожно начала подниматься, держа дробовик в правой руке. Она понимала, что если ей придется стрелять в таком положении, то оружие вырвется из руки. Следовательно, у нее был только один шанс. Тварь, которая могла поджидать ее наверху, второго шанса не предоставила бы просто по определению. Волкова чувствовала, что чужой притаился где-то там, уже успевший вскарабкаться и устроить засаду. Так и получилось. Стрелка почти приблизилась к концу лестницы, как сверху донесся шорох и раздался страшный рев. Тварь, которая издавала этот рев, выглядела не менее отталкивающе. Бешеные круглые глаза, мелкие острые зубы в маленьком рту, окруженному мощными бородавчатыми и колючими щупальцами. Кровосос резко высунул голову навстречу девушке, его когтистые руки с двух сторон устремились к Яне, но на какие-то доли секунды Волкова опередила монстра. Со стопроцентной уверенностью она знала, что так и будет. Грохот выстрела и собственный крик оглушил ее, отдача едва не выбила кисть, Яна еле удержалась на лестнице, но зато уродливую морду чудовища буквально расшмаляло на куски, лишь пара щупалец осталась у основания шеи. Руки с сантиметровыми когтями упали Яне на плечи, туловище кровососа повисло на верхней ступеньке, а содержимые артерии и желудка хлынули девушке кричала снова, больше от страха и от омерзения. Она сорвалась и повисла на одной руке. Вторая все время скользила на крови существа и еще на чем-то очень противном. Дробовик упал, обе фляжки били по животу. Неимоверными усилиями девушка смогла найти точку опоры, поставила на нее ногу, а затем буквально съехала на пол и бросилась к умывальнику, ничего перед собой не видя. Отчистившись от крови убитого монстра, Яна, пошатываясь, на автопилоте забралась по уже отполированной лестнице, небрежно сбросила обезглавленное тело. Всхлипывая и сморкаясь остатками чужой крови, приблизилась к напарнику, упала перед ним на колени, уже не заботясь о том, что весь пол замаран чем-то темным и липким. Как ни странно, Алексей был еще жив. Изо рта его сочилась кровь, левый глаз отсутствовал, а на шее и подбородке ярко отпечатались следы прикосновения и, несмотря на это, Лешка был в сознании и смеялся. Яна сидела рядом с ним на коленях, бессильно свесив руки до пола и тупо глядя даже не на лицо его, а на его зубы, которые тоже были в крови. Вот так сходил за хабаром, выплевывая темные сгустки, прохрепел Лешка и попытался взять девушку за руку. Яна отдернула ее, качнула головой, шмыгнула носом. «Прости меня, стрелка, надо было послушать Химеру. Я не хотел...» «Громова», сказал вдруг Лешка. Волкова осознала значение этих слов, но все равно пока еще не могла выйти из психического Грогги. Она раскрыла рот и вопрос застыл на ее губах. Девушка замотала головой и запрокинула ее назад. «Нет!» «Я хотел тебя здесь, в напарнике», закончила мысль Лешка и закашлялся, забулькал. «Зона!» «Она не прощает!» «Нет!» Дернувшись в последней конвульсии, сталкер умер. Из руки его выпал серебристый овал кольца Мебиуса, докатился до Янкиного колена. Но девушка не заметила этого. Ее глаза были закрыты, а лицо устремлено к потолку. Лампочка там горела тускло и слегка покачивалась. Провода безжизненно свисали с места сорванного выключателя, но лампочка горела. В зоне это было возможно. Не поддающаяся учету электроэнергия тут фонтанировала иной раз неоткуда и питала все, что можно было запитать. В данный момент она заставляла работать лампу, что освещала раскачивающуюся на коленях Яну Волкову, глаза которые были плотно зажмурены, а лицо искажено гримасой боли и отчаяния. Плечи девушки содрогались от беззвучного плача. Она даже тихо подбывала. А через какое-то время она провалилась в небытие, поскуливая, схлипывая и находясь между сном и явью, не думая ни о чем. Разум девушки блуждал где-то очень далеко, в черной пустоте космоса или в пламени безымянной звезды, которая то разгоралась у нее в груди, то затухала. Глава семнадцатая Стрелка Яна сбросила с ног уже расшнурованные военные ботинки и прошла в комнату. Шелкнув пультом, она включила запитанный от этака телевизор и комната небоскреба озарилась синеватым подсветом голографического изображения. Квадроколонки мягко заструили музыку вдоль стен помещения, заставляя пол приятно вибрировать. После выбоин в асфальте бархат ковра успокаивал, выгонял из памяти пороховую гарь и смрад горящей плоти. Яна опустилась в кресло, которое располагалось прямо напротив огромного во всю стену окна. Перед ней лежал Лондон, город ее мечты. От резкого звука Волкова проснулась. Пробуждение было болезненным. Ощущение походило на то, когда среди ночи необходимо проснуться из-за повышенной температуры. Тело ломило и страшно хотелось пить. Яна со стоном села на кровати и лишь через минуту сообразила, где находится и что вообще происходит. Голова кружилась, почему-то знавила, а руки тряслись. Это в принципе объяснялось нервным перенапряжением. Стрелка отлично помнила, что тут произошло и как она в полу забытье доползла до комнаты с пружинной кроватью, беспечно бросив оружие и лежку. С внутренней дрожью, не скрываемой даже от себя, Яна выглянула из комнаты, морщась от ужасного запаха крови, нечистот и чего-то кислого. Тело напарника чернело в проходе. Девушку передернуло, когда она представила, что труп скоро может начать вонять. Или не начнет? Ведь вроде бы сначала должно быть окоченение. Волкова толкнула мертвеца ногой и резко отскочила. Твердый, как деревяшка. Яну зашатало, она закрыла рот ладонью, попятилась, стукнулась спиной о дверь своего временного убежища, тотчас же схватилась за поврежденное ребро, отозвавшееся острой болью, в два захода подняла автомат и юркнула в коморку, наставив оружие на дверь. Зря, конечно, кому оттуда являться? Помещение буквально пропиталось болью и страхом. Не сводя с двери глаз, Волкова включила ПДА. Именно его вибрации вырвало девушку из ее непонятного сна. «Привет, как дела?» значилось в миссаге от Кулька. Яна поморщилась. Она не признавала подонковский жаргон и всякие его разновидности, считая, что намеренно коверкать великий русский язык непозволительно никому, ни человеку, родившемуся русским, ни какому-то инородцу. Тем более, что большинство приверженцев этого стиля на самом деле без ошибок вообще писать не умели. Письмо было отправлено еще вчера, сразу после выброса. Почему оно пришло только сейчас, могло объясниться исключительно законами зоны, а таковых никто из живущих на земле пока полностью не изучил. Пришло и ладно. Девушка бросила взгляд на дверной проем и набрала Алексея больше нет. После этого почувствовала, как глазам стало мокро. Поджала губы, вмазала кулаком по стене так, что на глазах навернулись уже полноценные слезы. Боль в костяшках, да еще и в груди отдало разминка для чемпионов. Нечего тут сопли жевать, решила девушка про себя. Жизнь не закончилась. Она снова включила ПДА, вызвала общую сталкерскую сеть и набрала в поисковике запрос по лечебным артефактам. В ее случае самым адекватным было приложить к телу слоновье ухо. За два часа гарантированно сросся бы любой перелом. Слоновье ухо был родственен артефакту пленка, который хорошо предохранял от химических ожогов. Но если пленка встречается крайне редко и даже в зоне тянул на пять косарей, то ухо попадало сразу в два реже и стоило соответственно во столько же раз больше. Хотя вопрос о стоимости сбыта пока не возникал. Вопрос был в том, чтобы добраться до него. Именно эту серую субстанцию, как две капли похожую на зеленоватую пленку, Яна с Лешкой припрятали недалеко от того места, где химера принесла им кольцо Мебиуса. Волкова поежилась от этого воспоминания. Химера смотрела очень внушительно и создавалось впечатление, что она обладает разумом. Девушка повертела в руках кольцо и спрятала его в свой рюкзак. Пора было покидать это место. Жизнь не закончилась. ПДА подтвердил это, прямо-таки яростно обращая на себя внимание. Ага, все верно, сообщение под грифом срочно. Что случилось? Володя выставил максимальный шрифт. Лешки больше нет. Подземелье. Кровосос. Немного подумав, одозвалась Яна. Хотела добавить, что уходит отсюда, но решила, что это будет слишком напыщено. Затем приготовила на всякий случай гранату и начала спускаться, то и дело соскальзывая и постановая от боли в боку. Однако зона будто решила дать девушке передышку и позволила ей спокойно умыться и привести себя в порядок все там же недалеко от лестницы, защищенной студнем. Отмывшись и почистив одежду, Яна воспрянула духом. Она даже разделась до пояса и посмотрела себя, совершенно забыв, что находится не дома и даже не в обычном туристическом походе, одна, без всякого прикрытия и в темных враждебных катакомбах. Страшный синяк на боку и ссадины по всему телу девушку не обрадовали, хотя к подобным вещам она привыкла. Вздохнув, стрелка засунула в рот мокрую камуфлированную майку и пальцами исследовала все пространство кровоподтека. Было очень больно, на лбу выступила испарина, а майка не смогла скрыть яростного стона. Но желаемый эффект был достигнут и диагноз установлен. Перелом, будь он неладен. Значит, за слоновьим ухом придется выдвигаться как можно скорее. Оставалось решить, каким путем это сделать. Приготовившись к любым встречам, Яна заранее разогнула усики на чеке гранаты и загнала патрон в ствол Абакана. Согласно плану на Лешкином ПДА, подземелье было большим, и спрятаться в нем мог кто угодно, и выходов у него имелось по крайней мере три. Через какое-то время девушка исследовала все доступное подземное пространство и пришла к совершенно неутешительному выводу. Покинуть катакомбы не удастся, если не придумать какую-нибудь хитрость. Образовавшиеся на новых местах зеленоватые лужицы студня начисто перекрывали первый ярус, и было очевидно, что попасть сюда пока возможно лишь с помощью аномалий типа порталов или прыгая с той самой сломанной лестницы, которая находилась рядом с туалетом. Хотя как сюда попасть, Яну интересовало намного меньше, чем как отсюда убраться. После нескольких неудачных попыток закрыть зеленые лужи кусками труб и жести, Яна забросила это дело. Студень растворял их с завидным аппетитом, неестественным образом оставаясь в пределах своих же форм, что и радовало, и настораживало. Если он начнет расти, то это будет полным финишем. Зумер ПДА оторвал Яну от столь невеселых размышлений. На связи опять был кулек. Недолго думая, девушка отправила ему вопрос. Что делать со Студнем? Не могу выйти. Какое-то время сталкер молчал, видимо, советуясь с Лебедем и Мироном. Потом прислал ответ. Осталось что-нибудь от кровососа. Яну это поначалу взбесило. Мало того, что Лешка погиб, так они уже начинают интересоваться, что можно загнать торговцам. Немного подумав, девушка поняла, что имеет в виду кулек, и эта догадка не добавила ей оптимизма. Однако выбор был невелик. Через час напряженной и крайне неприятной работы Студень, а вместе с ним Зона, получили требуемую жертву, и путь был свободен. Яна ушла из подземелья, только наведя в нем идеальный порядок, едва сдерживая трясущиеся руки и кусая до крови губы. Поднявшись по ступеням, похожим на обычную лестницу в пятиэтажках, Яна оказалась перед завалом из бетонных перекрытий и кусков арматуры, которые кто-то пытался разбросать неумело заложенным зарядом. В итоге между блоками и железными штырями остался небольшой проход, куда вполне могла проскочить собака или небольшой кровосос, то есть антропоморфное существо, нестесненной одеждой и обладающее определенной гибкостью. Требовалось только скинуть рюкзак, что показалось Яне даже небольшим издевательством. Девушка начала привыкать к трудностям, что сыпались на голову неожиданно в самом безопасном вроде бы месте. Покинув лестницу, Волкова оказалась в небольшой квадратной будке из кирпича, по своему расположению двери давно не было и вход в подземелье скрывали только завалы из кусков бетона и чугунные задвижки, очень сильно напоминающие чей-то тайник. Оказавшись на другой стороне дороги, девушка залегла в небольших кустах и огляделась, отлично понимая, что уже наворотила кучу ошибок. К счастью, никто ее не спалил и оставалось лишь каким-либо образом обойти не то искусственную насыпь, не то незаконченный карьер, что возвышался стрелка бросила взгляд на восток. Кошки вчера пришли оттуда. Туда же отправились прятаться от выброса и сами ходоки, пока салатная аномалия не загнала их в портал. Определенно на право ходить, жизнь потерять. Или как там в сказке. Обойдя насыпь, девушка двинулась к вчерашнему тайнику. Аномалии встречались теперь едва ли не на каждом шагу. Попадались и артефакты, но в основном дешевые, кулькового уровня. Яна подумала, что их не помешает набрать во что-нибудь типа полиэтиленового пакета из супермаркета для, так сказать, быстрого расчета, но потом отбросила эту идею. Сперва следовало позаботиться о здоровье. Поле артефактов предстало перед ней в своей красе. Сплошная аномалия и россыпь драгоценных образований. Все было просто замечательно, если бы не чей-то уже обглоданный труп с одной стороны поля и фрагменты тела с остатками одежды на другой стороне, прямо по границе круга довольно небольшой, но вполне работоспособной карусели. «Ага, гости уже были», пробормотала Яна, снимая рюкзак и пряча его под камень. Затем передумала и оттащила под поваленный ствол, сидя на котором отдыхала еще вчера. «Это уж точно никто не сворует», решила девушка, почему-то вспоминая какой-то документальный фильм про обезьян, которые таскали вещи прямо из-под носа у людей. Осторожно обойдя окровавленные кости, стрелка оказалась в опасной зоне. Коридор аномалии стал на порядок уже, чем был вчера. Требовалось быть более внимательным. Местами он достигал всего полуметровой ширины. Как назло подал голос ПДА. Волкова остановилась, переключившись на него. Сообщение было внутри сетевым. «Семецкий, Студень, Агропром». Яну передернула. «Студень, да еще и в районе Нии Агропром». Встряхнув головой, стрелка продолжила движение и вскоре была возле бетонной плиты, под которую Лешка засунул пакет с добычей. Осторожно извлекла ее на свет, нашла необходимый артефакт, прикинула его вес. «Интересно, а он, когда лечит, расползается по телу?» Осталось только найти место, где залезать раны. Девушка вздохнула, потрогала снова заболевший бок и вместо уха вложила в тайник кольцу Мебиуса. Слишком опасным был данный артефакт, чтобы просто так таскать его с собой. ПДА подала себе знать очередным сообщением от Кулька. «Ну, чего молчишь? Как выбралась? Откуда там Семецкий?» Я накачнула головой и пока не стала ничего отвечать. Она оставила активным только детектор движения. Это было намного важнее, чем сообщение и пока ненужная карта. Покинув удобное, но практически открытое любопытным взглядом место среди аномалий, Яна двинулась в обратный путь, решив, что ей никто точно не помешает отлежаться в уже знакомом тоннеле с рельсами. Вряд ли салат остался там, вероятно, он активировался на время после выброса, да и портал затянулся еще вчера. Достав бинокль и оглядев окрестности, Волкова двинулась к железнодорожным путям все-таки не по асфальтированной дороге, посчитав необходимым на всякий случай подстраховаться. До туннеля она добралась без приключений, но смогла вздохнуть свободно лишь когда опустилась на одеяло. Наскоро перекусив, девушка достала артефакт и занялась лечением. «Теперь только спокойно и только по плану», пробормотала Яна, прикрывая глаза и расслабляясь. Через каких-то десять минут щекотание детектора жизненных форм отвлекло ее. Несформировавшийся еще план опять требовал корректировки. Яна это поняла сразу, взглянув на дисплей. Несколько красных точек приближались к девушке с юго-востока и в их равномерном расположении не читалось ничего хорошего. Собаки или кабаны так не строятся. Двигались люди строгой цепочкой и ведомые проводником. Девушка переложила рюкзак ближе к стене и убрала вещи, которые могли заметить незнакомцы. Хотя это было излишней предосторожностью. Матрас Яна перетащила еще вчера в абсолютно мертвую зону. Увидеть его было возможно, лишь пройдя до середины тоннеля. «Я говорю, кто-то просклизнул». услышала она голос, донесшийся от самых ворот. За счет аномалий или эхо достигался подобный эффект, сказать было трудно. Интереснее всего оказалось то, что Волкова слышала все, о чем разговаривают остановившиеся возле тоннеля люди. «Да ну нах, кто туда пойдет, там одни аномалии», раздался другой голос. «Вон арты валяются, никто не взял». «Я точно видел», горячо зашептал первый голос, баба с рюкзаком шмыгнула. В ответ ему раздался многоголосый гогот. «Ну ты скажешь тоже, баба, да еще с рюкзаком, хорошо не с косой». Яна улыбнулась. «Давай туда гранату кинем», предложил кто-то противным песклявым голосом. Яна сразу нахмурилась и приготовила пистолет. Уперлась, чтобы в крайнем случае выстрелить по летящей гранате. Шансов, конечно, практически нет, но все-таки не сидеть, сложа руки. «Ты что, охренел? Дай сюда!» Голос другого сталкера оборвал смех. «А что?» не понял обладатель гранаты и песклявого голоса. Раздалась какая-то возня. «Идиот!» Старший, похоже, отнял гранату. «Она в аномалию попадет и все! Амба! Может назад вылететь! Слинять не успеем! Стрелять-то в аномалиях опасно! А ты гранату!» «Да ладно, я не знал!» «Слышь, а чего это там в натуре показывает, типа есть кто это?» вклинился в разговор следующий участник. Яна поняла, что во время движения с пистолетом их детекторы ее все-таки засекли. Но тут совершенно неожиданно вмешалась третья сторона. «Шо, хер, пацаны!» закричал Песклявый. «Мочи, уродов!» Яна чуть не оглохла от грохота выстрелов, усиленных сводами тоннеля или аномалиями. Парни во всю силу долбили по кому-то, кто двигался со стороны производственных зданий, возле дальнего из которых Стрелка и Лешка вместе с братками вчера отбивались от кошек. Из криков, что смогла разобрать девушка, было ясно, что незнакомцы подверглись чьей-то массированной атаке и не нашла ничего умнее, как просто затаиться и ждать окончания. Покидать убежище в данный момент было бы крайне глупо. Нарваться на чью-то полю, пусть даже случайную, или вляпаться в аномалию не входило в планы Яны ни сейчас, ни в будущем. Она потуже затянула повязку, которая прижимала расползшееся ухо к телу и замерла, держа пистолет в обеих руках, которая пристроила на коленях. Тем временем из всех пяти оборонявшихся остался только один. Красные отметки на дисплее детектора погасли почти мгновенно и вряд ли парни просто залегли для рекогностировки. Вот уже и в зоне видимости появились красные точки нападавших, послышались усмешки и выкрики, содержащие повелительные наклонения. Последняя красная точка зашевелилась, на долю миллиметра сдвинулась ближе к Яне. Девушка не двигалась. Она понимала, что оставшемуся подранку или еще живому сталкеру просто некуда больше бежать. — Ну что, верхолаз, допрыгался? Голос с приблотненной интонацией расставил все точки над И. — Я же тебе цинковал, что не соскочишь. — Что ж ты так? И сам обосрался, и отмычкам своим вот к сотне прикупил. Кинуть меня решил, сверя. Яна теперь не смотрела на прибор. И без того было ясно, что там находятся пять или шесть человек, помимо того, который лежал перед ними, верхолаза. — Да ты что, стрел, я не кидал тебя, ты чего? — Голос принадлежал тому самому сталкеру, что вовремя остановил идиота с гранатой. — А чего подорвал от меня? Чего не привалил, куда было забито? И вот это... Это что, откуда? — Я... я не пришел, так выброс же был, закричал верхолаз. Стрел и его парни засмеялись. — Ну-ну, выброс, он отсвистел, еще светло было, вклинился в разговор кто-то. — Да-да, Толик, конечно, но я не успел. Мы не здесь были, сейчас к вам шли. — С другой стороны, почему-то, сказал Толик. — Тише, ходяк, покори пока, прервал его стрел и снова обратился к верхолазу. — Ну-ка, встань! — Ты, гляди, и не раненый совсем. Ты что, сам этих положил? — развеселились бандиты. Верхолаз что-то невнятно ответил, и Яна подумала, что руки у нее начали затекать. — А там что? — Там кто-то есть? — наконец догадался стрел, и Волкова, словно увидела, как он высовывает голову из-за плеча верхолаза, старается заглянуть в тоннель. — Там аномалии, — отрывисто произнес сталкер. — Сам вижу, — ухмыльнулся стрел. — Мало того, знаю. — Но это же хорошо. — Для тебя. — Прикинь, пацаны, этот чел приз хапанул, приз ценою в жизнь. Он похлопал сталкера по плечу. — Ништяк, верхолаз, приз твой будет, я тебе все косяки спешу. — Только вот это мы забираем. — Ну и чтобы косяк замазать, ты соберешь нам все арты, что отдыхают в этой дыре. — Это хуже, подумала Яна. — До середины он дойдет сто процентов и спалит ее. Девушка крепче сжала пистолет, бросив быстрый взгляд в сторону автомата, который как нарочно поставила у самой стены, прислонив к ней. — Как? Тут же не пройти, начал заикаться верхолаз. — У тебя есть выбор. Голос стрела стал совсем жестким, и Яна услышала звук вытаскиваемого из ножен клинка. — Или в тоннель, или я тебя на шаурмо покромсаю вот этим шабером. Он маленький, но тебе хватит. — Отдай его мне, — попросил Толик. — Кого? Шабер? — удивился стрел. — До этого хмыря. — Зачем он тебе? Стрел разговаривал с Толиком, даже не повернув головы, и сверлил верхолаза пытливым взглядом. — Ты же у нас по бабам спец вроде был. — Почему был? — обиделся Толик. — Я на нем потренируюсь, приемы отрабатывать. — Так, хорош порожняки гонять, рявкнул вдруг стрел, глядя все на того же верхолаза. — Идешь или нет? Верхолаз закивал головой, попятился, потом развернулся и двинулся вперед. — Придурок, болты забыл, остановил его стрел, ногой подталкивая мешочек с болтами, что выпало из кармана какого-то сталкера. Бандиты захохотали. — Поднимаешь арт, бросаешь нам, мы в ответ ставим тебе зачет, съязвил Толик. — Так, пацаны, ша все, отойдем чуток, приказал стрел, разводя руки в стороны и делая несколько шагов назад. — А что если какая-то аномалия? — заблеял чей-то очень знакомый голос. — Артемчик, завали пожалуйста обращаясь, как к умственно отсталому проговорил стрел. — Я не Артем, я Артур, поправил главаря обладатель знакомого голоса. Артем это мой брат. — Какая в жопы разница? хихикнул Толик. — Да заткнитесь вы оба! закричал стрел и вытянул голову вверх. — Ну что там у тебя? — Вот, ловите! Верхолаз что-то бросил бандитам. По их рядам пронесся довольный гомон. — Что же мог сталкер здесь найти? — подумала Яна. — Ничего дороже грави. Хотя и мешок грави тоже неплохо. — Молодец! похвалил стрел и пошутил. А говорил, что руки из жопы растут. — Я не говорил. Да ладно тебе, какая разница, что там у тебя в жопе, правда? Давай теперь вон те. Я не смогу. А ты вон гаечку кинь. Сталкер выругался, всхлипнул и бросил гайку. Какая-то ловушка разрядилась, хлопнула не хуже петарды, и в тот же момент Толик ойкнул и разразился трехэтажным матом. — Что такое? В лоб попало? — расхохотался стрел. — Это тебе не зажигалком на физику форшмачить. Бандиты опять захохотали, даже верхолаз слегка улыбнулся, представляя Толика, недовольно потирающего залысину. — Дайте какую-нибудь палку, попросил он у бандитов. Стрел кивнул и обернулся. — Ну-ка, Артемчик, дай-ка вон эту палочку. — Нет, эту можешь запихать себе в карман. Вон ту давай. — Не дотягиваюсь, — через полминуты прокряхтел верхолаз. — Ну, встань вон на ту шляпу, шпалу, посоветовал стрел. — Там нельзя, затянет. — А если и ее разрядить? — подал голос Артур Артемчик, до этого ковыряющий в носу и, не дождавшись ответа, бросил в аномалию камень. Шваркнуло так, что у всех присутствующих заложило в ушах, а камень скользнул по стене и угодил прямиком в Янкин обокам, полностью разбивая оптику, калеча сам автомат и разлетаясь на куски, один из которых поцарапал девушке щеку. Стрелка зажмурилась, до боли стиснула зубы, чувствуя, как по лицу потекло что-то теплое. Автомат упал рядом бесполезной грудой металла и звук отпадения бандиты не услышали лишь благодаря разрядившейся воронке. — Ты что делаешь, долбанутый бабки внук? — заорал Стрел. — Всех нас положить хочешь, сыроежка? — Я ничего, не хотел. Отступил от него брат Артема, споткнулся от труп и чуть не упал. — Вот, займись лучше делом, показал на убитого Стрел. Обшманай пока. Он повернулся к верхолазу. — Ты как там? Не обосрался? В ответ сталкер нервно засмеялся. Его трясло, с губ падала слюна, он уже был на пределе. Стрел это почувствовал и отошел еще немного. — Ничего, ничего, у тебя все получится, ты же мужик. Ну давай, он верхолаз подался вперед на целый шаг, протягивая палку к артефакту прямо под аномалией. Взгляд его скользнул по стене и он увидел Яну и нацеленный на него ствол. — А, здесь, здесь! — закричал он, оступился и сделал еще один вынужденный шаг. Воронка не заставила себя долго ждать. Стрелка отлично видела, что произошло с человеком. Парня затянула внутрь аномалии, скрутила, сложила пополам, смяла до размеров баскетбольного мяча за какие-то мгновения, а затем оттолкнула, даже растолкнула с огромной силой. Все вокруг, в радиусе пяти метров, оказалось забрызгано кровью, содержимым кишечника, ошметками мяса и костей. Стены тоннеля, бандиты, рельсы, шпалы и сама Яна, уже второй раз эти «Это было бы смешно, если бы не являлось таким диким. Яне хотелось и смеяться, и плакать одновременно. Смеяться от нелепости происходящего, а плакать от его невероятной дикости. И еще рвать этих сволочей, которые так поступили, может быть не самым лучшим представителем общества, но все-таки с человеком». «В рот наоборот», выругался стрел, успевший укрыться за углом. «Пропала наша отмычка». «Вы гляньте на Толика», заржал кто-то. Толик был испачкан не хуже Артура Артемчика. Им досталось по полной программе, потому что оба не успели предпринять никаких попыток к бегству. И если последний из-за природной тупости, то первый по совершенно непонятной причине. Теперь он стоял рядом с Артуром и немо разевал рот, селись выдавить что-то ругательное. Бандиты хохотали над своими корешами минут пять, а Яна с остервенением пыталась оттереть участки кожи, на которые попала кровь. Только в самый последний момент девушка сообразила накрыть голову и плечи курткой, и этого оказалось недостаточным. «Все, пойдем отсюда», отсмеялся наконец стрел. «Все хошманали». «Почти, этот остался, но он весь парафинный», ответили ему. «Да этот ципер, забей на него, главные маслины, калечный и хавчик прошерсти». «Шмотки нахрен не сдались», махнул рукой стрел. «Давай шустрей, что-то мне тут не фартит больше». Через несколько минут обыск трупов закончился, и бандиты удалились в том же направлении, откуда пришли. Правда, возмущенные возгласы Толика и мычание Артемовского брата-близнеца Яна слышала еще долго. Она тоже хотела выругаться, опять предстояло чистить одежду. Волкова израсходовала всю воду, но время прошло уже довольно много, и девушка с удовлетворением отметила, что бок больше не болит. Еще не верив в такую удачу, она ощупала поврежденное место, однако и сейчас никакой боли не было. Вздохнув с облегчением, стрелка отложила потускневший и временно утративший пластичность артефакт, решив вообще спрятать его здесь. Тоннель для складирования Хабара подходил очень удобно и по своему расположению и по труднодоступности. Осталось решить вопрос с оружием. Патронов у Яны хватало, но из вооружения остался только пистолет. Можно было вернуться в подземелье и забрать оттуда автомат Лешки, а также дробовик и гадюки покойных братков, но для этого действительно нужно было вернуться в подземелье, а этого Яне пока не хотелось. Включив ПДА, девушка снова влезла в сталкерскую сеть, так как вспомнила, что слоновье ухо обладает свойствами лечить переломы не только у живых существ. ухо Нужный раздел ей удалось найти довольно быстро. В комментариях к артефакту какой-то лунный бродяга писал, что ухо отлично заживляет сломанное оружие, приводя в пример напрочь отломанный приклад у своего весла. Подумав, Яна взяла автомат и постаралась перебрать его, но ничего не добилась, кроме появившегося лишнего тросика с роликом. Кроме того, она устала и запуталась. Брошенный аномалией камень очень сильно повредил оружие, ствольная коробка была смята, поршень клинила, даже затвор претерпел какие-то изменения, что не были видны, но имели место быть. Немного поколебавшись, Яна кое-как прилепила разбитый прицел и завернула автомат в слоновье ухо. Вряд ли, конечно, поможет, не приклад все-таки, но мало ли. Собравшись и отмерив еще один недовольный взгляд испачканному комбинезону, Яна решила первым делом отыскать воду, а затем выдвинуться на север, но не через уже посещенный район радиоактивной свалки, а напрямик через болото и полностью заполненные аномальными полями земли. Так, во всяком случае, об этих местах говорилось в сети. Покинув начавший привлекать мелких хищников тоннель, девушка о том, что почему-то не желает никуда отсюда уходить, пока не отомстит неизвестному ей стрелу и его шайке. Девушке было неясно, чем именно заслужил главарь мародеров ее внимание, но вопрос о его ликвидации перед стрелкой не стоял. Как она будет приводить в действие приговор группе из пяти или шести человек, Яна пока не задумывалась. Как получится, решила она, двигаясь в сторону производственных зданий. Вопрос о цели наезда на банду стрела решился вдруг сам собой. Из-за бетонного забора, к которому Волкова подобралась почти вплотную, долетел дикий вопль, полный ужаса и боли. «Все, все, пацаны, хорош, отпусти!» — закричал кто-то. Вслед за этим раздались звуки хлестких ударов, после чего кричавший начал хрипеть и вскоре замолк. «Вот урод, все штаны запачкал!» процедил Толик. Волкова отлично слышала его из-за забора. Она присмотрелась внимательнее. Плиты стояли друг к другу так плотно, что у девушки не было ни малейшего риска быть замеченной через щели между ними. «Говори, сука, где остальные?» приказал Толик и, видимо, снова ударил кого-то. «Больше не было, клянусь вам!» с надрывом огрызнулся человек и сплюнул. «Я тебе...» «Тише, худяк, убьешь еще ненароком!» раздался голос стрела. По его интонации девушка поняла, что бандиты здесь расположились, чувствуя себя в абсолютной безопасности. А еще Яна вспомнила, что те парни тоже были избалованы безнаказанностью, отчего и позволяли себе творить беспредел. Стрелка покачала головой, мысленно бандитов уже похоронив и не спеша двинулась вдоль стены в направлении КПП. Ей опять стал безразличный результат, привлекало само действие, и только на задворках разума копошилась маленькая думка о месте засломанный автомат и испачканный кровью верхолаза костюм. «Будь, что будет», решила девушка, «или прибарахлюсь, или хотя бы не заскучаю». Она вынурнула из-за угла КПП, на ходу отмечая, что бандитов пятеро, и в сидячем положении находится только один из них. Остальные четверо стояли полукругом над каким-то парнем, что лежал на земле. Он, кстати, Яну заметил первым, и глаза его, круглые от боли, стали еще более круглыми от удивления. «Эй, Толик, держи», рискуя споткнуться на ступеньках пропускника и бордюре, но не снижая шаг, выкрикнула стрелка, бросила ему эвку с невыдернутой чекой и позвала «Артемчик?» Чернявый дыл да повернул к ней голову одним из последних, но пулю схватил первым. Дегенеративные мозги выплеснулись настоящего позади парня и самого стрела, а рука с удорожным нажатием на спуск заставила пистолет-пулемет изрыгнуть в избитого сталкера почти весь магазин. «Что за...» За мгновение до этого успел пробормотать кто-то, начав фразу одновременно с Янкиным броском гранаты. Толик еще жонглировал Эвкой, пытаясь понять, зачем ему ее бросили, а Яна отправила к праотцам еще двоих бандитов, уложив им всего по одной пуле в шею и голову. Оправившемуся наконец от непонятки Толику она влепила заряд в грудь, но у парня очевидно имелся бронежилет и его бросила прямо на стрела, который давно сообразил в чем дело и пытался уйти в сторону. Не получилось. Толик придавил его к земле, трепыхаясь, корчась от боли и задыхаясь. Гранату он выронил и теперь пытался поднять автомат, что соскользнул с плеча, мешая главарю схватить оружие. «Ты... ты кто такая?» сквозь зубы выдохнул стрел. Яна не обратила на него внимания и, прицелившись, разнесла череп Толику практически в упор, отметив, что парень имел залысины и изогнутый нос. «Эй, да хватит уже!» заорал стрел, выползая из-под убитого товарища. «Скажите, могу помочь! Разойдемся по-людски!» Яна видела, что главарь испуган, но не настолько, чтобы паниковать. Это был жилистый, даже немного худой мужчина с лицом волевым, загорелым и покрытым многочисленными шрамами. По возрасту ему можно было дать и 30, и 50 лет. Одет он был в редкий, ручного покроя кожаный плащ с какими-то броневставками. Легкий комбинезон под плащом внушал не меньшее уважение, являясь одной из последних натовских разработок специально для Чернобыль-эрия. Такие костюмы использовались отрядами сопровождения ученых и журналистов. Поле материалы и бронекерамика сочеталось с каким-то композитом и частями разных артефактов. Очень дорогая и эксклюзивная вещь, исключительно для элиты. «Ну, не молчи!» снова закричал Стрел. От звука его голоса Яну почему-то бросило в дрожь. Она застыла, не понимая, что происходит. Все вроде бы нормально, но что-то мешает нажать на спуск. «Тебе оружие надо! Забирай!» Стрел швырнул на землю пистолет. «Одежду! На! Все нормально! Держи!» На землю полетел плащ бандита, а следом за ним прямо в лицо Яны нож. Девушка лишь на мгновение до этого сообразила, что вся паника стрела лишь игра, чтобы отвлечь внимание. Он и голос повышал специально для психической атаки. Выстрел грянул запоздало, и пуля ударилась о сталь, встретившись в каких-то миллиметрах от ствола. Сверкнула, осколки разлетелись в разные стороны, пуля, кувыркаясь, ударила стрелу в защищенный живот, заставив его от неожиданности ойкнуть и развернуться, как от хорошего пинка. У Яны же не то от нервов, не то от удара, пистолет выбило из руки, он даже заклинил. Волкова поняла это буквально каким-то шестым чувством, как в замедленной съемке, наблюдая его падение и недумевая по этому поводу. А затем все завертелось в обычном ритме. Стрел выбросил вперед ногу в легком офицерском берце, вминая ее в живот девушки и заставляя стрелку согнуться и отлететь назад. Яна вовремя напрягла пресс, но все равно упала, теперь сама делая вид, что пропустила удар. Сталкерский комбинезон, к счастью, от подобных вещей защищал нормально. Ухмыляющийся бандит неспеша двигался следом, разглядывая Яну с нескрываемым удивлением. — Жучка, ты кто такая? — произнес он, замирая прямо над девушкой и поигрывая другим ножом, уже не метательным, а боевым. Волкова это определила мгновенно. Такой неброский с виду нож мог иметь при себе только профессионал ножевой схватки, кем, по всей видимости, стрел и являлся. Если, конечно, нож не достался ему в качестве трофея. — Мне твой костюм понравился. Не поднимая взгляда выше пояса бандита, ответила стрелка, держась за живот и притворно переводя дыхание. И еще не закончив фразы, начала проводить мощную подсечку, которую бандит явно ждал. Тут девушка его и поймала. Не завершив движение, она резко остановила свою ногу. Стрел прыгнул, желая сломать ее, но не нашел цели. Цель мгновением позже ударила его в район пояса, опрокидывая и ошеломляя. Теперь сам бандит сделал кувырок назад, вывернулся и встал в боевую стойку. — Ну все, мартышка, кирды к тебе, зло процедил он. Яна ухмыльнулась, последний раз обращая внимание на его слова. Все, больше никаких посторонних тем. Надо уничтожить эту говорящую биомассу. Волкова начала первой и сделала несколько отвлекающих движений левой рукой, заканчивая их выпадами вооруженной правой. Стрел же пока только уклонялся от ножа и блокировал удары свободной руки Яны. На его лице читалось недоумение. Рукопашником стрел не был, но боевые навыки без всякого сомнения имел очень высокие, хотя бы потому, что получал их не в спортивном зале, а на улице или в местах лишения свободы. Это было огромным плюсом. Яна знала, что любой враг опасен не тем, как выглядит, а тем, насколько жесткая установка на уничтожение существует в его голове. Однако что-то отвлекало его, или наоборот делало ее быстрее и ловче. Она сочетала не только обманные трюки левой рукой, но и активно использовала ноги. И стрел проиграл. Он не успевал блокировать бесчисленные и резкие выпады девушки. Он то и дело оступался на осколках кирпича, но пугало матерого бандита именно то, что противник не боялся его. Это сбивало с толку, это наводило на всякие подозрения и отвлекало. Яна поняла, что бандит начинает паниковать. Он словно почувствовал дыхание смерти, которое уверенно и неумолимо несла ему эта безумная девчонка с короткими черными волосами. И он не ошибся. Яна стала воплощением смерти. Она сама себя ощутила демоном. Эта мысль подстегнула ее, придала сил. Яна вдохнула огонь, что распространялся от груди и материнского кулона, и он словно давал ей какую-то энергию. Она начала рвать все тело. Волкова закричала от боли и гнева и сама испугалась своего крика. Девушка поняла, что до этого свое тело виртуально, как будто со стороны. Мир вокруг поплыл от этого внезапного превращения. Время замедлилось, обрушивая на стрелку океан грохота и разноцветных ощущений. Девушка осознала, что все вокруг воет и сверкает. У нее в голове забурлил выброс, тело стало нестерпимо чесаться и гореть. Яна понимала, что происходит что-то очень плохое, однако остановиться уже не могла. Пришла в себя она лишь тогда, когда ее рука с ножом, отведенная назад, застыла в воздухе, а сама стрелка замерла в позе спортсмена, готовящегося к забегу. Она стояла спиной к противнику, он спиной к ней, но разница у них была в том, что Яна застыла без движения, а он дергался и держался за горло, разрезанное точным и молниеносным ударом. Яна обернулась, отрешенно посмотрела на дело своих рук и подумала, что не помнит последних моментов и как ей удалось пройти под ножом стрела и покончить с ним одним ударом. Бандит упал лицом вниз, Яна попятилась от него, уткнулась спиной в одну из бетонных плит, лежащих тут в изобилии. Рука невольно потянулась к груди, расстегнула комбинезон. Внутри все было горячо, биение сердца отдавало в уши, горло горело как при ангине. Пальцы нашли материнский кулон. Он был горячим, неестественно горячим. Еще полностью не придя в себя после схватки, Волкова ухватилась за мысль о талисмане, как за веревку, что вытянет ее на поверхность реальности. Она вытащила кулон, посмотрела на него, успокоилась, отметив, что он оказывается по цвету коричневый с голубыми оттенками. Яна встряхнула головой, спрятала кулон обратно и обернулась, разыскивая свой пистолет. Найдя его в луже крови, Волкова уже не поднимая определила, что оружие безвозмездно утрачено, УПМ разорвало затворную раму. Как это получилось и почему сама Яна не пострадала, понятно не было, однако Стрелка в данный момент вообще не хотела думать. Хватало проблемы без этого. руки и ноги девушки соднили от синяков и царапин, а ее заштопанный в тоннеле комбинезон вообще превратился в лохмотье. Покойный бандит поработал над ним очень хорошо. Была бы стрелка без него, давно бы истекла кровью именно от порезов. «В рот наоборот», пробормотала девушка, применяя услышанное и понравившееся ей выражение. «Я забыла, мне понравился твой костюмчик». Она выбрала место между двух брошенных посреди дороги плит, свалила на них все оружие, что было не очень сильно замарано кровью, и весь полезный груз мародеров. Получилось неплохо. Особенно порадовал один из лучших зарубежных пистолетов австрийский ГЛОК-17, что вместе с плащом и легким комбинезоном достался от того же стрела. Особо не загружаясь по поводу безопасности и пребывая в какой-то непонятной эйфории, Яна прямо здесь переоделась в понравившуюся ей снарягу и рассовала по карманам бронированного плаща волчьи слезы. От ощущения легкости и защищенности ей показалось, что она превратилась в птицу. Нахлобучила капитально, захотелось прыгать и хохотать. Девушка пыталась мысленно одернуть себя, но и не переставая улыбаться, как от папиросы с наркотиком. Очевидно, такое настроение было вызвано, если не победой, то эффектом от воздействия артефакта, о чем, между прочим, не помешало бы поставить в известность всю сталкерскую сеть. Вспомнив о ПДА, Волкова вытащила свой, но, скользнув взглядом по раздетому главарю бандитов, передумала. Что-то в его напульснике сразу показалось ей необычным. Девушка просто забыла об этом, так как была занята процессом стягивания комбинезона. Яна нажала кнопку активации ПДА стрела и сразу поняла, что получила еще один подарок. Прошивка здесь присутствовала самая современная и навороченная. Такие апгрейды для наладонников могли себе позволить очень немногие. Патраха КПК полностью перебирались одним умельцем из Японии, который жил и работал в зоне и принадлежал к аномалам, что вообще уносило цену на девайс в небеса. Оно окупалось с лихвой. Данные ПДА по желанию владельца мог полностью блокировать свое присутствие, но в то же время видеть других, а благодаря новой сборке включал в себя детектор аномалий и жизненных форм, дозиметр и мощную радиостанцию, безо всяких помех, функционирующую внутри зоны и способную раскодировать некоторые зашифрованные сигналы. Не прибор, песня. Ну-ну, Волкова покосилась на стрелах. Спасибо, тезка, это мне пригодится. Она уселась поудобнее, абсолютно не обращая внимания на трупы вокруг себя и быстро слила всю инфу с Лешкиного ПДА на стрелковский, то есть уже на свой. Сменила пин и GPS-привязки, авторизировавшись в сталкерской сети пока под Лешкиным ником, потому что в новом на ладоннике почему-то нельзя было заменить имя. Промучившись над этим какое-то время, Яна решила оставить все как есть, что, кстати, вообще соответствовало действительности. На ладонник носил имя Дарт. Недолго думая, девушка создала свой реальный аккаунт с конкретной пристежкой к данному аппарату. Почту же могла теперь получать двойную, по Лешкиному паролю и его адресу антип-а-эт или стрелковскому, уже вбитому и проставленному в данном приборе по умолчанию дарт-хол-эт. Приняв сообщение от Кулька и Мирона, Яна решила, что пора бы их просветить относительно своих планов и предложить дальнейшие действия. Выдвигаюсь в район завода Росток. Встретимся в баре, если вы туда дойдете, немного съерничала она. Отлично, там расскажешь про Лешку и что там у вас случилось. Несильно грамотный кулек орал даже по электронке. Яна усмехнулась и продолжила изучение КПК. Помимо почти сотни видеосюжетов, затрагивающих зону, причем некоторых явно подходящих под гриф «жесть» и «снаф», Волкова обнаружила массу различных карт с местами тайников и расположение непонятных пока тропинок. Судя по меткам и комментариям, карты принадлежали разным авторам, а слить их в одну и систематизировать устрела времени или желания очевидно не было. Яна была полностью с ним солидарна, решив, что эту работу может за нее сделать кто-нибудь другой, например, Мирон. Переключившись в раздел «Мультимедиа», она с удивлением обнаружила там внушающее уважение коллекцию блатника и игрушек. Остановившись на последнем, Волкова за несколько минут напрочь отключилась от внешнего мира, всячески издеваясь над хорошо прорисованной белокурой Барби, делая это правда при помощи виртуального кулака, кнута и члена, которыми ГГ злодейского вида и не менее злодейской воблинской озвучки управлялся одинаково хорошо. Оторвала Яну от этого занятия смс вибрация новоприобретенного ПДА. Волкова недовольно переключилась на почту и обнаружила, что это уже не кулек. Какие проблемы у владельца данного аппарата? Нейтрально интересовался кто-то. Стрелка огляделась и никого не обнаружила. Ухмыльнулась, выключила игру и ответила, он подавился косточкой. Как это понять? Сразу же ответил абонент. Знаешь выражение «не в то горло»? С вызовом ответила Яна. Какое-то время ПДА молчал. Затем в новом письме значилось уже имя адресата. Это капитан, командир отряда долга. Как я понимаю, теперь вы владелец данного предмета? Я. И он теперь мой, отрезала Волкова. Ей не понравилось, что какие-то сигналы ПДА оказывается выдавал, и инфа о смерти его бывшего хозяина стало достоянием сталкерской сети так быстро. Тотчас пришло уже приватное сообщение от того же капитана. Мы находимся недалеко от предполагаемого места разыскиваемого преступника Стрельцова Василия Николаевича. За его голову обещана награда. Если вы свободный сталкер, она ваша. Если вы свобода или любой другой клан, то вашу неприкосновенность мы гарантируем. Слово Долго. Какой вам интерес? Поддернула Яна. Кто вы? Повторяю, мы полностью на вашей стороне, повторил ПДА. Я Стрелка, написала девушка, немного подумав. Глава восемнадцатая. Шутники из Долга. Гарнитура внезапно ожила, и из нее донесся едва слышный голос Кулька. Он выходил на связь по Лешкиному рыбацкому каналу. Яна совершенно забыла про рацию, звук которой был опущен почти до нуля. «Ты где, Стрелка? Ты где?» орал Кулек сквозь шипение и завывание эфира. Волкова ответила, но он продолжал все так же неистово звать, девушку не расслышав. Стрелка даже немного пожалела слух Мирона и Лебедя, которые скорее всего находились рядом. Она оставила рацию в покое и резко обернулась, ощутив за спиной какую-то угрозу. За спиной никого не было, потому что бетонный забор закрывал ее с правого бока, но опасность могла таиться и за забором. Яна занервничала, подобрала те патроны, которым в запасных обоймах места не хватило, небрежно отправила их в рюкзак, а потом, забросив его на плечи, выхватила глок и пробежалась до пролома в ограждении, прислушиваясь к все более сильному жжению в груди на месте материнского кулона. Талисман изо всех сил старался о чем-то предупредить. Яна увидела, что ей может угрожать. Прямо на нее неслась стая псевдособак. Волкова знала об этих странных тварях все, что было доступно зрителю канала Discovery или обычному пользователю всемирной паутины. Псевдопес являлся смесью собаки, рыси и какого-то вообще неизвестного зверя. Он имел широченный зубастый рот и ярость кормящей самки. Представители этого племени мутантов не боялись ни человека с оружием, ни группы людей, нападая даже в одиночку. Боли они не чувствовали, потому что мутация избавила их от подобного ощущения, взамен оставив слепое бешенство. Именно по этой причине данных тварей нужно было валить чем-то очень серьезным и не вступать в близкий контакт. Сообразив, что положить стаю в 20 голов будет нереальным делом даже из довольно скорострельной гадюки, Яна поняла, что ей остается только бежать и прятаться в здании. План у нее уже был намечен забаррикадироваться или хотя бы укрыться за любой дверью и расстрелять собак через щель. Главное не смотреть им в глаза, так как среди них мог затесаться и чернобылец. Короче говоря, план был хорош во всех отношениях, если только можно было добежать до какой-нибудь двери. Однако соревноваться в беге с псевдопсами тоже было крайне глупо, тем более, что они были уже слишком близко. Яне не оставалось ничего, как запрыгнуть на пожарную лестницу, что когда-то вела по стене здания на его крышу, прямо напротив пролома в заборе, где вчера происходила дружеская встреча с котами и братками. Воистину несчастливое место. Но метр за полтора до крыши лестница была срезана чем-то крупнокалиберным, и ее верхняя часть ржавела на земле, в то время как оставшаяся на стене исправно несла службу, даже не покрывшись плесенью. Все это промелькнуло в сознании Яны за какие-то мгновения. Размышлять о таких мелочах было уже некогда. Собаки сгрудились внизу, и от их рычания и визга у нее заболели зубы. Впрочем, зубы и головокружение могли характеризовать признаки нападения чернобыльца. Волкова висела на одной руке, в другой сжимая автомат и водя его по головам метавшихся внизу зверей. Кто-то из них был псиоником. Только вот кто? Собаки начали разбегаться и прыгать. Яна знала, что они будут это делать. BBC хвостливо демонстрировала их прыжки в нескольких фильмах. Псевдопес без труда мог с разбегу взвиться в воздух метра на два. Если стаи, то они так и охотились. Сбивали жертву ударами корпуса, чтобы потом разорвать треугольными и очень крепкими зубами. Первый прыгун не дотянулся до ноги Яны, потому что она ее убрала. Второму девушка удачно заехала пяткой в нос, отбрасывая мутанта в середину стаи, отчего по ней прямо-таки пробежали волны. Затем Волкова нажала спуск, стараясь долбить по плоским мордам чудовищ. Несколько зарядов попали в цель, заставив каких-то тварей заткнуться навсегда. Однако заметно меньше их не становилось. Магазин закончился на удивление быстро. Яна, кое-как перехватившись, перезарядила оружие и выпустила по мутантам еще пол магазина. Скуление, брызги крови во все стороны и ослабление давления на глаза показали, что какие-то пули достигли цель особо важную. Окрыленный успехом, Яна на мгновение отвлеклась и выронила автомат. Скрывшись в сваре чудовищ, гадюка приказала долго жить. Неизвестный пока телепат, видя, что приносящий боль предмет упал, заставил нескольких сородичей уничтожить его. Трое псевдопсов со стервенением накинулись на автомат, послышался хруст ломаемых зубов и когтей. Не справившись с металлами и пластиком, мутанты в клочья изорвали ремень и затем дружно помочились на злополучную гадюку. Яне не очень хотелось доставать глок, но выбора больше не было. Не отбиваться же от них ножом. И даже если так сделать, то придется перевернуться вниз головой и вытянуть руки. Собаки начали прыгать как ошалелые, и их зубы то и дело клацали в опасной близости от ног девушки. Волкова начала стрелять, стараясь быть максимально точной и класть пули строго в голову мутантов. Около пяти особей удалось завалить. Еще пять или шесть девушка подранила, чем еще больше разъярила стаю. Псы теперь лезли буквально друг на друга, не жалея ни себя, ни сородичей. Совершенно неожиданно раздавшийся грохот крупнокалиберного пулемета заставил девушку вздрогнуть, зажмуриться и прижаться к лестнице всем телом. Подстрелкой словно забил огромный молот. Тяжелые пули разрывали на куски тела взбесившихся мутантов и оставляли в стене здания огромные выбоины. За какие-то секунды с монстрами было покончено. Я намедленно открыла глаза, подняла голову и первым делом отметила, что чернобылец избежал смерти. Серая тень метнулась вдоль здания в северном направлении. Вот уродство! Сквозь зубы пробромотала девушка, обнаруживая, что ее ботинки и комбинезон испачканы псевдособачьими внутренностями, дерьмом и кровью и к тому же обильно присыпаны бетонным крошевом. Да сколько можно! Только после этого она посмотрела на своих спасителей. Недалеко от пролома, через который псевдопсы проникли на территорию предприятия, стоял ГАЗ-2992 Алисия. Настоящий броневик легенда, разработанный и созданный специально для военных проводников сталкеров. Поговаривали, что идея создания принадлежала бывшему вольному ходоку, которому удалось сколотить в зоне состояния и который потом решил заняться машиностроением. А также являлся фанатичным поклонником актрисы и певицы Алисии Кейс. В итоге русская автомобильная корпорация в 2018 создала многоцелевую тактическую машину, назвав ее именем чернокожей певицей. И создала машину качественную и мощную на основе своего же тигра или, проще говоря, русского хаммера. Вооружила ее надежным и современным пулеметом Корт-2 калибра 12,7 тоже российского производства и разработки 2014 года. Снабудила детектором аномалий, прибором ночного видения, системой подкачки шин и лебедкой. Помимо военных сталкеров, почти такие же машины имелись у миротворцев НАТО, что занимались охраной периметра зоны на своих Eagle-5, естественно менее мощных. Ценилась Алисия еще и потому, что питание ее было полностью независимым и производилось от целой связки аккумуляторов и этаков с помощью пока еще не раскрытого секрета соединенных и способных работать слитно, что для артефактов подобного Насколько было известно Яне из того же интернета, Алисия имелась у группировок Долг, Свобода и Монолит. Причем у последних этот непробиваемый даже АК-47 бренд числился в количестве целых пяти штук. Судя по изображению смуглой красавицы на капоте, незамазанной монолитовской эмблемой, Яну спасли ребята, которые в зоне представляли милицию, то есть добровольное объединение граждан для сохранения закона и порядка. Какой-то молодой парень в форме группировки Долг, небрежно облокотившийся пулемет, разглядывал стрелку с нескрываемым интересом. За рулем находился другой парень, очень похожий на своего напарника пулеметчика, и Волкова подумала, что он может являться ему братом. «Пушку брось!» услышала Яна команду. Исходила она из плотного усатого мужчины лет сорока пяти, который неторопливо покинул салон броневика под прикрытием последнего члена квада, долговязого блондина с лицом красным, будто бы обветренным или больным. Этот тип выскочил из автомобиля самым первым. «Брось пушку!» взвизгнул он. «Куда?» Недовольный и нервно огрызнулась стрелка сразу же, еще полностью от пережитого не отошедшая. «Тут все... Тут грязно!» Усатый мужчина посмотрел на фарш из собак с огромным удивлением, на широком лице читалась напряженная работа мысли, пока, наконец, его ЦП не смог выдать ответ на заданный стрелкой вопрос. «Вон туда бросай!» Яна поняла, что этот раунд уже выиграла и швырнула пистолет на траву. Неспеша спустилась на землю, стараясь держать руки у парней на виду, потому что совершенно не питала иллюзий относительно неожиданных спасителей. Слухи о разномастных косяках должников все-таки просачивались на большую землю, не говоря уже о самой зоне. «Ты что здесь делаешь, девочка?» спросил мужчина, приближаясь к ней вместе с Белобрысом и не опуская оружия. «От собак отбиваюсь, неужели не видно?» сказала Волкова, отряхиваясь. Без щетки получалось плохо и она с раздражением бросила это занятие. «Есть вода?» «Ты говори, когда тебя спрашивают!» выкрикнул Белобрысый. Яна с вызовом обернулась к нему. «Спрашивают?» «Ты кто есть-то? У меня спрашивают!» «Родианов, отставить!» поморщился мужчина, показательно миролюбиво опуская свой абакан и другой рукой делая то же самое с автоматом подчиненного. «Это всего лишь женщина-сталкер». «Точно!» «Ну, как знаешь!» протянул Родианов. Девушка подумала, что начинает его почему-то ненавидеть. Слишком уж противным и тупым был этот парень. «Скажи, девочка, а ты тут никого не видела?» Мужчина медленно приблизился. Трупы бандитов он уже приметил. «Скажи, а откуда у тебя такой плащик?» «Собак видела». «И вон тех», ухмыльнулась Волкова, кивая назад. «А плащик забрала у одного из них, самого худого». Мужчина покосился на Родианова, давая понять, чтобы он следил за Яной, сам же быстро изучил место схватки девушки с бандой и вернулся немного удивленный. «Кто-то зачистил шайку стрела», пробормотал он и взглянул на девушку более внимательно. «А как тебя зовут?» «Стрелка». Мужчина хлопнул себя по лбу, будто убивал комара, потом закинул автомат за плечо. «Я капитан», объявил он. «Так и поняла. Скажи этому, капитан, чтобы рылым больше не целил, а то я сейчас потеку». Грубо оттолкнула Яна Долговца и подняла свой пистолет. «А вы что, мимо проезжали?» «А ПДА у тебя?» Волкова вздохнула и показала ему компьютер головаря банды. «Волына тоже, кстати, и войны, и костюмчик, что под плащом», добавила она. «Ты что, махалась с ним?» Капитан рассматривал раны девушки, все еще в чем-то сомневаясь. Яна начала это бесить. «Что вам надо от меня? Полагается, приз, давайте. Нет, так отлепитесь, нах, у меня своя дорога». Даже воды зажали. Девушка хотела извлечь из-под собачьих тушек гадюку, наполовину вытащила ее, но потом передумала. Вернулась к плите, на которой была разложена добыча, выбрала другую. «Родианов, лось, воды принеси», гаркнул вдруг капитан. Белобрысый дернулся и бегом отправился в сторону броневика, по пути споткнувшись и чуть не выронив автомат. Глядя на это, Яна подумала, что в любой организации, будь это госучреждение или вот такая неофициальная структура, обязательно присутствует какой-нибудь балласт из числа приближенных к начальникам, взятый просто из жалости или навязанный вышестоящим органом. Такое было сплошь и рядом, имело место даже в криминальном мире, где, правда, выражалось, может быть, не так заметно или не в таких количествах. Вы бы ему что-нибудь попроще доверили, не глядя на капитана, посетывала Волкова. Долговец недовольно хмыкнул. Мы давно охотились за стрелом, сказал он. Яна с интересом посмотрела на него. Это вербовка или вы хотите, чтобы я вас похвалила? Не хамничай, не я к вам подошла. Разговор зашел в тупик. Подбежавшие Родианов Лось остановился рядом с капитаном с пластиковой баклажкой в руке. Волкова протянула ему тряпку, которая до этого протирала автоматы. Лей, мне же надо почиститься, вы меня всю запылили. Родианов взглянул на капитана, тот кивнул, и он начал осторожно лить на тряпку. Аккуратнее, меня не забрызгай, добила его Яна. Лось фыркнул, опять дернулся всем телом, а капитан расхохотался и двинулся к автомобилю. Родианов побежал за ним, унося баклажку с собой. Волкова покачала головой и принялась чистить плащ. Капитан связался с кем-то по рации. Стрелка услышала его слова о том, что видел лично и двухсотый на все сто. Ему что-то ответили. Капитан несколько раз повторил так точно, затем прошел мимо Яны с полиэтиленовым пакетом в руке. В ответ на немой вопрос девушки развел руками. Надо доказательство для всех. Яну передернуло. Средневековье какое-то. Она поспешила покинуть двор через уже надоевшую дыру в заборе и остановилась, разглядывая броневик. Парни в нем закончили перешептываться и толкаться, оба уставились на девушку горящими глазами. Родианов возвышался рядом с водительской дверью в напряженной позе. А как вас зовут? Спросил Долговец, что сидел за рулем. Совсем молодой, может быть даже моложе Яны. А вы из какого клана? А где остальные? Вступил в разговор пулеметчик. Идите хвосты отрезайте, кивнула Волкова вместо ответа. Разрешаю. Так это мы их застрелили, закричал Родианов на полном серьезе. А я их приманила, не выдержала Яна, думая о том, что стрел был, пожалуй, не самым противным человеком в зоне. Эй, Лосяра, ты че в натуре охренел? Толкнул Белобрысова водитель, приоткрыв дверцу. Иди лучше хвосты обруби, стоишь болваном тут. Ага, на жвачку и чипсы потом поменяешь, добавила Яна, но похоже как раз это Родианов за оскорбление не воспринял. Так это вы зачистили банду стрела. В один голос воскликнули парни. Как вы смогли к нему подобраться? Девушка невольно подняла руку к материнскому талисману, который на секунду стал теплым. Нет, показалось. Он что, был слишком крутым, что за него даже фанеру цинканули? Уточнила она. Парни переглянулись. Возможно, они даже не поняли, что она им сказала, но виды, естественно, подавать не стали. Он всегда предчувствовал, когда может быть жарко. Осторожно начал водитель. Многих людей он по беспределу опрокинул. На нем косяки были, но всегда гад уходил, как по настилу. Меня, кстати, Андрей зовут. А вы стрелка? Давай на ты перейдем, предложил пулеметчик, перебивая водителя. Меня Алексей зовут. Яна сразу помрачнела, вспоминая Лешку. Мне нужно до заведения хостика. Это вроде бы недалеко от вашего штаба. Волкова обратилась сразу к обоим, игнорируя их вопросы. Сторинген называется. Ты молодец, стрелка. У меня сестра есть, Света. Она с семи лет в карате ходит, сказал Андрей. А ты тоже куда-то ходила? Ты стрельбой занималась или борьбой? Спросил Алексей. Яна замотала головой, понимая всю абсурдность ситуации. К счастью, вернулся капитан, неся что-то в пакете. Волкова посторонилась. Капитан улыбнулся и доброй отеческой улыбкой. Будешь ждать кого-нибудь, стрелка, или едешь с нами, тогда и приз получишь из первых рук, весело сказал он. Приз не участие в боях на арене, нахмурилась Яна. Нет, таких косяков у нас не было и не будет, стал серьезным долговец. Приз назначил союз независимых кланов, и он находится в Сторинген. Заберешь у Хостика? Да не думай ты о плохом. В этом месте ни о чем другом думать не получается, пожала плечами Волкова и показала на переднее сидение. Я поеду здесь. Я знаю, кивнул капитан, а пулеметчик Алексей пихнул коленкой водителя. Не забудьте своего грибника, уже залезая в салон, бросила Яна. Родианов, ко мне, бегом, поочередно выкрикнули все трое долговцев. Белобрыз выскочил из-за кустов, весь запачканный кровью. В обеих руках он держал пушистые хвосты псевдо-собак. Улыбался и что-то беззвучно шептал. Я там артефакт еще нашел, сообщил он радостную весть капитану и в удивлении застыл, впившись взглядом в Яну. Она поедет с нами, сказал капитан, но парень залип на сознании того факта, что снова оглушая и лося и всех остальных. Залезай в машину, быстро, толкнул его капитан. Яна снова покачала головой, включая ПДА. Два новых сообщения от кулька. На автомате проглядела их. Куль сообщал, что их подбросили до какого-то блокпоста. Кто подбросил? Да, какая вообще-то разница? Ну что, погоняем? Андрей оторвал ее от размышлений. Стрелка только вздохнула, да и капитан что-то недовольно пробурчал. «Гони, дрюня!» закричал сверху Алексей. Дрюня послушал товарища и втопил не по-детски. Алисия запрыгала на кочках и неизвестно откуда взявшихся в траве кирпичах, но уже метров через тридцать вылетела на нормальную асфальтовую дорогу. «Слева! Мочи его, лось! Не дотянусь!» гаркнул над духом Алексей. Родианов на удивление быстро сообразил и приоткрыл дверь, в которую со всей дури врезался уже знакомый Яне черный пес Чернобылец, до этого сбежавший с поля боя. Он выскочил из кустов, удирая, быть может, от чего-то другого, и на этот раз ему не повезло. Мутанта буквально раскатала по броне. Волкова это услышала даже сквозь грохот музыки. «А ты давно в сталкеры подалась?» повернулся к девушке Андрей. «Я тоже раньше был сталкером, пока в долг не вступил». «Долг — это сила. Глянь, какая форма новая!» искренне похвастался Родианов, влезая в разговор. «Меня Шмак зовут. Я и водитель, и снайпер. Кстати, в последней кавказской был, а потом сразу сюда». «Молодец, Шмак», оценила Яна. «Смотри на дорогу, а не на меня». «Да все нормально. Тут ехали-то минуту назад. Ёпть!» Волкова поморщилась. Алисия летела в опасной близости от воронок и трамплинов, которые почему-то на асфальт не залезали и прекрасно отражались на экране дисплея, что было расположено на передней панели ближе к пассажирскому сидению. «А как ты нашла эту банду? Тебя какой-то клан нанял? Или они на тебя напали?» поинтересовался капитан. «А как ты? Перестреляла издалека или гранатой?» добавил Алексей. «Отстаньте вы все от нее, я с ней разговариваю», перебил их шмак, который по возрасту годился капитану в сыновья. «Скажи, стрелка, откуда погремуха такая? Сама придумала или пацаны дали?» «Бред!» подумала Яна. «Отстань от нее, смотри вперед!» закричал капитан. «Показывай дорогу! Это место штурмана!» недовольно пихнул девушку Родианов. Волкова резко обернулась к нему и прошипела, уперев в покатый лоб черный ствол глока. «Вали комаров пинать, пока я тебе шею не свернула!» Со стороны Яны это было чистым блефом. Уделать лоси действительно можно было бы только при помощи оружия. Однако на дегенеративного долговца подействовала и он дернулся назад, вжавшись в сиденье и испуганно тряся головой. Пулеметчик с водителем захохотали, принялись нащупывать друг друга руками, чтобы по киношному хлопнуть ладонями, и Яна едва успела удержать руль, чтобы броневик не затащила в средних размерах комариную плешь. «Я тебе что сказал?» взрывел капитан. «Следи за дорогой!» «Да все нормалек», отмахнулся Андрей Шмак, подмигивая Яне. Девушка нервно усмехнулась. Машина пронеслась через небольшую карусель, даже не качнувшись. На экране детектора заметной аномалии почему-то не было. Волкова подумала, что на все сто процентов детекторам верить нельзя. Хотя здесь все было сложно. Могла влиять и скорость передвижения, и вес объекта. Впрочем, для комариной плеши, например, вес и движение были безразличны. Гравий концентрат и танк превратил бы в груду расплющенного металла. Шмак, алло, гараж, позвал Андрей пулеметчик. Че ти, урод, отозвался Андрей беззлобно. Парни явно рисовались перед Яной. А этот стрел, он от хряща был? Не, он вообще залетный фраер, только мазевый и сильный, а так ничего особенного, гастролерт-беспредельщик, а тебе нафига? Да я в 100 рентген ухо нагрел, что хрящ сам к нему предъяву имел какую-то. Пацаны правильные говорили. Где пацаны и где тот хрящ? Зато вот стрелка, про нее никто не слышал, а головняк общаковский, она размулевала на раз, кивнул Шмак на девушку. Капитан доложит Воронину, что отморозок в натуре ласты нарезал сего числа. Правильно? Лось, не слышу, ты чего там уснул? Правильно, отозвался почему-то Алексей. Двухсотый и безбашенный. В прямом смысле. Парни заржали очень громко и Волковой стало не по себе. А как вас зовут? Спросил вдруг Родьянов, чем вызвал еще один приступ смеха теперь уже всех троих долговцев. Левее прижми. Сквозь смех поправил маршрут капитан, показывая на приближающуюся электру, которая прослеживалась даже визуально. Колеса нахрен прожжешь? Да такая всю тачку подпалит, не подавится, заметил Алексей. Гляди-ка, и таки кто-то уже нагрел. Леха, помнишь, когда сюда ехали, тут с килограмм точно было рассыпано? Ну да, килограмм не умерший был, подтвердил пулеметчик. Нарезали, суки, не успели мы. Девять часов, сказал капитан. Вижу, сквозь зубы процедил Леха, давая по небольшому стаду крабосвини короткую очередь. Гленька, попал, а вон той прямо в сральник засадил. Ногу оторвало, а бежит. Кто это у нас? В тон ему хохотнул Андрей, вильнув вправо и с хрустом расплескивая по дороге пару кенгов. Ух, чуть не сосклизнули. Гринпис, ты на аномалии смотришь? Яну передернул от всего этого. А как же, улыбнулся шмак. Я смотрю в зоне исключительно на аномалии, потому что